добрый обед я всегда хорошо у нас тут немножко солнышко периодически выглядывает так ну что дорогие мы с вами продолжаем наш цикл бесед посвященных качеством нового человека и пониманием осознанием которые ему присущи которые позволяют ему жить не в линейном опасном мире с ощущением заброшенности и необходимости выживать а в благорасположенном к человеку безопасном мире в котором есть возможность творить созидать и чувствовать себя нужному и в правильном месте сегодняшняя наша карта сегодняшняя наша тема сегодняшняя наша беседа будет посвящена вот такой вот истории часик он help from spirit помощь от духа помощь от бога еще раз help from spirit что пишет источник та система которая существует между человеком и духом создана для того чтобы помочь человечеству она не для того чтобы туда-сюда вас таскать пихать или как-то судить вас она для того чтобы учить помогать а если вы позволите эта карта которую мы в принципе все на каком-то интуитивном уровне понимаем да и еще с библии нам сказано что ищите и обрящите просите и дано будет вам и в некотором смысле все духовные системы так или иначе учат человека надеяться и рассчитывать на помощь духа в нашей жизни до в нашей трехмерной жизни и для большинства людей которые еще все-таки находятся в основном в линейности они обращаются к этой помощи от духа только в ситуации безвыходности именно поэтому есть такое ну скажем так обыденное мнение что если у человека все хорошо то как бы она особо духовностью не занимается а вот если например а что-то произошло то тогда вот значит единственное куда мы можем обратиться если вот уже больше некуда мы обращаемся к богу и там молимся или там что-то просим и только тогда рассчитываем на эту помощь и это очень человеческий подход как знаете в том анекдоте господи пошли мне место этой парковки а нет спасибо уже нашел вот здесь тоже самое в человеческом линейном сознании происходит в общении с тонким планом то есть пока у человека все хорошо он туда не смотрит когда у нее становится все плохо он туда смотрит и наверное для большинства людей кажется что вообще жизнь таким образом людей приводит к богу делая все плохо но на самом деле конечно же это про наделение жизни и бога какими-то человеческими качествами которых которые прям очень сильно хочет человека вернуть в духовность так на самом деле не происходит это бог не такой не не грубый родитель который скажем так пытается сделать хуже чтобы показать что он заботится человеку доступна свободная воля и это главное правило для любви это любовь не может существовать без свободной воли без признания выбор права человека выбирать именно поэтому любовь бога и та система помощи бога которая создана для человека она не инвазивно она не причиняет добро она не она не причиняет какие-то вот блага точно так же как она и не причиняет зла и не помещает человека в в плохие ситуации для того чтобы эту любовь человек запросил так это не работает любовь бога она и помощь бога и благорасположенность бога к нам она находится в молчаливой близости к человеку она находится рядом но она никаким образом не вмешивается пока человек не запрашивает это более того она не на она не находится в трехмерности именно поэтому для человека так обидно когда что-то происходит он просит о помощи а вроде как ничего не не помогается да вот дескать вот это не получилось вот это не получилось вот это не получилось почему никто не приходит и не спасает меня из этой ситуации и для того чтобы это болезненное сознание, да, для человека, который попадает в какую-то сложную ситуацию, как и все мы, что нас никто не собирается спасать, даже Бог нас не собирается спасать, приходить там, не знаю, давать нам денег, наказывать наших обидчиков, никто не старается нас спасать. И человек обижается, он говорит, ну почему так, ну что за ерунда, ну почему я сюда попал, почему вот в моей жизни вот это приключилось? Типа кто вообще это все дело тут устроил мне такое? И этот очень трехмерный разговор, и надо понимать, что дух, он просто не может мыслить трехмерными категориями, потому что, потому что когда у вас, даже когда у вас более повышенная осознанность, то вы не можете мыслить уже 3D-шно. Если вы видите, что ребенок совсем маленький ходит, учится ходить и падает, то вы, конечно, его как-то там ободрите, наверное, но вы не будете наказывать пол, или наказывать стены, или наказывать его ноги за то, что они не ходят, или там вот возмущаться, почему так все плохо. Вы будете понимать, что это просто процесс, это просто процесс, в котором заранее известно, что человек ходить научится, потому что так устроено, так создано. Вот когда Бог с позиции многомерности смотрит на человека, он видит человека несколько иначе. Он видит, что нету случайных событий, которые привели вас к сложной ситуации. Он понимает, что все то, что, все то место, в котором вы находитесь, оно создано вами, выбраны вами, вашим духом, вашим полем, вашим сознанием, вашей энергией. И у этого места есть выход. И это первое. Второе. То есть ничего не случайно в том, где вы оказались. Второе. Он понимает, что у вас есть сила. Вы также вечны, как и он. Вы также безграничны, также всесильны, и вы способны найти выход. Более того, сам факт того, что вы этот выход находите, создает духовную энергию, которая помогает планете становиться все более и более вознесенной. Да, у меня немножко аллергия на какие-то реагенты, мне кажется. Поэтому, да, глаз немножко покраснел. Вот это о чем, да? Вот это о чем. Это о том, что, как бы, наверное, Бог не хотел смотреть на нас с нашими такими достаточно детскими переживаниями и спасать нас из каждой жизненной ситуации, его видение, да, и наше видение на себя, если мы смотрим из многомерности, оно про то, что в человеке куда больше силы, куда больше способности выйти из сложной ситуации, и механизм, который, через который дух помогает, это не механизм, когда он пришел и дал денег, условно, да, или там опять кого-то наказал. Механизм в создании, в поддержании благорасположенной системы, которая откликается на наше намерение, которая откликается на наше желание, которая откликается на наши духовные выборы. которые откликаются на на нас целиком, на нас целиком, на наше состояние, на наши, на наш настрой. И это очень, знаете, это очень про ту вещь, про которую я часто рассказываю, про стеллажи. Когда человек находится в трехмерности и попадает туда, куда он, вот, собственно говоря, не хотел бы попасть, он включает все больше и больше воинственности, его вибрация становится все более и более плотной, он пытается как-то все это дело, раз, пробить ситуацию, убежать из ситуации, в нем включаются вот эти первичные паттерны, бей-беги, замри. И его вибрация, конечно, по вибрационному стеллажу, она находится внизу, да. Божья помощь, в принципе, не может работать на этих уровнях, да, потому что эти уровни, они не созидательны, в них нету выхода как такового, да, в них есть только углубление внутреннего конфликта и внешнего конфликта. И до тех пор, пока человек, и обычный человек просто в какой-то момент задается и говорит, ну, помоги мне, да. И здесь очень важно, что человек в этот момент чувствует. Если он думает и ждет, что кто-то придет и на этом уровне сознание разрулит ситуацию, то, наверное, ему придется какое-то время ждать. И это будет, ну, не самое естественное разрешение ситуации. Но если в этот момент в нем пробуждается, проявляется доверие, то есть если в этот момент он расслабляет свое сопротивление, то некая, знаете, невидимая резинка его постепенно по вибрационному стеллажу поднимает на тот уровень, на котором лежит ответ. И это не значит, что только когда человек там попросит или только когда он сделает какой-то правильный ритуал, он получит поддержку. Нет. Это значит, что в каждый момент, когда мы доверяем этой любви, которая есть вокруг нас, каждый момент, когда мы настраиваемся на нее, каждый момент, когда мы отпускаем сопротивление и чувство войны с жизнью, эта система, она подхватывает наше сердце, подхватывает нашу интуицию, наше сознание и постепенно начинает нас вести туда, куда хочет наша душа и хочет наше сердце. И помощь Духа, она об этом. И карта здесь в первую очередь не о том, что если вы попали в плохую ситуацию, придет кто-то свыше и всех накажет. Это очень человеческое ожидание, еще раз, трехмерное. А помощь Духа, она про то, что есть благорасположенная система, которая всегда развернута к каждому из нас, которая всегда развернута к жизни каждого из нас и которая способна приходить на помощь только тогда, когда мы эту помощь готовы принять, когда мы готовы затихнуть, когда мы готовы впустить это в свое сердце и когда мы готовы тихонечко, интуитивно начать двигаться в сторону, в сторону большего... Вот когда мы готовы начать двигаться по вот этому, знаете, вибрационной стеллажу в сторону более чистой вибрации, более чистого проживания, когда мы на самом деле просто аккуратно берем руку Духа и спокойненько начинаем за ней следовать, без вот этих всех трехмерных дерганий. Конечно, они тоже могут быть, и это абсолютно нормально, и мы все люди, и есть место и гневу, и агрессии, и гневу на Бога в том числе, почему так? Это нормальные эмоции могут выходить, это абсолютно естественный процесс, он никак не обижает эту систему. Мы люди, и мы способны переживать, ругаться, злиться, это норма, да, и не страшно это выражать и выпускать из себя, это здоровый способ. Но после этого человек может вместо того, чтобы упорствовать, он может затихнуть и впустить в себя вот эту благорасположенную энергию, благорасположенную систему, которая скажет ему что-то другое. Она скажет ему о том, что он не случайно оказывается в этой ситуации, что это все создано тобой, а не какой-то внешней силой, которая привела тебя сюда для того, чтобы ты страдал. Она скажет, что это создано тобой не потому, что ты хочешь себе плохого, а потому что это рассказывает тебе о твоей энергии, о твоих задачах и о способе стать более счастливым. Это рассказывает, да, вот если затихнуть и прислушаться к ситуации, это рассказывает о том, что Вселенная и мир доверяют тебе, и то, что у тебя есть сила выйти, преодолеть, даже не преодолеть, а пройти сквозь это и выйти к новому уровню сознания, что ты вечен, что ты безграничен, что к тебе есть безграничное доверие со стороны Бога, со стороны Вселенной. Вот, и это как бы приглашение войти в пятимерность, да, вот проще сказать, да, любая сложная ситуация, когда мы утыкаемся в стенку, это приглашение войти в пятимерность и начать сотрудничать с этой разумной системой. Здесь еще Рикерл пишет о том, что даже наука находит некие интересные закономерности по поводу того, что реальность неорганизована случайно. Реальность неорганизована случайно, не на уровне ее творения, да, когда вот эти массы, элементарные частицы подбирались, их массы, их настройки базовые. Когда все это творилось, нужно было бесчетное количество, если бы это все происходило бы спонтанно, то это должно быть бесчетное количество вот этих больших взрывов или каких-то проб создать Вселенную, чтобы появилась жизнеспособная. Либо здесь была не случайно, здесь было творческое благожелательное намерение во всем этом. Не обязательно это был какой-то седой дедушка, который все это свел. Скорее, любовь и сознание было скрыто и было зашито в каждый вот квант, в каждую элементарную частичку. И все это собиралось вместе. И даже сейчас на уровне современных исследований показывает то, что спонтанный генератор чисел откликается, если группа людей начинает внимательно наблюдать за ним. Оказывается, что даже вот эти вот случайные выпадения, они способны изменяться под влиянием человеческого сознания. Точно так же и наша жизнь. Она может в близком приближении выглядеть очень-очень хаотично и спонтанно, но я всегда, помните, рассказывал и в курсе о том, что когда мы смотрим на ситуацию из нашего сердца, то мы понимаем, что все, что с нами произошло, даже то, чего мы не хотели, все это мы хотели на каком-то сердечном уровне. Не хотели, наверное, конкретного страдания, но эта ситуация уместна, и она подходит для нашего сердца. Она как бы спроектирована им и не из, опять же, не из самонаказания, и не из зла, а из вот этой какой-то такой творческой уместности и осознанием собственной силы пройти через это, выйти, стать больше, стать шире, стать светлее, стать объемнее. А тут курьер, мне кажется, ловится ко мне. Вот. Что вы можете с этим сделать? Что вы можете с этим сделать? Вы можете сесть спокойненько, как всегда. Почувствовать свое сердце. Почувствовать клеточки. Выдохнуть. На секунду отпустить. Просто, знаете как, не выбрасывать, а просто снять и положить рядом все те тревоги, все то, что вы несете по жизни, просто их разгрузить рядом с собой хотя бы. с выдохом это все. Снять с себя, положить аккуратненько, если захотите, назад возьмете. и вниманием опуститься в свое сердце. Закрыть глаза и открыть глаза здесь. если для простоты можно положить руку, почувствовать ее тепло, и вот в пространстве под этой рукой, там, где тепло, открыть глаза и посмотреть на свою жизнь отсюда. что вас окружает, что происходит. Чувствуете ли вы сопротивление, которое вы создаете по отношению к той жизни, которая есть вокруг вас? Уместно ли оно для вашего сердца? Не пришло ли время отпустить его? Чувствуете ли вы уместность того, что вы создаете в своей жизни? КОНЕЦ Чувствуете ли вы наполненность пространства вокруг вас вот этой благожелательной организующей энергией? Осознаете ли вы, что вы здесь не для того, чтобы вы страдаете или быть жертвой этой ситуации? Чувствуете ли вы уместность поддержки и мудрого водительства? Буквально чувствуете ли вы, что рука духа протянута к вам и готова указать более гармоничный и безопасный путь для вас? Есть ли у вас позволение себе выйти в тот момент, в который вы захотите? Нужно ли это все нести? Это все откликается на ваше сердце. И когда вы выбираете другое, то эта рука ведет вас. Готовы ли вы взять ее и тихонечко, очень тихонечко пойти за ней, доверяя своей интуиции, доверяя своему сердцу, шаг за шагом? Дорогой дух, я доверяю тебе. Я протягиваю свою руку. Я разгружаю свое сердце. Я выбираю двигаться к более светлой, чистой, гармоничной реальности. Я буду идти медленно, спокойно, в доверии. Потому что я здесь не для того, чтобы страдать. И я знаю, что есть поле поддержки, которое откликается на мои намерения. И я знаю, что я имею право создать другую реальность для себя. И она тоже будет уместна для моего сердца. А пока я буквально расслабляюсь на руках у духа. И даю себе энергию и время для того, чтобы восстановиться. Почувствовать эту плотность любви, которая есть для меня. Отдыхаю и восстанавливаюсь. И впитываю новый способ жить. Новый способ чувствовать, новый способ доверять. Потому что есть вокруг меня и внутри меня. Как-то так. Дорогие. Нету никаких иерархий захвата. Это человеческая концепция. Нету ничего страшного в вирусах. Нету ничего страшного за пределами нашего ума. Конечно, многим хочется играть в это, во все эти космические звездные войны. Для них это какая-то симуляция жизни. Это немножечко хотя бы разноображивает жизнь. Но реальность духа внутри и реальность безопасности куда более интересная. Поэтому ничего не бойтесь. Я тут комментирую комментарии. Ну что, до завтра. Завтра у нас встреча будет в 12 по Москве. А следующее будет во вторник. Спасибо вам. Пока-пока. Доброе утро. Доброе-доброе утро. Доброе-доброе-доброе-доброе. Добрый день. Аидочка, привет. Привет. Где ты сейчас, расскажи. И куда ты двигаешься. Машенька, привет. Привет. Доброе утро. 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 итак повтор эфира по детям нового времени будет ли что был за эфир по детям нового времени я наверно уже все забыл была встреча и в екатеринбурге и в москве который так или иначе касалось воспитания детей но я там не участвовал это делали местные активисты вот всех кстати очень призываю приходить на встречи которые у нас проходят в городах в москве занимается настя она здесь есть в инстаграме марияс в 10 в екатеринбурге соответственно я сейчас не знаю кто занимается встречами я не помню но настя знает настя всех координирует вот поэтому пишите настя и она подскажет либо как организовать либо куда прийти потому что нижний новгород петербург екатеринбург берлин прага москва конечно москва 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 надеюсь когда то мы будем эти встречи они вырастут и мы будем делать какой то такой вот может быть тоже видео контент но классно то что это все очень интимно очень все в минске кстати вроде да у нас есть тоже ребята а они все настолько теплые и дружественные и что даже их не очень хочется как-то специально делать более масштабные потому что люди действительно сдруживаются и обретают семью вот именно в этой вот вот такой естественности что ли в минске все есть а в петербурге тоже у нас вот сообщество есть светлячки тоже все встречаются эфир сделаю про детей у нас такая вот новость есть наши не говоря уж вообще о беседке просветления да где много-много-много всех нас есть наши активисты и странное слово активисты наши наши светлячки из беседки просветления решили организовать канал во-первых у них запущен канал на ютюбе куда выкладываются записи наших зум бесед называется настоящесть а а решили сделать канал телеграме не канал а чат который в отличие от беседки ну который в которой в беседке только участники курса просветления потому что это вот именно по курсу а решили сделать открытый чат и помочь мне отвечать на ваши вопросы потому что я не всегда успеваю и во всех соцсетях пишут и я просто физически не могу все разобрать а тут получается что мы создадим такое сообщество которое будет ну не просто помогать разбирать вопрос а в целом будет вас обнимать вот поэтому беседочка новая появилась называется настоящесть в телеграме я к этому эфиру когда выложу сегодня его в сторис я прикреплю ссылку так что переходите смотрите задавайте вопросы лучше туда если у вас ваш вопрос висит у меня в директе лучше его переадресуйте туда там очень компетентные вежливые теплые мы и как бы больше шансов что как-то это вот так вот будет правильно как-то помощь оказана поддержка или что-то еще так ну что мы все собрались наша сегодняшняя беседа напоминаю для тех кто подключился внезапно есть такие люди которые внезапно подключились мы ведем серию утренних бесед мне очень нравится этот формат таких коротких с вами встреч по по картам краёна так вот это выглядит каждое утро мы берем одну карту которая описывает какое-то понимание или качество нового человека и мы смотрим и беседуем на тему того как постепенно человечество переходит из 3d-шного мышления линейного основанного на выживании к многомерному мышлению основанному на доверии и любви люди хотят думать что когда они перейдут в пятимерные измерения вдруг разверзнутся врата и все станет абсолютно понятно и бог придет к ним в теле и мечом зарубит всех их врагов я иронизирую конечно но примерно такая логика то есть мы думаем о том что если мы налаживаем связь с богом с интуицией со вселенной то это должно работать точно так же как в 3d-шном мышлении то есть кто-то должен прийти и спасти нас от наших проблем и насыпать нас золотом да это вот по сути тот конфликт который который и был в жизни иисуса да когда ждали царя с короной и который выведет всех в царствие земное а пришел мужчина на ослике который вывел всех в царство доверия и царствие небесное и это как бы непонятно было типа чего почему так переход в пятимерность не подразумевает что задача будет решена трехмерным способом переход в пятимерность не означает то что в какой-то момент мы начнем левитировать жить вечно и отращивать конечности и поэтому все проблемы наши решатся это будет но но не сразу переход в пятимерность означает что мы осваиваем новый способ чувствовать новый способ обретать ясность и она внутренняя это жизнь в которой интуиция и внутреннее знание уравновешивает наш инстинкт выживания наше эго и та благодать и любовь которая открывается внутри а не снаружи делает дает нам ощущение безопасности которая нерациональна понимаете то есть вот как бы это назвать не будет внешнего ответа будет внутренний ответ вот так поэтому этот переход он настолько противоинтуитивен контринтуитивен то есть мы ждем внешних изменений а в итоге просто постепенно открывая поток для интуиции для любви для клеточного знания наш инстинкт выживания наше эго смягчается у нас появляется какая-то безусловное спокойствие по поводу будущего нас наполняет чувство безопасности которое не от того что вокруг нас набежало сто пятьсот человек которые нас залюбили хотя это тоже будет привет на нашу встречу а это чувство безопасности и достойности и любви она она возникает как бы из неизведанного источника ладно это такое общее размышление и сегодняшняя карта сегодня же среда у нас да у нас будет небольшой перерыв сегодняшняя карта она такая будет очень простая очень базовая называется она я знаю зачем вы приходите на утренние эфиры вы хотите послушать мое кривое английское произношение belonging to the creator принадлежность причастность к творцу я специально так делаю карты и так улыбаюсь что мы делали скриншоты принадлежность принадлежность к творцу очень интересная вещь что пишет автор вы вне времени и вы вечны и вы принадлежите к центральному источнику вы принадлежите к творцу это принадлежность вечно и абсолютно все все уже о чем это это о наших культурных и религиозных предупреждениях когда мастер начал называть себя сыном бога и начал обращаться к творцу как к отцу это было странно это было неожиданно это было некоторое понебратство это было не в духе того времени потому что трехмерное человеческое мышление и то чему учат нас наша религия оно может по факту быть о том что бог нас любит и мы часть бога но внутренне транслируется идея о том что есть некоторая внешняя сила вечная мудрость и есть хрупкий крошечный мы который может ошибиться и выпасть из этой милости которая к нам направлена и мы должны идти по узкой дорожке причем эта узкая дорожка она она выстраивается из почему-то ожиданий людей о неожидании бога от нас и получается что мы вот так вот всю жизнь в таком подвешенном состоянии нас учат тому что мы рождены оторванными мы выпали из милости мы рождены грязными мы рождены конечными и после смерти нас будут судить потом мы пойдем либо в рай либо в ад либо мы вообще куда-то исчезнем испаримся либо мы растворимся в этой любви после завершения перерождений и все эти вещи они очень человеческие причем человеческие 3d шно человеческие нам нужно какое-то начало и какой-то конец что вот когда-то мы начались когда-то мы закончимся что если наша душа была нашей душой в тот момент когда земля творилась или творились предыдущие опыты когда эта вселенная происходила и созидалась в момент вот этого межпространственного расширения большого взрыва что если наша душа уже существовала что если наша душа по возрасту точно такая же как и весь бог и что если наше сознание наше самоосознание было и там тоже что если мы с вами как корень любит говорить сидели рядом когда создавалась земля и наблюдали за этим вот это расширяющее сознание которое осознание которое немножечко ну вот раскачивает наше предубеждение о том кто мы есть что если если вас не будет существовать каждого из вас меня вот Машеньки там Аиды что если и бога не будет существовать потому что нельзя от бога какой-то кусочек там растворить аннигилировать и чтобы бог остался существовать что если мы и являемся значимой частью вот этого центрального источника вот этого всеобщего блаженства сознания и любви которым является бог что нам говорит что нам это говорит по поводу нашей роли здесь на земле рождаемся ли мы грязными или рождаемся мы великолепными рождаемся ли мы для страдания и для того чтобы взбираться к богу по тысячам ступенек либо мы рождаемся для того чтобы ходить на этой планете раскрывать бога в себе проявлять его и нести свет менять материю менять энергию вот это то что должно не просто как-то расширить наше сознание а то что должно в какой-то момент закончить вот эту абсолютно человеческую концепцию греха и наказания нашей собственной конечности суда в конце зарождение души в начале вот перед нашей жизнью или там вот перед какими-то жизнями наши некоторые внутренние обреченности да опять же эти вещи не потому что кто-то злой хочет нас отсоединить от бога просто это очень человеческие вещи мы видим что в трехмерном мире все создается и все разрушается но в многомерном мире так не происходит когда время перестает быть вот той закрытой мерностью в которой наше сознание его воспринимает эта чашка даже если она разобьется она продолжает существовать и она существовала задолго до того как она была ну как она обрела эту форму этот процесс был что уж говорить о нашем сознании да она вливается в разные конечные формы но оно не исчезает и не рождается не было того времени когда вас не существовало вы были всегда и вы будете всегда и вы всегда будете принадлежать богу потому что нельзя отнять то что не может быть отнято это просто ну не будет работать таким образом принадлежность к творцу это о неделимой невинной и бесконечной связи которая есть у нас и это не что-то что можно доказать это что-то что можно почувствовать в нашем сердце и почувствовать что мы наконец-то имеем право все эти вещи которые нас учили которые нас пугали оставить не как что-то дурное а как просто ну наши какие-то такие невинные завлаждения то вы можете со всем этим сделать вы можете сесть спокойненько опуститься в свое сердце своим вниманием и сказать себе я есть то что я есть я есть то что я есть я есть то что я есть Я есть Бог. Я всегда был и всегда буду. Я часть, продолжение и суть этой любви. Я рожден великолепным для того, чтобы нести эту любовь, для того, чтобы открывать ее в себе, для того, чтобы распространять вокруг. Я не рожден во грехе, и меня не будут судить. Я рожден великолепным и чистым. И я хочу узнать, каково это. Поэтому, дорогой дух внутри меня, покажи мне, что я должен знать о своей природе. О том, кто я есть. Я есм тот, кто я есм. Я есм тот, кто я есм. Я есм тот, кто я есм. Я есм Бог. знаете что многие хотят сверхъестественного опыта и сверхъестественных каких-то вот колебаний но реальность нового времени это про то что вы просто спокойно манифестируете правду о себе клетки это слышат и вы дальше идете по жизни спокойно вот об этом вся речь и мне хочется чтобы вы тоже постепенно переходили к вот этой парадигме когда вы не разделяете жизни медитацию а когда вы утром проснулись сказали я есть мы тот кто есть мы пошли делать все свои дела то есть без всякого разделения этих вещей и без ожидания какого-то вштыривающего опыта простите за слово вштыривающего надо начинать пользоваться теми пониманиями теми механизмами которые есть внутри нас это об ответственности о взрослости и о выходе из вот этой идеи о том что духовность это что-то что суживается сверху нам если мы хорошо себя ведем и за что нужно потом ответить нет духовность это наше право мы из этого пришли из этой духовной энергии мы являемся ее сутью и наша задача здесь ее применять поэтому вместо вот этих танцев вокруг вот этого вот купи-продай за блага мы просто начинаем этим пользоваться и вот это взрослое духовное человечество которое взяло на себя ответственность вот поэтому проснулись сказали есть тот кто есть я есть бог и пошли варить кофе и это все будет абсолютно нормально дорогие что вам еще рассказать сегодня у нас будет перерыв следующая встреча будет во вторник во вторник скорее всего ну если что-то изменится я сообщу дополнительно но предварительно будет во вторник а также в 12 часов по Москве пожалуйста не скучайте это хорошее время на то чтобы взять любую тему вот открыть в этом в инстаграм.тв любую тему и посмотреть что там была за карта вспомнить то о чем мы говорили и просто каждое утро проманифестировать либо просто каждое утро вы садитесь идете внутрь себя и манифестируете то что вы запомнили то что вам кажется важным именно на сегодня то есть пусть этот процесс будет вашим интуитивным и очень спонтанно сиюминутным не нужно идти по системе по какой-то типа сначала одно потом другое здесь нет более важной и менее важной карты то есть так же как нет там более важного цвета врата то что приходит то и делаем повышаем нашу взрослость гибкость внимательность к себе и достаточно минутки 30 секунд на то чтобы сосредоточиться чтобы все начало все шестереночки начали работать чтобы еще вам такое сказать хорошее напутственное вот у меня есть книжечка Кулачев написал книжечку по воспитанию и саморазвитию называется духовная кулинария все с котиками очень красивая книга подписанная автором и простые техники по тому как практики по тому как развивать контакт с собой слушать свое сердце и мне так радует что не то что там про котиков а то что все больше людей начинает заботиться о том чтобы дети получали здоровое воспитание здоровое отношение к себе формировали спасем детей и все остальное будет уже хорошо вот поэтому я приглашаю вас на наши встречи в городах и предлагаю всем кто делает встречи в городах взять эту тему воспитание и найти интересное воспитание образование и найти интересных людей кто будет спикерами или просто поделиться в кружке и вот эти интересные идеи как-то зафиксировать написать их Насте там рассказать про какие-то примеры может кто-то школы открывает кто-то что чтобы у нас постепенно пополнялась база ну и как бы вот такое большое сообщество каких-то новых способов жить знаете как вот идея революции сознания да это о том что люди могут жить трехмерно могут жить пятимерно и это всегда видно в их жизнях то как они делают дела в отношениях в бизнесе в работе в воспитании в творчестве это новые способы и вот такие примеры хочется собирать поэтому если вы делаете что-то интересное у вас есть интересная история или если вы знаете такого человека то рассказывайте нам Настя есть в инстаграме mariasova10 если вы зайдете на мой сайт alexmenškov.com то она там есть в разделе контакты вот вы прекрасны вы самые-самые хорошие спасибо вам за то что вы присоединяетесь каждое утро ответственно и вовремя про Минск напишите пожалуйста Насте мариясовой до встречи во вторник поблагодарить можно по ссылке в профиле карты можно найти на сайте краяна краяна.com книга духовная кулинария по-моему есть только на семинарах не на семинарах а на на спектаклях которые дает театр Куклачева ну либо наверное можно подъехать в театр к нему и там приобрести скорее всего у него 12 апреля день рождения передам от вас ему привет пока-пока доброе утро спасибо добрый день все здесь что соскучились хорошо хорошо что вам рассказать интересного для тех кто недавно к нам подключился мы ведем цикл утренних бесед у нас был небольшой перерыв и мы возвращаемся циклом утренних бесед посвященных качествам нового человека так называется цикл новый человек мы мы обсуждаем беседуем о том какие знания какие понимания какие установки что вообще видит пятимерный человек в некотором смысле мы говорим про более широкий способ видеть я не я проснулся просто немножко еще глаза реагируют на не знаю даже на что какая-то аллергия вот это удивительно но чем более мы выживательны чем более мы свернуты в нашем страхе тем меньше мы способны увидеть и это даже не про какие-то многомерные вещи человек находящийся в страхе его вот лимбическая система вот тот самый рептильный мозг устраняет все из окружающей реальности кроме того что является потенциальной опасностью и соответственно вся его жизнь это череда вещей от которых нужно защищаться он их буквально физически через органы чувств воспринимает только их и конечно же такие вещи которые становятся реальными скажем так в развернутом раскрытом сознании в счастливом сознании для него не очевидно что он видит он видит страдания он видит насилие он видит безвыходность бесперспективность невозможность и ему кажется что с миром что-то не так и с ним нужно воевать и с ним нужно вот защищаться от него но других выходов он в принципе не способен видеть потому что мир для него вот он ограничен этими вещами и трехмерный человек линейный человек он в принципе воспринимает мир как конечный как хрупкий как отделенный друг от друга человек от человека отделен предмет от предмета счастье от его собственного состояния сейчас то есть вещи они имеют вот это разделение чем выше мы забираемся по шкале вот это вибрационный чем дальше мы уходим от выживания тем более разнообразен становится мир линейное сознание мыслит простыми оппозициями добро зло многомерный человек не мыслит оппозициями вообще помните мы говорили что у всего хорошего вообще нет антиподов нужно перестать мыслить антиподами многие пишут если есть добро значит должно быть если есть и свет значит должен должен быть должна быть тьма абсолютно не обязательно это все равно что говорить если есть знания то значит если мы образовываем больше людей значит должно становиться больше необразованных но это же так не работает да если мы образовываем людей необразованных становится меньше ну вот и все вот мышление оппозициями это конечно абсолютно такая линейная история и нам пора бы от нее избавляться, видя более многомерный мир, и мир, который не требует для каждого явления его антипода, равновешивающего. По мере того, как мы потихонечку выбираемся из вот этого вот такого линейного трехмерного рептильного мирка, не было вообще, не существует рептилоидов, чтобы вы понимали, но реакции, они вот действительно достаточно первичные и первобытные. Вот, поэтому, если мы в них зажаты, то и выхода вообще нет. А когда мы в них не зажаты, то тогда мир становится совершенно другим. Как это почувствовать? У нас у всех бывает хорошее настроение. Многие люди, они думают, мне нужно что-то понять, мне нужно что-то вот там увидеть, мне нужно что-то найти, какой-то ответ, когда они находятся не в ресурсе. Они вот копаются, копаются, борются с миром, что-то придумывают, и ответ лежит абсолютно не в области того, вот того мирка, который они строят. Потому что как только просто банально повышается настроение, меняется там химия, организма, вдруг вещи становятся более естественными. Это касается очень многих вещей, и поиска смысла жизни, да, многие люди ищут там смысл, ради чего. И они не понимают то, что эти вещи, они вообще не лежат в поле вот трехмерности, да, там нет такого этого или этого, что можно взять за смысл и успокоиться. Оно вообще не лежит в этой плоскости. Пятимерное сознание, расширенное сознание, в нем появляются ответы на те вопросы, которые у нас есть в трехмерности, но эти ответы не лежат в поле трехмерности, то есть они не могут туда спуститься. Невозможно. Счастливый человек не может объяснить несчастному, что такое счастье. Счастливый человек не может объяснить несчастному, в чем смысл жизни. Пятимерный человек не может объяснить трехмерному, что не существует разлуки, что не существует обида, что не существует страдания как такового. Это удивительно, да, потому что одни люди, они действительно искренне считают, что страдание существует, а счастье это что-то эфемерное, и вы тут все танцуете и поете до тех пор, пока гром не грянет. А другие люди абсолютно точно так же осознают, что страдание пустое, в нем ничего нет, а счастье это вообще единственная реальность, и радость это единственная реальность. И вот это вот такое, скажем так, разнообразие вот этих состояний, и вот это, ну скажем так, вот этот непростой переход между этими состояниями, да, из 3D в 5D, из реальности страдания в реальность счастья, из вихря страдания, вихря творчества, все вот эти вещи, они осуществляются, этот переход только самим человеком, да, то есть только человек, почему у нас есть свободный выбор, да, не только свободный выбор, там, не знаю, пойти, купить апельсин или ударить человека, не горизонтальный, свободный выбор пойти выше или ниже по вибрации, выбрать свой мир и выбрать свою широту сознания. Помните, мы говорили о том, что мы способны управлять фокусом внимания и вот этими дверками для опыта. Вот, в принципе, куда мы направляемся и открываемся ли мы к этому, вот это наш основной рабочий инструмент. Мы в этом цикле бесед обсуждаем то, что видит пятимерный человек и то, что не очевидно для человека трехмерного. И в некотором смысле это запрос времени, потому что, конечно, когда ты живешь в таком простом аграрном обществе или индустриальном, когда вот и мышление трехмерное, то и вопросы счастья, они трехмерные, да, и это тоже абсолютно нормально и естественно. Но мы начинаем понимать, и сейчас человечество, практически все, каждый из нас начинает задумываться о том, что, возможно, есть что-то еще, и они начинают искать. И, соответственно, их больше не удовлетворяет вот эта трехмерная опора, на которую они выстроили в своей жизни. Они хотят другого, они хотят этого свежего воздуха, свободы, хотят творчества, хотят его самовыражения, хотят искренней любви, хотят проживать более широко опыт. Вот. И ответы, которые они ищут, они, конечно, часть из них ищут в трехмерном мире, но там их не находят. Пятимерный мир – это не какой-то мир духовный в том плане, что это должно что-то снизойти к нам. Нет. Это новая ветка эволюции человеческого сознания, человеческой природы, человеческого тела в том числе. Мы просто начинаем видеть более широкий спектр энергии. И сегодняшняя карта, она такая тоже достаточно общая, и она нам говорит вот о чем. «Always with God» – «Всегда с Богом». Мне очень нравятся эти рисунки, я потом расскажу, кто их создавал. Тут, на самом деле, группа художников работала над всем продуктом. Что пишет автор? «Ты часть очень большой группы, которую вы называете Богом, вот этот творческий источник. Когда вы пришли на Землю, очень маленькая часть вас отделилась и стала телесной. У него есть, соответственно, у этой частички, у нее есть одно тело и одно лицо. Это то, как мы видим эти вещи. Но большая часть нас всегда и до сих пор остается с Богом». Большая часть всегда остается с Богом. В чем здесь суть, в чем здесь смысл? Трехмерный человек, он чувствует себя отсоединенным от источника, и поэтому ему нужны дополнительные ритуалы, дополнительные танцы какие-то, дополнительные какие-то товарно-денежные отношения для того, чтобы с этим источником договориться. Как бы даже наша вот эта религиозная мифология говорит о том, что человек согрешил, попал в немилость и пошел солнцем полимой по пустынной земле, рожать детей в муках и так далее. Это вообще о ком? Это о Боге или это о человеке и абсолютно инфантильном сознании, когда я обиделся и пошел себе делать хуже? Это вообще никакого отношения к любви не имеет. Но вот этот паттерн мышления, он абсолютно, ну вот дети так себя ведут, да, вот это все, ну и все. Вот этот процесс, это человеческое восприятие. Пятимерный человек, он начинает постепенно возвращаться к осознанию соединенности. Многим может сказаться, что это вера в какие-то духовные вещи. Но на самом деле, когда мы с чистым намерением обращаемся и открываем наше сознание, то наши органы чувств, в том числе и шоковидная железа, наши датчики, наши вот радарчики, они начинают расширять нашу реальность до того состояния, что мы начинаем эти вещи ощущать, ну, по-настоящему. По-настоящему. У нас меняются реакции, меняется химия тела, меняются какие-то внутренние шаблоны, которыми мы эволюционно наработали. Мы начинаем быть более спокойными в тех местах, где другие паникуют, мы начинаем чувствовать больше радости там, где нет для этого особого повода. То есть, буквально, ту реальность, которую мы способны воспринимать, она расширяется. Здесь Ли Кэрол пишет о том, что даже наше восприятие в трехмерности, оно сужено, да, мы видим там маленький кусочек спектра, да, вот этого, который к нам идет в виде света, да, мы видим семь цветов. Мы не видим ничего за пределами этого, мы видим маленький спектр звука, да, воспринимаем. Мы способны воспринимать маленький спектр тактильно, да, то есть, только той вибрации, с которой мы вот как бы соприкасаемся, и той как бы организации материи, на которую мы настроены. Что уж говорить о многомерности, что уж говорить о поле любви, о поле смысла, о поле вдохновения или вот этой вот благожелательной энергии. Да, мы способны чувствовать любовь, но чуть-чуть, мы способны чувствовать благодарность, но чуть-чуть. Там есть больше, чем нам может казаться. И по чистому намерению человек может расширить свое восприятие для того, чтобы включить эти вещи в свою реальность. И одна из таких базовых вещей – это чувство, что я не одинок, что я всегда соединен, что я всегда с Богом. Наверное, это именно недостаток этого чувства толкает людей на самые дурацкие вещи, которые есть в жизни, да, на самые болезненные, на ревность, на зависть, на обиду, на разочарование, на депрессию, на все вот эти вещи, которые… на преступления, на попытку доказать свою значимость, на формирование вот этого больших доспехов эго, которые есть. От того, что человек чувствует себя глубинно одиноким, он чувствует себя глубинно непринятым, он находится в разделенности. И всеми своими действиями он буквально кричит, я хочу быть не один, я хочу, чтобы меня заметили, я хочу, чтобы меня полюбили. Это абсолютно нормальные человеческие чувства. Никто неплох в своих потребностях. Что нам дает это чувство, да, соединенности? О чем оно вообще? Оно о том, что на самом деле, вот как пишет Крайон, действительно, в момент рождения лишь маленькая часть нас вот как бы запекается вот в этой духовке опыта до какого-то ограниченного состояния и начинает жить как трехмерное тело, но большая часть нашей природы всегда остается с Богом, всегда остается в соединенности. И мы всегда рассказывали и говорим о том, что человек – это не физическая сущность, это спектр, да, это вот разнообразие энергий, и только вот эта корочка плотная, да, которая является наше тело, да, оно… Мы способны ощущать, мы способны ей жить, но мы не являемся этой корочкой, мы являемся всем вот этим вягеньким батончиком до Бога. Если можно так сказать. И наша с вами задача через намерение и доверие открыть свое сердце, открыть свои органы чувств, настроить свое сознание на восприятие большей реальности. Дальше все произойдет само. И здесь нет никакой избыточной эзотерики, избыточной эзотерики, потому что мы понимаем, что в многомерном мире, в квантовом мире мы понимаем, что вещи не локальны, мы понимаем, что они соединены через всю Вселенную, мы понимаем, что мы воспринимаем лишь частичку вот этого вибрационного спектра света, который идет на Землю. Вот этих фотончиков, электрончиков, которые превращаются одно в другое, и в какой-то момент мы воспринимаем это как плотное, но потом это опять становится пустотой и пространством. Вот этот вот процесс, он физичен, он не эзотеричен в чистом смысле этого слова, и поэтому все зависит не от какой-то верхней воли, дать нам это понимание или нет, не от какого-то конкретного религиозного ритуала. Все всегда сводится только к одному, к тому, чтобы вернуть нас, не вернуть нас, а привести нас, помочь нам раскрыть свое сознание настолько, чтобы эти вещи обнаружить. Вот именно обнаружить, обнаружить. И любовь обнаруживается там же, потому что любовь это физика в том числе, организующая все существующее. Доверие, безопасность, это тоже физика, потому что мы не можем исчезнуть, сознание вечно, оно не находится на этой корочке хлеба. И так совсем. Обнаружить присутствие, обнаружить соединенность, вместо того, чтобы ее там из себя выдавить, расслабить свои органы чувств, выйти на секунду из выживательного вот этого сопротивления с реальностью и сказать, дорогой дух внутри меня. Покажи мне, что я должен знать. Я готов открыть свое сердце и глаза настолько широко, чтобы увидеть то, что я не вижу. Я выбираю обнаружить любовь, обнаружить соединенность. Почувствовать, что я всегда нахожусь с источником творения. Я намерен укрепить, расширить эту связь. Я открываю свое сердце и каждая моя клеточка открывается навстречу этому источнику, этому свету, этому знанию, этому пониманию, этой теплоте и плотности любви, которая окутывает меня. Я позволяю каждой клеточке открыться и сделать глубокий вдох. И сердце тоже. И пусть постепенно мой разум, мое сознание, вся моя сущность впитывает это знание, открывается этому свету. Я позволяю этой связью укрепляться и этому знанию происходить и проявляться внутри меня. Дорогой дух, покажи мне то, что я должен знать. Я готов измениться. Это удивительно, но многие люди боятся открыться, им кажется, что есть на тонком уровне что-то злое и враждебное к ним. Но физики, так же как и люди, открывшие свое сердце, знают, что все демоны порождаются только нашим боящимся умом. А когда мы открываемся истине, знанию и многомерности, то там нет того, чего мы боимся. Любой физик знает, что энергия не исчезает, что эта организующая сила продолжает расширять Вселенную и творить миры. Любой человек, открывший свое сердце, знает, что все это наполнено любовью. Что мы не способны исчезнуть, потому что мы были и будем всегда, и нам абсолютно нечего бояться. Это не физика, это знание, это более широкое видение. Это не эзотерика, в смысле, это физика, это более широкое видение процессов и вещей. Хочется еще потом будет поговорить о страхах, которые у нас есть, это важно. Но здесь самое главное нам понять то, что у нас нет задачи что-то найти, у нас есть задача что-то обнаружить. Нам не нужно идти далеко, чтобы что-то найти. Нам нужно открыться настолько, чтобы обнаружить. Мы высветить светом сознания то, что и так есть здесь для нас. Мы вечны, мы безграничны, мы всегда любимы, и мы всегда находимся с Богом. Вам большой привет от всех наших московских друзей. Мы встречались с Машенькой и Машенькой. Здесь, наверное, есть Лена, Ира, Настя, Даша. Виртуально Алекс присутствовал. Давид с Ольгой. Вам привет от Юрия Дмитриевича Куклачева. От дырочки без рукой. От всей нашей большой и очень красивой команды. Завтра, как всегда, в 12 часов. Поблагодарить за эфир можно по ссылке в профиле. За одну встречу, за несколько, за все, как посчитаете нужным. Если нет возможности, ничего страшного. Семинар в Новосибирске уже анонсирован в моем канале. Я сегодня его публикую, это в других местах. Так что успевайте до, по-моему, до 1 мая. У нас хорошие условия. Организаторы предлагают. Спасибо вам. И до завтра. Пока-пока. Добрый день. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, мы собрались. Для обновленных прибывших я напоминаю, что мы ведем наши полуденные эфиры, посвященные качествам нового человека, пиземерного человека по картам Крайона. По системе, которую писатель Ли Кэрол создал. И каждый день берем одну карту и обсуждаем, какие понимания, какие новые качества есть у человека, которые переходят, которые переходят вот этот мост между трехмерным мышлением выживания и пятимерным мышлением творчества. Сегодняшняя карта, я ее очень-очень люблю. Она практическая, практичная. И послание следующее. Сделаем. Compassionate action. Сострадательное действие. Не буду здесь обсуждать семантику слова сострадания, потому что, когда меняется сознание, меняется и все то, что вы слышите. Для меня сострадание – это правильное и хорошее слово. Не знаю, оно у меня не ассоциируется со словом «страдание». Если хотите, можно заменить на «сочувствующее» или на «сопереживающее» или на «милосердное действие». «Милосердное действие» – тоже хорошее слово. Что пишет автор? Я здесь зачитаю подлиннее, потому что здесь все очень правильно сказано. А потом обсудим. Крайон пишет так. Так, сострадательное действие, оно приходит из сострадательного сердца. И не понимаем, как это происходит. Это позиция силы и мудрости. То есть, стренд не просто силы, а вот такой устойчивости и мудрости. Али Кэрол пишет. Крайон использует вот это словосочетание «сострадательное действие» очень часто. Когда я первый раз принимал это послание, я понял, что здесь говорится о парадигме изменения, сдвига. У нас всегда была возможность иметь сострадание вокруг тех или иных ситуаций. Но чаще всего выходили автоматические эмоции в тех или иных ситуациях. Но сейчас это не просто про эмоции, это про призыв проявить действие, сострадательное действие. Мы маяки устойчивости и силы в этом мире. Старые души приходят сюда, и вот наша Акаша, наша клеточная память наполнена мудростью и знанием. Таким образом, сострадательное действие отличается просто от сострадательной эмоции, от сопереживаний, от жалости, если хотите. Сострадательное действие приглашает нас быть вовлеченными в действие высшего сознания, мудрости вокруг тех ситуаций, которые обычно просто вызывают эмоцию. Вместо того, чтобы чувствовать сострадание вокруг ситуации, старая душа, у нее появляется возможность видеть энергию вокруг ситуации и анализировать, понимать, как с ней работать. Это помогает нам знать, что сказать, как помолиться, как помедитировать, как понять вот эту вот внутреннюю логику Бога внутри ситуации. Простое утверждение от этой карты говорит нам, что сострадательное действие со временем становится автоматическим для старых душ, и вот это новое сознание приходит ко всем нам. Давайте проявим сострадательное действие ко всем вещам. О чем здесь речь? Это карта о втором глубинном принципе пробуждения или просветленной жизни. Я об этом давно писал, и мне бы хотелось еще раз напомнить о том, что, скажем так, просветленная жизнь, да, мы понимаем под просветлением не некое состояние, которое вот проявилось и все, да, а мы понимаем под просветлением выбор, выбор человека, идти на поводу, не идти на поводу страха, идти в согласии со своим сердцем, в согласии со своей правдой. Вот такая жизнь, она управляется двумя основными процессами. Первый процесс это, ну, можно назвать это медитацией или молитвой. То есть процесс, когда мы погружаемся самоузнаванием, самоисследованием, когда мы погружаемся внутрь себя и открываем все новые, новые грани, сливаемся с собой, со своим духом, со своим клеточным сознанием, со своим сердцем, открываем вот эту реальность любви внутри себя. И это то, чем мы занимаемся, когда медитируем. И это, ну, скажем так, внутренний путь. Он важен, без него невозможен внешний путь, но это лишь половина пути. Вторая часть просветленной жизни это сострадательное действие, это главный инструмент просветленной жизни. Это то, когда мы, используя вот эту мудрость и любовь, которую мы находим внутри себя, используем вот это знание Бога, вот эту устойчивость, кстати, да, вот, про которую пишет Крайон, вот эту силу, которую мы там находим. Мы используем это для того, чтобы организовывать свои действия и реальность вокруг себя в согласии с этим. И здесь Крайон проводит разделение между вот этими инстинктивными эмоциями, которые у человека происходят в ответ на то, что что-то произошло. Вот случилась в нашей жизни какая-то неприятность, и человек прошлого, в нем включаются автоматические реакции. Если мы берем совсем трехмерного человека, то вот он видит что-то грустное или печальное произошедшее в его жизни или в чужой жизни, и он закрывается от этого, он проявляет жалость, он начинает ругаться на жизнь, он начинает молиться, чтобы с ним это не произошло. Он начинает защищаться от этой ситуации, он всячески ограждает свое сознание и свое сердце от этой боли, которая происходит. Это, конечно, то, что не помогает ему стать мудрее, сильнее и расшириться. Это просто сберегающая реакция. Это тоже неплохо, мы не всегда в ресурсе, и такая реакция, она очень естественная. Человек, который поработал с собой, который выбрал открыть свое сердце, он обычно инстинктивно испытывает вот эту эмоцию сострадания, вот он и вовлекается, открывается. И это, конечно, следующая ступенька, да, потому что здесь мы говорим о том, что у нас рождается, ну, у кого-то там больше к жалости, у кого-то больше к истинному милосердию, когда человек, вот, он действительно начинает чувствовать эту жизнь. Для многих процесс пробуждения – это действительно процесс очень болезненный, потому что вдруг открывается, что в мире столько боли, в мире столько страданий, в мире столько вещей, которые ранят наше сердце и которые абсолютно мы не понимаем, что с этим делать, да, то есть вот оно происходит, и происходит очень сложно для переживания, для проживания. И человек тоже, как вот такой беспомощный, думает, а что мне с этим делать, может, лучше опять закрыться, да, и вот этот вопрос, который я часто слышу, открывать сердце больно, может быть, опять закрыться? Сострадательное действие – это вообще про другое. Сострадательное действие подразумевает, что вместо того, чтобы думать, что мы жертвы боли этого мира, и вместо того, чтобы опять закрывать свое сердце, мы идем внутрь себя, находим источник силы, устойчивости, источник любви, позволяем ему, скажем так, проявиться. И начинаем организовывать свои действия и свои реакции в согласии с этим высшим сознанием. Если мы понимаем, что мы не жертва обстоятельств, если мы понимаем, что мы не просто безвольный наблюдатель, если мы понимаем, что мы творец и сотворец этой реальности, то наши действия будут другими. И здесь проявляется и первый шаг, да, это внутреннее понимание, почему вещи происходят, зачем вещи происходят, какая их энергетическая ситуация. Второе – внутреннее понимание того, что нужно этой ситуации, что мы можем отдать из своего сердца, какой свет, какая энергия, какая поддержка нам нужна. То есть мудрость дать именно то, что нужно, да. И третье – это мудрость принятия и терпения, мудрость позволения жизни протекать вот через этот опыт. Вот сострадательное действие включает все эти три компонента и является иным способом реагировать, чем просто закрытие, жалость, сожаление или просто испытывание вот этой боли по поводу мира. И это действительно очень важное послание для старых душ о том, что, дорогие мои, у вас есть сила не просто справляться, да. Потому что, когда мы справляемся, мы все равно еще жертва этого мира. У нас есть сила стоять крепко в своей жизни и даже не пытаться справляться, а просто помогать и творить то, чем мы можем помогать и творить. Какие виды сострадательного действия есть, да. Многие скажут, что это с родственным заниматься благотворительностью, идти в какие-то организации, поддерживать. Не совсем так. Первый момент сострадательного действия – это человек, который понимает этот принцип, который соединен с собой, он не убегает, он не защищается. Он остается на месте, понимая то, что это то, что происходит в жизни, это процесс жизни и это никоим образом не рушит его соединенность с собой, с жизнью внутри себя, с Богом внутри себя. Что бы ни произошло с его близкими, с ним самим или с окружающими людьми, если он видит какую-то тяжелую ситуацию, аварию, он видит какой-то болеющего человека или что-то, то он не закрывается от этого и в то же время не выбирает быть жертвой этого. Он остается соединенным с собой, соединенным со своим благом, соединенный со своей радостью. Это кажется неуместно для людей старого сознания, как-то радоваться, когда что-то плохое происходит. Но радость – это единственная целительная энергия, да. Как я говорю, хирург не, когда видит, что пациент болен, он не ложится умирать рядом с ним. Он настраивается и делает операцию, если надо, прописывает какое-то лечение врач. Мы сохраняем эту связь с собой, мы возвращаем, если мы вдруг выпали, эту связь. Второе, что мы делаем, это мы смотрим на ситуацию из сердца, чтобы видеть вот эту ее внутреннюю структуру, увидеть, как опыты и энергии внутри ситуации соединяются и к нам возвращается чувство уместности. Вот это очень важная вещь – уместность, да. До тех пор, пока мы не чувствуем уместность, мы не способны мудро помочь ни себе, ни другим людям. Потому что все наши действия тогда будут избыточными, либо недостаточными, либо не туда направленными. Пока мы не чувствуем уместность того, что происходит. Очень сложно понять и ощутить эту уместность, когда происходит что-то действительно плохое. Когда кто-то страдает, когда страдают целые страны, когда страдают целые, ну вот какие-то большие, происходят массовые страдания. Кажется, как же это уместно, почему же это так? И для этого нужно опуститься в сердце, побыть там и посмотреть на это через сердце. Возможно, мы не поймем рациональный смысл, да, не всегда можно найти рациональный смысл какой-нибудь катастрофы, да, сказать, это потому что… Конечно, всякие трехмерные публичные религии говорят, это потому что Бог покарал, или потому что там что-то еще люди пошли против природы и так далее. Это все очень человеческая логика. Уместность подразумевает более тонкое и менее критичное понимание, когда мы понимаем, что то, что происходит, это некоторый этап в жизни той или иной системы, что это создает некоторую духовную энергию, это событие. Это событие обучает душу определенным образом, это событие выбрано. И опять же, эти вещи можно сказать, что там можно почитать элитерическую книжку, где будет все это сказано, там, допустим, Нил Дональд Волш, который описывает, да, почему и что. Но если мы просто почитаем эти принципы, они остаются холодными, да, когда вот, допустим, ну, есть разница между тем, что сказать, типа, что Гитлер был уместен, да, и просто, ну, как бы, наше сердце реагирует, да, как так, да, почему так. И действительно понять, что есть, ну, вот такой вот сложный и болезненный цивилизационный процесс, процесс взросления человечества, в котором разные аспекты отживаются через разных вот личностей, через разных персонажей. Опять же, самоустановка, само знание, оно не поможет, поможет лишь взгляд через сердце, который действительно смягчит вот эти полюса, смягчит эти углы, смягчит эти критичности. Вот, когда мы возвращаемся в эту уместность, то только тогда мы можем начать действовать, иначе это будет, ну, вот, что называется, операция самому себе на сердце с завязанными глазами. То есть, оно так не будет работать, мы просто не будем понимать, что действительно нужно в эту ситуацию дать. Когда мы понимаем уместность и видим эту структуру, то мы можем вспомнить о том, третий шаг, что у нас есть сила направлять свет, направлять поддержку, направлять исцеление, в том числе энергетически, тем людям, которые нужны, которые им нужны. Я периодически смотрю вопросы и отвлекаюсь. Кстати, про вибрации. Вот, сострадательное действие, это единственный способ повысить вибрации действенные. Только тогда, когда мы понимаем, что мы являемся источником силы и помощи в этом мире, не абстрактный Бог, а мы сами, то мы вместо того, чтобы пасовать перед сложными ситуациями, мы спрашиваем себя, а что я могу создать для этой ситуации, чем я могу поделиться в этой ситуации. И у нас всегда есть ресурс послать свет. Я всегда говорю, что послать свет, послать любовь, послать поддержку – это вещи не страшные, мы от этого не опустеем, мы от этого не станем менее… Потому что это квантовые энергии, они бесконечные, они дополняют нас. И это на самом деле вот как раз-таки здесь не обязательно вот прямо вот энергетически чувствовать эти процессы. Иногда просто небольшого фокуса внимания вместо вот этого самого переключения из пассивного состояния в состояние «я посылаю свет», вы даже можете сказать «я посылаю свет», поддержку, ту энергию, которая нужна этим людям в этой ситуации или мне в этой ситуации, или близкому в этой ситуации. Само переключение этой энергии, оно, внимание, оно меняет наше энергетическое состояние. Из пассивного «я страдаю, все плохо, что же делать» в ощущении «я что-то делаю», «я что-то чем-то помогаю». То есть вот помните, мы же говорим, что можем управлять только фокусом внимания и дверцами, да? Вот мы направили фокус внимания, открыли дверцы. Квантовая энергия, духовная энергия работает сама. То есть нам не нужно ее там прям выпихивать из себя. Поэтому я посылаю свет, я посылаю любовь, я посылаю то, что нужно. Понятное дело, что и сердце с пониманием уместности. И возможно, вы до конца не будете понимать, как это работает. Вам даже это не нужно делать. В этом плане, опять же, не надо увлекаться чрезмерно тем, чтобы это все прочувствовать. Оно придет со временем. Само направление внимания, сама команда дает вашей биологии знать о том, что вы хотите. И ваша духовная энергия направляется в эту ситуацию. И третье, четвертый шаг, когда вы уже все это сделали с самим собой. То есть перестали убегать, осознали свою внутреннюю силу, посмотрели на ситуацию из сердца. Мысли работают быстрее, чем речевой аппарат. Послали свет. Еще раз, послать свет – это... Само вот это действие, оно меняет ваше энергетическое состояние. Это действительно важный компонент. Важный компонент и важное понимание, которое меняет фокус энергии, меняет вообще структуру вашу. Вы почувствуете это. Вы как бы из вот такого состояния переходите вот в такое состояние. Собранное, наступательное, в хорошем смысле этого слова, в деятельностное. И четвертое, уже из этого вы можете предпринять те или иные действия. Предложить помощь, предложить поддержку. И в таком случае ваша поддержка, она будет из ресурса. Вы не будете опустошаться, когда поддерживаете. Вы не будете в страдании это делать. Вы не будете это делать в каком-то из жалости, как обычно люди помогают. Они сначала закрываются, потом, когда понимаешь, что их совесть начинает душить. То есть, сначала их душит их собственное желание закрыться, потом начинает душить совесть. Потом они из жалости что-то делают, истощают себя. И это вот, здравствуйте, мать Тереза, получается, да? Которая абсолютно признавалась, что она не чувствует Бога. Потому что, ну, конечно, если так вот все делать из такого вот болезненного переживания, то человек будет истощаться. И он не будет понимать уместности, самое главное, да? Поэтому есть дискуссия о том, помогла она или не помогла людям. Потому что, когда ты действуешь из жалости, из каких-то идей, из вот этих просто эмоций, которые тебя захлёстывают, ты не понимаешь уместность, ты не понимаешь, куда направить свой свет, куда направить свои силы потяжки. Вот, поэтому уместность рождается в сердце. И это, ну, для многих людей кажется, для них очень страшно взять ответственность за принятие решения. Им кажется, что лучше вот я буду болеть, страдать, кричать от этого, но как бы вот тогда мне не придется нести ответственность. Я тоже лягу и буду жертвой этого процесса, и тогда с меня не спросят, хорошо я помог или нет, вообще проявил я себя или нет, потому что я тоже страдал. А вот 5D человек, он все-таки понимает, что нет концепции ошибки, нет концепции греха и наказания, есть выборы людей. И он понимает то, что он может в этой ситуации либо тоже пасть рядом с жертвой, если что-то плохое происходит, либо он может взять ответственность и сделать то, что у него получится, то, на что он будет способен. И это будет реально куда более эффективно. Опять же, в этом плане все те, кто работают врачами, все те, кто работают преподавателями, все те, кто у кого есть домашние животные, все те, кто теряли близких, это люди, которые инстинктивно понимают, уже внутренне осознаю, что своим страданиям делу не поможешь, и потери своего хорошего самочувствия делу не поможешь. И вот они потихонечку переходят вот именно к мудрости сострадательного действия. Страдательное действие становится куда более широким способом жить, чем просто реагирование на кризисные ситуации. Хотя, конечно... Я потом отвечу на этот вопрос. Это очень забавно. Про посылать свет, да, у многих это абсолютно трехмерные вопросы. Куда девается свет, если человек его не принимает, а что нужно делать, а как это нужно посылать. Дорогие, когда вы любите кого-то, куда девается любовь, если он не принимает ее? Куда девается... Как правильно посылать любовь? Как правильно любить? Любовь — это, ну, с одной стороны, чувство, с другой стороны, многомерная энергия, которая от того, что мы ее отдаем, как бы хуже не становится. Так же, как и свет. Если мы светим, да, свет не думает о том, а вот меня не приняли, куда я дальше буду идти. Нет. Свет освещает дорогу, он распространяется, он летит сквозь Вселенную, творит новые миры. Так что все в порядке с вашим светом. И нет магического ритуала, как посылать свет, так же, как нет магического ритуала, как посылать любовь. Вы... Если вы чувствуете любовь, это очень хорошо. Но мудрость человеческого существа, вот этого пятимерного, не только в том, что он управляется эмоциями. То есть, когда вот он влюбился, тогда любит. Да? А когда он видит, помните, видеть Бога в каждом. Это первый, да, шажочек, первая ступенька. А вторая ступенька, когда мы видим Бога в каждом, то, естественно, если мы находимся в нашем сердце, если у нас открытое сердце, то мы, естественным образом, через намерение, через выражение, даже через просто фразу, через какой-то визуальный образ, через просьбу говорим, «Я посылаю тебе любовь, я тебя обнимаю, я посылаю тебе свет, я посылаю тебе ту энергию, которая тебе нужнее всего прямо сейчас». И это... И этого достаточно. Это не потому... Это не магический ритуал, понимаете? Вот, опять же, нужно убрать вот это магическое мышление. Вы когда видите... Знаете, как вот бывает... Вы видите там ребенка, может быть, какого-нибудь, не своего, допустим, да, не того, к которому есть чувства какие-то, да, вот, именно вот родительские. Но вы, когда ему что-то говорите, вы же говорите это с любовью, вы же понимаете, как это сделать. Когда вы говорите что-то родственникам, когда вы говорите что-то близкому человеку, не обязательно чувствовать в этот самый момент это чувство, чтобы говорить с любовью для того, чтобы посылать любовь для того, чтобы дать человеку почувствовать, что он любим. Эти вещи, они идут, естественно, из открытого сердца. вам не нужно вот это гормональное давление, чтобы их проявлять, это ваш выбор просто их проявлять, понимаете, это не ритуал, это интимное общение с душой человека, вот вы видите самого какого-то неприятного человека в вашей жизни, и у вас есть тоже выбор, да, испытывать вот эти инстинктивные эмоции, которые типа я его ненавижу, он неприятен, или сказать, в тебе тоже есть Бог, я посылаю тебе свет, я посылаю тебе любовь, я тебе посылаю поддержку и мудрость, для того, чтобы ты мог видеть я, видеть чище, для того, чтобы твое сердце смягчилось, это естественно, это не магия, да, поэтому посылайте свет всем на свете, не только хорошим людям, которые нуждаются в помощи, но и тем, кто вам не нравится, да, президентам посылайте свет всем на свете, кто, потому что пока человек жив и Бог в нем есть, а видеть в каждом Бога это единственная духовная практика, мы про это говорим, то этот человек заслуживает света, и он способен смягчаться, и он способен вести более гармонично, поэтому ему нужна эта поддержка. Вот. И мы здесь плавно подошли к теме вот такой, да, про которую я начал говорить, что сострадательное действие – это не просто способ реагировать на болезненную ситуацию, это вообще стиль жизни. Это то, как мы выбираем профессию, это то, как мы выбираем отношения к людям, вообще к любым, к продавцам, к, не знаю, к дворникам, к близким, к дальним, к врагам, к друзьям, это то, как мы выбираем проводить время, это то, как мы выбираем, какие занятия мы будем заниматься. Это вообще смысл и стиль жизни, сострадательное действие. Когда человек выбирает все, что он делает, он сонастраивает, и он сопоставляет с вот этим первичным намерением сердца нести любовь, нести свет. Потому что, еще раз говорю, когда мы соединяемся со своим сердцем, мы чувствуем, что это начинает лучиться потихонечку, это теплота, да, сначала мы просто чувствуем тепло от рук, и вот здесь тепло становится, а потом оно потихонечку окутывает наше тело, потом это распространяется на весь мир, на ближних людей, на дальних людей, на друзей, на врагов, и потом на весь мир. И вот это естественное течение, оно становится стилем жизни, и мы начинаем выбирать и работу там, где мы можем вот это распространять, и друзей, которыми нам тепло. То есть потихонечку все уровни нашей жизни начинают, приходят в движение, поэтому я часто говорю, что открывать свое сердце и вот идти в этот процесс, это на первое время для ума очень опасно. Потому что ум точно знает, что как только мы это откроем, все слои нашей реальности придут в движение, пропадут друзья, исчезнут любимые, возможно, я сейчас не буду говорить, или наоборот, изменятся с ними отношения, с друзьями тоже, какие-то новые, одни уйдут, другие придут, может вы на какой-то момент оказаться в одиночестве, можете не оказаться, не обязательно. Просто я для тех людей, которые вот оказались в одиночестве, например, или которые потеряли близких, или которые переживают развод, им кажется, что с ними что-то не так. Особенно после духовной практики, когда вот человек заходит в это, и происходит что-то очень сложное, череда каких-то сложных событий в жизни, и потери, и разочарования, и болезни. Человеку кажется, господи, зачем я вообще все это открыл, да, нормально же жили. Но когда человек открывает сердце, реальность начинает приходить в движение, этот свет сообщается всем, и он, и реальность начинает перестраиваться. Это не значит, что вы делаете что-то плохое, это значит, что вы начинаете наводить порядок, и поднимается пыль в вашем доме, в котором вы давно не убирались, да. И вот эта структура, она начинает вся выравниваться в соответствии с вашим сердцем, а не в соответствии с вашими хаотическими желаниями ума, да, вот это пестрое нагромождение. Все начинает организовываться какой-то некоторой одной энергией, и со временем сострадательное действие, то есть привычка выражать сердечную энергию, давайте назовем это так, привычка выражать сердечную энергию, она становится основным, ну как бы способом первого выбора, да, это вот только так можно делать, делать дела вообще в своей жизни, начиная от выбора зубной пасты, заканчивая отношениями, и свадьбой, и чем-нибудь еще, и воспитанием детей. Все начинает выравниваться с этим состраданием, и мы перестаем потихонечку, помните, по чуть-чуть, мы перестаем быть в позиции жертвы жизни, на которой все наваливается, от всего нужно защититься, и как-то среди этого всего выжить. Мы укореняемся в своей энергии, в своем знании себя, и становимся устойчивыми, и жизнь начинает закручиваться вокруг нас, в согласии с нашей энергией, и хаос превращается в космос, да, беспорядок превращается в порядок, и человек здесь организующая сила. Вот что такое сострадательное действие, и я приглашаю вас по-другому взглянуть на те ситуации, которые есть в вашей жизни, сесть спокойненько, пойти вовнутрь себя, почувствовать свои клеточки, почувствовать свое тело, почувствовать свое сердце, опустить внимание вовнутрь, и сказать себе, я есть у себя, я являюсь источником духовной энергии, я знаю, что в моем сердце и в каждой моей клеточке всемогущий Бог, я позволяю этой энергии проявиться, соединиться, заполнить все мое тело, и каждая клеточка вдыхает и принимает эту энергию, и изменяется. Я позволяю себя чувствовать ту устойчивость, и ту безопасность, которая дает мне эта духовная энергия внутри меня, и когда я буду готов, я смогу без страха стоять среди любых жизненных ситуаций, зная, что я есмь, то, что я есмь, я есмь Бог. Я упущусь в свое сердце и открою глаза там, и взгляну на ситуацию, и увижу ее уместность, и увижу, что не происходит ничего, что было бы неправильно и неуместно. И это даст мне еще больше спокойствия, и после этого я увижу, как я могу помочь этой ситуации. Я пошлю свет в самые темные места, и тем людям, которым она нужнее всего прямо сейчас, я пошлю им любовь и обниму их, потому что внутри них Бог, и они моя семья. И после этого я выберу, что мне делать, как я могу поддержать. И если я могу, я сделаю это. Если у меня нет на это ресурса или нет на это возможности, я еще раз их крепко обниму и продолжу свой жизненный путь. Сохраняя радость, сохраняя присутствие в своем сердце. И постепенно вся моя жизнь будет организовываться вокруг этой сердечной энергии, вокруг этого знания, вокруг этой организованности, которая появляется, когда я знаю, что я есть, то, что я есть. Я не жертва, не раб, но творец, я организующая сила. И присутствие Бога внутри меня дает мне устойчивость и силу организовывать пространство вокруг себя через любовь, через сострадание, через милосердие. Я посылаю свой свет прямо сейчас всем тем, кому это очень нужно. Я соединяюсь с этим кругом людей, которые в этой трансляции прямо сейчас посылают свой свет. И даже если я смотрю ее в записи, я знаю, что этот круг вне времени, и я могу присоединиться к нему в сейчас. И пусть этот свет, который организуется и соединяется, проявляется, будет направлен в те места на планете, тем людям, тем организациям, тем сознаниям, которым он очень нужен. В том числе пусть этот свет будет направлен и тем, о ком беспокоится мое сердце прямо сейчас. В соединении со светом других людей мы создаем много энергии, достаточно для важных изменений. Такой вот сердечный Wi-Fi. Ну что, дорогие мои, ну завтра в 12 часов я вас жду здесь. здесь. До встречи. Добрый день. Добрый-добрый-добрый-добрый день. Здравствуйте. Мои хорошие. Сегодня все вовремя. Танечка, привет. Машенька, привет. Все такие молодцы. Доброе утро. Доброе утро. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. всем меня видно надеюсь что кому-то что-то не видно напишите что вы меня видите отлично так дорогие мои значит сегодня мы как всегда продолжаем что мы продолжаем мы продолжаем наш цикл бесед посвященных качеству нового человека о системе лекарова автора посланник района и каждый день мы вытягиваем одну карту которая раскрывает одно из качеств или осознание или понимание которые свойственны 5 мер периодически курьеры названия я их сбрасываю сейчас мы их у кого что у кого звука нет у кого лагает надеюсь что это все-таки индивидуальные проблемы а не проблемы всеобщие отлично так мы уже где-то за экватором наших бесед мы уже по моему 26 бесед провели и на самом деле это очень здорово что мы идем в таком ритме в хорошем и что мы у нас не уменьшается количество каждое утро потому что я не думал что будет такой интерес к этим утренним и же курьера настойчивые как ты ко мне прыгаешь и на самом деле это важные процессы для меня потому что я достаточно долго был в таком наверно не самым естественным для себя амплуа основная моя мотивация конечно была это интерес к человеческой эволюции то есть то насколько мы способны измениться раскрывая духовные вещи внутри себя раскрывая вот эти глубинные клеточные если хотите высоковибрационные и состояния и и возможности которые в нас присутствуют но в какой-то момент и мое внимание и моя жизнь она начала меняться и я занялся более практичными вещами связанными с не знаю с исцелением с самобалансировкой с приведением установлением более плотной связи между телом и сознанием и это было такое более более трехмерный процесс который тоже был нужен и в результате его родился прекрасный курс просветления который я очень люблю и который но видимо нужно было вот эту сферу тоже постичь сферу заземления я в принципе никогда ей особо до этого момента не интересовался но когда жизнь поставила определенные внутренние задачи пришлось с этим работать и получилась прекрасный продукт и прекрасные на мой взгляд помогающие осознание в том числе и а та бесплатная открытая трансляция которая у нас есть на ютюбе которая называется скорая помощь она как раз таки вот для таких ситуаций создан и создана всем советую посмотреть этот же курс для меня возвращение вот то что мы это о чем мы сейчас говорим этот цикл бесед для меня возвращение к очень естественным вещам многие может показаться что мы обсуждаем некоторые высокие возвышенные концепции которые не не имеют практического применения вот то ли дело не знаю курс по привлечению денег или то ли дело курс по исцелению от болезни то ли дело курс по там финансово не финансово карьерного успеха что тут вот все вы собираетесь по утрам беседуете на благожелательной энергии и так далее но на самом деле когда мы преодолеваем этот мостик для нас эти вещи становятся все более и более реальными для тех людей которые вот так вот по утрам к нам присоединяются многие из них уже начинают чувствовать что вот во всех этих эфемерных вещах есть такая же плотность и устойчивость и они так же реальны как и наши страдания как и так же наша бытовая жизнь например конечно в идеале именно наше наша бытовая жизнь и наши страдания должны стать более эфемерными да более нереальными чем реальность духа и мы про это тоже много говорили да вот есть такой мост через реальность у меня вебинарчик из сети света год назад проводили и там как раз мы говорим о том что реальное то что мы считаем реальным меняется да из реальности страданий в реальность радости в реальность духа в реальность творчества и постепенно беседы об этих вещах они становятся для нас все более и более реальными не обязательно пытаться в это сразу верить и принимать на свой счет и как-то принимать начинать вот на это всем своим таким вот фанатичным фанатичной настойчивостью пытаться на это все дело использовать потому что это тоже ну такая вот волна которая проходит мы касаемся лапкой вот этой воды да мы смотрим какие вещи внутри нас раскрываются и со временем мы начинаем замечать как те казалось бы эфемерные вещи они меняют нас в первую очередь меняется наши реакции вот то что казалось бы незыблемым для человека да то есть сложно изменяемым наши инстинктивные реакции на драму на проблемы на разочарование на на радость на события вот это все потихонечку приходит в движение и когда мы вдруг себя осознаем что мы по другому реагируем когда нас какие-то вещи просто отпускают вот тогда проявляется вот эта плотность и реальность духовной жизни она как бы перебалансирует наше существо мы переходим к реальности духа и со временем это запускает эволюционные процессы мы поэтому говорим новый человек потому что мы фактически говорим о новом эволюционной ступени развития человека это вроде как бы звучит интересно потому что с точки зрения биологии мы не меняемся пока что но с точки зрения основ нашей психики с точки зрения нашей человеческой природы мы меняемся очень сильно и это видит даже социология в первую очередь да мы видим социология видит и статистика и криминология видит что мы становимся более мирной цивилизацией менее желающей не знаю проявлять насилие к себе подобным это большое изменение человеческой природы которая сейчас происходит оно медленное и знаете люди которые говорят что ничего не меняется похоже на сторонников плоской земли потому что вот человек выходит и идет по земле говорит вот плоская же я иду я иду уже типа там 20-30 лет иду по земле и она все никак не становится круглой она плоская кто сказал что она круглая вот точно так же и с духовными процессами многие люди идут по жизни говорят но не меняется же ничего не меняется ничего вот оно все как было так и есть на самом деле эти изменения во первых мало заметны в короткой перспективе их нужно смотреть поколениями их нужно смотреть большой статистикой а во вторых мы не замечаем маленькие изменения в себе потому что они быстро становятся новой нормой так же как для этого человека который верит что земля плоская он идет он на самом деле по чуть-чуть все таки или там на самолете улетит он по чуть-чуть все таки закругляется но он это не замечает потому что это опять становится новой его плоскостью новой нормой так и у нас те вещи которые раньше были не нормой становятся нормой это видно только издалека и поэтому есть ощущение что ничего не меняется Но эволюция колоссальная, и в разрезе поколений, в разрезе столетий мы видим, насколько мы меняемся. Я прошу вас эти вещи отслеживать для того, чтобы просто праздновать их, не для того, чтобы сказать, о, вот мы такие молодцы, для того, чтобы отмечать и не быть в грусти по поводу происходящего. Итак, сегодняшняя карта была такая очень, не как это называется, мотивирующая. Мы говорили о сострадательном действии, о возможности внести свой свет и выполнять свое самое основное призвание и свой самый основной духовный процесс. Это сострадательное действие, это вообще именно то, что делает пробужденный человек. То есть только это. И это не обязательно, как мы говорили, исключительно жалостливая помощь другим людям, это вообще не сострадательное действие. А это все то, что мы сонастраиваем с нашим сердцем, все то, что все те моменты, когда мы излучаем свой свет через реальную помощь, через духовную помощь, через свою деятельность, через любовь к людям. Сегодняшняя карта, она как бы уравновешивает вот это вот вчерашнее такое эмоциональный подъем. Называется она так. Relax and be. Расслабься и просто будь. Расслабься и будь. Это самое сложное для человека духовного. Человек духовный, хомо спиритус, он постоянно находится в претензиях к себе. Он все время думает, а достаточно ли я духовен? А достаточно ли я делаю все правильно? Человек менее духовный, но более религиозный думает, а не грешу ли я в этот момент? А не прогневается ли на меня Бог? Человек еще менее духовный, суеверный, он думает, а не настигнет ли меня карма? А не попаду ли я в ад? А не случится ли что-то плохое? Человек вообще не духовный с точки зрения каких-то наших представлений, он все время думает, а вдруг что произойдет? Мир хаотичен, мир неопределенен, все может что-то вот случиться. В этом плане мозг человека, он никогда не успокаивается. Понятное дело, что у нас есть системы в здоровом теле, которые должны балансировать этот мозг. У нас есть гормоны, которые должны давать чувство облегчения, расслабления и так далее. Поэтому животные живут в более или менее сбалансированном состоянии. Они радостны, во-первых, потому что они сложнее им выйти из этого естественного здоровья. А во-вторых, их мозг все-таки не настолько развит, чтобы тревожиться постоянно. В этом плане человек, 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 он в своем... Если бы природа человека не менялась, то это был бы, конечно, хомоневротикус. То есть человек, который постоянно просчитывает опасности, постоянно защищается. Мы это видели. То есть вся история человечества, вот особенно ее пики, вот такие воинственные пики, это время крепостей, осад, зажатостей, ужасных страхов, религиозных страхов, духовных страхов, физических страхов. То есть это просто человек нежизнеспособный. Человек, который живет в среднем 20-30 лет, умирает на войнах или от неизлечимых болезней. Это пик того, к чему может привести человека ум, если он не сбалансирован. Эта карта приглашает нас раскрыть истинный смысл человеческого существования, истинный способ человеческого существования. «Расслабься и просто будь». Что об этом нам пишет Ли и Крайон? «Расслабься и будь». Знай, что ты здесь с целью и с задачей. Расслабься и позволь синхронистичности направить тебя в следующую область, которая будет благорасположена и красивой для тебя, если ты это позволишь. И вот здесь мы сталкиваемся с противоборством двух основных вещей. Это выживание и позволение. Человек, выживающий, он всегда находится в мобилизации. Он всегда находится в военном положении. И такой человек не позволяет тонкой структуре, да, вот мы говорили про синхронистичность, «wait for synchronicity», карта была у нас, помните? Он не позволяет этой синхронистичности направить его туда, где он должен быть. В некотором смысле это похоже на человека, который находится в реке, но он обвесил себя доспехами и течение реки просто не может сдвинуть его с места. Просто человек вот зацепился всеми своими вот этими там доспехами, всеми своими, как они называются, какими-то шлемами и мечами, и его просто не сдвинуть с места. Вот мы очень часто находимся в таком состоянии. Каждый раз, когда мы считаем себя недостойными, каждый раз, когда мы находимся в печали по поводу жизни и по поводу несправедливости жизни, каждый раз, когда мы находимся в самоотрицании, каждый раз, когда мы считаем, что мы просто не должны получить, не имеем права это получить, каждый раз, когда мы чувствуем себя жертвами, Каждый раз, когда мы вообще сомневаемся в том, что мир нас любит, мы и вот эта тонкая благожелательная энергия, она просто не может сдвинуть нас с места, поток не может сдвинуть нас с места. И это не потому, что Бог нас не любит в такие моменты, а просто потому, что в эти самые моменты вся наша энергетическая структура, вся наша энергия, все наше поле, оно сопротивляется вот этому течению жизни. И поэтому человек, который, он может сколько угодно находиться в молитве, в медитации, он сколько угодно может просить Бога, ругаться на Бога, ругаться на себя, но жизнь так и будет стоять на месте, и он так и будет спазмирован, он так и будет вот-вот не сдвигаем с места, потому что это просто невозможно, потому что он держится. И эта карта призывает нас отпустить вот это сопротивление, которое выражается в так многих вещах. В первую очередь, это претензии и сомнения в себе, претензии и сомнения в Боге. То есть эти вещи, когда мы их отпускаем, мы наконец-то позволяем вот этому потоку синхронистичности, позволяем этой благожелательной энергии вести нас туда, куда мы хотим двигаться. И это послание всех мастеров, да, будьте как дети, доверьтесь любви Бога, доверьтесь благожелательности мира, доверьтесь тому, что вы уже спасены и любимы. И вещи начнут сдвигаться, вещи начнут происходить, и то, что вам нужно, начнет приходить в вашу жизнь. Расслабьтесь и просто будьте, зная, что вы есть Бог, зная, что вы любимы. Вот это, наверное, самое сложное, потому что это идет против нашего инстинкта выживания, который организовал всю нашу жизнь. Он организовал и столы, и стулья, и стены, и все наши отношения. Все в нашей жизни так или иначе сделано из намерения выживания, почти все. И тут нам говорят, а в духовной практике нам тоже все время говорят, берегись грехов, берегись Божьей кары, берегись кармы, берегись того, берегись сего. И человек, он еще больше спазмирован. И одних людей это тонизирует, а других людей это побуждает реакцию, типа, да вы достали, можно я как-то, я и тут выживаю, еще надо духовно выживать, чтобы, дескать, еще в той жизни не испытывать проблем. И это тот момент, когда мы переносим наши трехмерные убеждения на духовную сферу. И тут приходит духовное послание, которое говорит, расслабьтесь и просто будьте, потому что вы уже спасены, вы уже любимы, и все с вами, с вашей душой хорошо. И только это позволение позволяет более тонкой энергии начать сдвигать вашу жизнь, организовывать вашу жизнь через благожелательное поле, которое есть вокруг вас. Помните, мы начали с карты Benevolent Energy, то есть благожелательная энергия. Она всегда рядом с вами, но она по своей природе более высокоорганизована и более тонка. В этой жизни все, что более гуманно и высокоорганизовано, оно более тонкое. Гуманный преподаватель не бьет ребенка палкой, когда он просто не знает, что сделать, если... И он не просто, не то, что просто не знает, у него нет этих грубых инструментов для того, чтобы сопротивляться, для того, чтобы наказывать. Точно так же и гуманная энергия, она не способна человека вот выталкивать, если он со всеми силами сопротивляется. Это свободная воля, это гуманность, это уважение. И в тот же момент, когда мы отпускаем эту спазмированность, разворачиваем наше сердце, разворачиваем свою личность из вот такого спазмированного состояния, мы начинаем, наше тело в расслабленности начинает откликаться на этот поток жизни, на эти организующие события. Вот я хочу, чтобы мы все научились разделять эти два состояния, сопротивление жизни и позволение. И многие говорят, почему со мной ничего хорошего не происходит, потому что вы не позволяете этому произойти, потому что вся ваша сущность как камешек лежит вот в этой реке и не позволяет себе сдвинуться с места. Да, это только наши сопротивления мешают энергии течь. Relax and be. Это еще и про то, как мы вообще понимаем свое предназначение. Что выживательная жизнь, что духовное выживание учит нас тому, что мы должны достичь чего-то для того, чтобы стать достойными, чтобы нас приняли в обычной жизни. Это чтобы нас приняли сначала родители, учителя, государство, чтобы у нас было на что жить, чтобы у нас были деньги. Нам нужно все время достигать чего-то, и просто то, какие мы есть, это недостаточно, это не работает. Даже и чтобы нас любили, нужно что-то делать, куда-то выпрыгивать из штанов, чтобы показаться какими-то хорошими и заслужить любовь. В духовной жизни все то же самое, только еще более жестоко, потому что в материальной жизни все вроде как, ну, понятно, там, купи-продай. А в духовной жизни это игра с абсолютно непредсказуемым соперником, ну, в религиозной жизни, да, в публичной религиозной жизни. Это бог, у которого не пойми, что он умеет, который карает, там, иногда благоволит, и получается вот какая-то вот постоянный невроз духовный. И так много людей в церквях и даже в эзотерических культах, они находятся в постоянном стрессе. Что я делаю не так, а могу ли я делать еще лучше, мне надо здесь светить, мне здесь нужно распространять энергию, мне здесь нужно вот это, вот это, вот это. И, наверное, кому-то это нравится, но это абсолютно не про то, ради чего здесь человек находится. Что если мы полностью любимы, априорно любимы, что если мы нужны, что если наша жизнь сама является ценностью, и наше истинное духовное призвание – это ходить по планете, открывать бога в себе и просто быть, просто увеличивать возможность для радости. Да, мы же зачем бога в себе открываем? Ну, понятно, что в этом есть духовная цель, но если ее убрать, потому что она не обязательно, просто нужно, чтобы мы были более радостны. Физическое выживание не приводит к устойчивости радости, да, наоборот, приводит к устойчивости грусти и депрессии. А духовное развитие позволяет нам найти ту опору, которая позволяет нам быть радостными всегда. В этом, конечно, это и цель есть, прагматическая цель, да, чтобы нам было хорошо более часто, чем плохо. Расслабиться и просто быть. Достаточно ли это для нас? Вот достаточно ли это для нас? Если всю жизнь, если к вам приходит вот самый ваш любимый мастер, авторитет и говорит, ты все делаешь правильно, тебе больше ничего не нужно делать специально, расслабься и просто будь до конца своих дней, это будет лучшее выражение твоего призвания. Насколько мы способны это принять? Насколько это не возмутит нас? Понятно, что мы можем что-то делать, если захотим, но если мы не захотим, ничего от этого не поменяется в плане нашей ценности и в плане нашего результата, результата нашей жизни. Здесь очень много вопросов есть о том, как расслабиться. Расслабиться. Понимаете? Это не... В духовности нет вопроса, как. Это вы с вами. Вот вы можете управлять двумя вещами. Вниманием и спазмированностью, открытостью-закрытостью, спазмированностью-расслабленностью. Точно так же, как вы можете расслабить свою мышцу, да, ну понятно, что ее надо немножко помассировать, но вы можете ее расслабить, вы, может быть, забыли, что вы можете это сделать, да, вот стиснутый кулак, но вы можете разжать его, и это ваша возможность, это ваша ответственность. Точно так же и с нашими внутренними процессами. Конечно, нужно по чуть-чуть начинать, если мы совсем спазмированы, растаплять вот этот спазм, да, растапливаем его медитацией, обращением к себе, установим контакты со своими клеточками. Мы вот сейчас попробуем это сделать. Но этот процесс, он ваш, и он в вашей ответственности. Расслабиться – это то, что вы способны и должны найти способ сделать. И нет такого, что к вам, иначе как будет, иначе жизнь придет, молоточком стукнет, и тогда вы расслабитесь. Лучше не доводить до этого, лучше расслабиться самостоятельно, тем более это в нашей ответственности, это в нашей способности. Не обязательно жизнь молоточком стукнет, может, она просто заобнимает. Это тоже вопрос, что вы позволяете, да, то есть, что вы ожидаете, и какой у вас шаблон есть. Если вы считаете, что с вами можно только грубо, то жизнь будет с вами вести себя соответственно. Если вы считаете, что к вам можно только бережно, жизнь вас будет обнимать. Поэтому мы вас тут всех обнимаем для того, чтобы вы растапливались и расслаблялись без каких-то специальных жизненных историй. Что вы можете сделать для того, чтобы расслабиться и просто быть? Вы можете сесть спокойненько. И на мгновение просто позволить себе вот все то, что у вас висит на вас, вот эти все переживания, грузы, задачи, нерешенные проблемы, просто на время вот так снять и поставить рядом с собой. Вам не нужно их выбрасывать или отказываться. Просто, чтобы на вас не висело, поставьте на пол. Пол прочный, он выдержит все. То есть, он не обязательно, он вообще лучше выдержит, чем вы. Пол для этого и создан, чтобы держать вещи. Поставили все. Выдохнули, вдохнули через рот. Опустили внимание сюда. И на выдохе расслабляете все тело, вот начиная с мыслей и мышц головы, лицо, шею, грудь, живот, низ, живота, бедра, ноги. Сверху вниз вот так осели, внутри себя расслабились. Все, что нужно, отпускаете на пол. Вдохнули сердцем и позволили сердце так немножечко распуститься. Вдохнули каждой клеточкой тело и позволили каждой клеточке раскрыться. И говорите, я знаю, что вокруг меня есть доброжелательная энергия. И внутри меня есть моя душа. Я позволяю своему сердцу и каждой своей клеточке почувствовать эту любовь, эту доброжелательность, которая есть, есть для меня в этом мире. Я знаю, что этот красивый цветочный аромат, эта плотность любви, эта энергия, всегда рядом со мной, даже если я это не чувствую. Я могу в любой момент остановиться, открыть свое сердце и впустить это. Позволить каждой клеточке напитаться этим. Слиться с этим. Запустить процесс изменения. И побыть немножечко в этом. Пока я в этом пребываю, я могу начать потихонечку чувствовать, что это очень естественно. Как будто бы я для этого и создан, чтобы воспринимать этот аромат любви, который есть в этом мире. Открывать свое сердце к этому миру. Чувствовать любовь. Чувствовать свою естественную реакцию. Любовь. И, возможно, я даже захочу остаться в этом подольше. Возможно, в этом и есть суть жизни. Быть открытым этой красоте, этой любви. И позволить ей вести меня. Могу ли я на секунду, на мгновение оставить все то, что я ношу на себя? Все претензии к себе, все идеи о том, что я должен стать лучше или достойнее перед близкими, перед жизнью, перед Богом. И просто почувствовать себя глубоко и теплолюбимым, Богом, Творцом жизни, людьми, их душами, их сердцами. Что еще нужно, если что-то более важное, чем просто жить, идти по жизни налегке, чувствуя эту любовь? Я позволю себе возвращаться в это состояние каждый раз, когда буду чувствовать себя уставшим, зажатым, оторвавшимся от радости. Я есть то, что я есть. Я есть то, что я есть. Я глубоко и теплолюбим. И это правда обо мне. Захочу ли я взять тот груст на себя, который стоит рядом со мной, или пол его прекрасно выдерживает? Я могу пойти по жизни налегке, могу пойти просто погулять, оставив его здесь. Если надо, я вернусь к нему в любой момент времени, но мне не обязательно нагружать его на себя. Потом, когда у меня появятся силы, я могу пересмотреть, что-то оставить, что-то разобрать, что-то выкинуть. Но мне не обязательно носить это каждый день с собой. Я могу идти по жизни налегке. Ну что, дорогие мои, это ваш процесс. Ваш процесс самими с собой. Мне приятно и радостно расследовать эти карты, изучать их и делиться этим с вами. Возможно, в будущем родится большой, объемный курс с медитациями, посвященный этим темам преображения и становления пятимерного человека. Постепенно так будет происходить. Я вас очень люблю. Вы самые лучшие. И до завтра. 12 часов. Доброе утро. Доброе утро. Машеньки, Сашеньки, все. Настеньки. Аида. 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 Доброе утро. Айда. 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 Прекрасно. Хорошо, что вы собираетесь. Для тех, кто сегодня первый раз, я, как всегда, напоминаю, что мы встречаемся каждый день в 12 часов дня. Для того, чтобы поговорить о качествах нового человека, пятимерного человека, о человеческой эволюции, о его внутренней эволюции, о изменении его природы, используем карты к району для этого. Каждый день выбираем одну карту и общаемся на одну тему. Иногда бывают темы более серьезные, как вчера и позавчера. Особенно позавчера. Иногда бывают темы более такие философско-интеллектуальные. И все это вместе помогает нашему сознанию приоткрыть свои дверцы и впустить новый опыт, который его обучит, потому что нет ничего страшного. Вот в этом вся история. Дать попробовать соединенность с духом. И я вчера смотрел передачу с публицистом. Есть такой писатель-поэт-публицист Дмитрий Быков. И он такой человек социальный, публичный, политический и так далее. Но у него есть опыт клинической смерти, насколько я понимаю. И он его сделал очень верующим человеком. Ну, в хорошем смысле этого слова. И он очень интересно рассказывает о том, что вот когда этот опыт приходит, то никакие аргументы не нужны. Когда этого опыта нет, то никакие аргументы не работают. То есть вот этот мост, по которому действительно человек проходит сам, и ничего ему не помогает, никакие аргументы, никакие доводы. Помогает лишь опыт, лишь то, что тебя касается, лишь то, чего ты касаешься. И мы помогаем на этих встречах себе получить этот опыт за счет того, чтобы отодвинуть наши нагруженности, раскрыть наши глаза, раскрыть наш ум, раскрыть наше сердце. И пригласить вот эту плотность любви, вот эту настоящесть в нашу жизнь. Кстати, завтра идем на его лекцию в Петербурге. У нас тут все друзья приехали в Петербург. Идем на лекцию Дмитрия Быкова. А сегодняшняя карта выглядит так. Акашик линейч. В переводе что-то типа наследствие, наследие Акаши. Или акашийское наследие, акашийская линейность. Я попробую сейчас расшифровать. Что такое Акаши, хроники Акаши? С древних времен, из древних духовных систем мы знаем слово Акаши. Это определенное информационное пространство, наполненное энергиями прошлых жизней, прошлых опытов. В некотором смысле такая библиотека, или действительно хроники того, что было с нашей душой, того, что было со Вселенной. Такое большое-большое историческое хранилище. Современное понимание этого слова немножечко расширяет его, убирая вот эту вот, скажем так, историчность, и привнося это понятие, делая его более связанным с здесь и сейчас. Мы знаем, что в пятимерности все существует одновременно, и мы знаем, что вот это пространство прошлого, оно на самом деле такое же настоящее, как и пространство настоящего, и так же, как и пространство будущего. В некотором смысле мы всегда находимся внутри вот этой человеческой истории. И когда мы, и в том числе не только человеческой, но и духовной истории, истории творения всей Вселенной. И пока мы в трехмерности, да, это вот метафора, что мы несемся по этому полю времени, глядя в окошко, в котором все меняется, но мы не можем ни остановить, ни замедлить, ни ускорить. Пятимерный человек и, на самом деле, наше подлинное я, наше сознание пребывает не в этой трехмерности, не в этом поезде. Именно поэтому оно может спокойно прогуливаться взад-вперед своим вниманием по истории, по прошлому, настоящему и будущему. В некотором смысле мы как будто бы выходим из поезда, поднимаемся и видим все это пространство, и можем пойти назад или вперед во времени. И наша душа, в отличие от нашего трехмерного ума, всегда находится в этом пространстве. И поэтому, когда мы сливаемся с нашей душой, наше будущее перестает нас беспокоить, потому что оно перестает быть загадкой. Перестает быть загадкой. Вот это интересный момент, потому что для большинства людей они просто не понимают, как можно перестать беспокоиться о будущем, ведь оно непонятно. Но когда ты сливаешься с своим внутренним пространством, которое всегда находится в многомерности, то ты начинаешь понимать, что, во-первых, все то, что с тобой может произойти, ты сам творишь или выбираешь своим сердцем, именно поэтому с тобой ничего не может произойти того, чего нет в сердце. И когда ты начинаешь это улавливать, то ты начинаешь чувствовать, как ты творишь будущее, и оно становится понятным. А во-вторых, потому что ты, какая часть тебя его наблюдает постоянно. И через интуицию, через дежавю, через какие-то другие переживания, оно дает нам обратную связь. Говорит, вот оно так. Конечно, для человека трехмерного, который закрыт от всех этих вещей, который свернут в себя, эти вещи кажутся эфемерными. И ненадежными. Но человек, который открывается этим вещам, это становится мощной, плотной точкой опоры. Потому что меняется сама природа человеческих реакций. Мы начинаем чувствовать себя иначе, мы начинаем опираться на это подсознательно. И мы становимся спокойнее по жизни. А наша главная цель-то, собственно говоря, сделать счастье более устойчивым. Цель духовного развития – быть счастливыми, чтобы это было устойчиво. Трехмерные опоры не дают устойчивость к счастью. Чего бы мы там не заработали, кого бы мы не поработили, счастье как-то не прибавляется. А вот духовная опора дает опору. Более того, обычно она дает еще и отсутствие беспокойства по поводу будущего. И, в принципе, ощущение того, что ты на этот велосипеде едешь, ты с него не упадешь. О чем здесь говорится в этой карте? Эта карта говорит о том, что наша история, наша человеческая история, история нашей души, она не началась в момент рождения. И это знают восточные верования, что она не началась в момент рождения, что мы являемся продолжением духовной истории нашей души. Но эта карта расширяет еще дальше. Она говорит буквально о том, что наша история началась ровно тогда, когда начал существовать и Бог. И буквально мы с вами сидели вместе в тот момент, когда формировалась Земля и смотрели на то, что творится на Земле. Что пишет края на пыта? Бог больше, чем все, о чем вы можете подумать, и все, о чем вам говорили. Когда вы начинаете чувствовать вот это вот чудо Творца, я хочу, чтобы вы вспомнили, откуда вы пришли. Я хочу, чтобы вы вспомнили, откуда вот это вот ощущение Творца приходит. Оно приходит из вашей связанности, из вот этой вот линии Акашийской, которая ведет до Бога. Почувствуйте это. Это пришло время как бы встать и призвать вот эту соединенность. Как это вообще почувствовать, к чему это все? В некотором смысле эта карта говорит нам о родстве и вот об этой линии, об этом наследии, об этой связанности, которая ведет нас не просто к какому-то этапу зарождения нашей души, но и к самому Богу. Помните, мы говорили, что если Бог, вас не существует, то и Бога не существует, потому что не может быть иначе, не может целое существовать без его части, тогда это перестанет быть целым. И то, что мы сотворены по образу Бога, по образу и подобию Бога, это не просто визуальная картинка, это еще суть, эссенс, вот эта эссенция, наполненность той же природой, что и наполнен Бог. И Кровин учит, и современные исследования показывают, что в наших клетках есть присутствие сознания, присутствие энергии, квантовой энергии, которая не трехмерна. И в некотором смысле, если мы заглянем туда вовнутрь и почувствуем, то мы можем обнаружить само присутствие божественности в каждой нашей частице. Вот это удивительно, да? Но если человек же, вот мы выглядим вроде вот так, да? На самом деле это все создалось из одной клеточки, в которой этот шаблон есть. И он есть во всем живом на этой планете и, скорее всего, во всем живом в космосе вообще, во Вселенной, на других планетах. Вот этот единый шаблон. То есть в некотором смысле мы являемся клеткой, в которой есть вот это совершенство Бога, из которого все проявляется, все развивается, все настраивается. И эта клеточка, это многомерный инструмент, это вот эта капсула, капсула многомерности, которая запущена в эту материю, она тут все развивает, все раскрывает. И эта клеточка, она пришла от Бога. Эта клеточка является частью Бога. Это вот это семя Творца, семя Бога, которое было посеяно в плотность, в пространство. И в некотором смысле, когда мы говорим о творении, мы говорим о том же самом процессе, о том, как мы творим наших детей. То есть мы даем свою клетку, и она абсолютно идентична нам. То есть это наша суть, наше содержание, наша вот эта эссенция, которая порождает жизнь абсолютно независимую, прекрасную и подобную нам, в полной мере подобную нам, то есть обладающую теми же самыми способностями, теми же самыми возможностями. И творение человека, это тоже не процесс, когда что-то глиняное потыкли палкой, и вот оно вот как-то там начало ходить. Нет, это абсолютно не такой процесс, как люди придумывают это. Процесс творения человека, это точно такой же процесс осеменения, давания вот этой, ну, передачи этой эссенции жизни в саму материю. Вот как вот посадить дерево, да, или вот как родить ребенка, вот так же появился человек, только это процесс, в котором есть и трехмерная, и многомерная компонента. И когда Бог, как многомерная сущность, создает вот эту клеточку, молекулу ДНК, которая содержит в себе полную свою суть, и отпускает в плотность Вселенной, и там, по сути, начинает прорастать Бог. Да, он прорастает в синтезе трехмерного и многомерного. То есть он увязывает эти вещи. И получается, что сознание пробивается через вот эту плотность очень неравномерно. Где-то оно уходит в растения, в животных, во все. Но при этом это не какое-то внешнее творение, вот что-то слепили и душу вложили. Нет, это вот плоть от плоти Бога, если можно так сказать. И это сказано в самых древних духовных учениях, и это продолжается и сейчас. И, конечно, наши цивилизации являются следующими, насколько я понимаю, после других цивилизаций, которые уже достигли вознесенного состояния, и которые опять обрели возможность проявляться в трехмерности и растворяться в многомерности, входить или выходить из этого, как бы телесного опыта по свободной воле, собирать материю в тело или разбирать ее, опять возвращать в энергию. И возможно, что именно они принесли жизнь на нашу планету и принесли вот это семя ДНК абсолютно, возможно, даже биологическим способом. Но суть здесь в том, что если мы пойдем вот по этой линейности, по этому наследию, по этой истории человека, по этим хроникам Акаши, то в самом начале мы обнаружим Бога и полноценного, полновластного, вот того самого, тот самый источник, из которого мы все произошли. И в этом плане эта карта приглашает нас вместо того, чтобы чувствовать себя покинутыми, чувствовать себя одинокими, чувствовать себя жертвами этого эксперимента, вспомнить о плане любви, почувствовать план любви, который породил нас. Да, точно так же, как вот когда говорят, что человек — это дитя Бога, это, возможно, куда более буквально, чем просто какая-то метафора. И, конечно, когда мы... Хорошо вопрос, почему же тогда эта плотность Бога творит войны и агрессию, а не любовь и коррупция? Потому что вы выбираете творить войны и агрессию, а не любовь. Займитесь любовью, займитесь сострадательным действием, и вещи начнут стригаться. У Бога нет других рук, кроме ваших. У Аллаха нет других рук, кроме ваших. Это известная мусульманская пословица или фраза. В том-то все и дело, что мы не можем нашим детям приказать, как им жить. Вот и все. Вы пальцы на руках у Бога, займитесь делом. Он может действовать в этой жизни только через нас, иначе это противоречит логике любви, противоречит логике творения. Если вы рожаете детей, то наверняка вы хотите, чтобы они прожили свою жизнь. Если вы нормальный человек, если вы нормальный родитель, вряд ли вы хотите, чтобы они жили в тюрьме ваших убеждений. И первый человек не был идеален. Это иллюзия. Это свойство человеческого мышления. Мы думаем, что когда-то был идеальный человек, а потом все скатилось. Нет, человек никогда не был идеален. Человек был сразу помещен в плотность жизни, в плотность материи. И, конечно, ему помогали, особенно человеку здесь на Земле, когда он только начал проявляться, и сознание только начало пробуждаться. Вот в этих эволюционно подготовленных сущностях, там, видимо, такие были, человекообразные. И когда вот произошло это, видимо, слияние на уровне биологии, и когда была привнесена вот эта ДНК Творца, и вот когда начался процесс пробуждения сознания, это было не идеально. Это было грубо, жестко и очень трехмерно. И были наставники, скорее всего, из вознесенных цивилизаций, которые люди до сих пор, племена говорят о том, что были наставники со звезд. Все племена, даже не связанные между собой, говорят, что у нас есть предки со звезд, которые жили, помогали нам, а потом они ушли. Египтяне говорят, правили боги, полубоги, потом люди. То есть постепенно вот эти процессы, они, ну, как бы, космическая вот эта наша родословная, она помогала нам, но сознание пробивается сквозь плотность материи очень нелегко. Это карта приглашения. Сейчас поговорим, почему мы не идеальны. Потому что так действует любовь. Почему ребенок не идеален, когда рождается? Потому что так действует любовь, потому что живое рождается само, и идеальность — это смерть. Идеальный человек не может порождать опыт, не может порождать любовь, не может расширять вселенную. Бог для Бога естественно творить, а когда ты творишь, ты идешь в новое, а когда ты идешь в новое, ты не идеален. Точка. Ты не можешь создать все как надо, потому что это будет фашистский лагерь. Это не будет живое пространство. Это интересно, потому что многим людям тяжело впустить пока вот эту идею о том, что они здесь не по случайности, они здесь не согласны вот этому библейскому мифу, что что-то пошло не так, и пошли люди по земле солнцем полимы и рожать детей в муках. Им сложно представить, что есть план любви, есть план расширения божественности, и мы являемся детьми Бога, мы являемся порождением вот этой первородной энергии, в каждой нашей клеточке есть шаблон вот этого совершенства. На самом деле это очень странно. Да, Бог идеален, именно поэтому он расширяется, ему нужны мы как творческая часть его, если можно так сказать. Вот это вот наследие, вот это вот понимание того, что есть красота внутри каждой клеточки, она удивляет и биологов, она удивляет математиков, которые не могут понять, как вообще по теории вероятности могло родиться вот такой устойчивый шаблон жизни, который раз за разом воспроизводит себя в таком множестве форм, который в момент зачатия клеточки между собой коммуницирует, знает, какая из них станет клеточкой печени, какая из них станет клеточкой сердца и так далее. Вот как это все работает, насколько это все сложная и глубокая система, которая должна была миллиарды и миллиарды неудачных попыток произойти для зарождения вселенной, для появления ДНК, для появления биологии, для появления жизни, чтобы вот это расцвело. И вот этот шаблон организующего совершенства, это и есть та частица Бога внутри нас, и мы здесь даже не только вот про это ментальное говорим, но мы еще и говорим про нашу причастность к семье. Да, и когда я говорю семья, это не просто метафора, да, Бог это действительно семья в том понимании, что это любовь, это близость, это знание друг друга, и это изначальность вот этой соединенности, вот этой связанности, которая есть и очевидна для всего, кроме как для человеческого ума, который смотрит на внешний мир, кажется, что все отделено, он заброшенный, никому не нужен, и поэтому мы выдумываем вот эти религии, которые подтверждают наше чувство там оторванности, ненужности и так далее. Вот, поэтому наша задача следующая, мы можем сесть спокойненько, выдохнуть, помните, оставить. Поставить на пол все те напряжения, которые мы носим с собой, оно никуда не денется. Опустить свое внимание в свое внутреннее пространство, в свое сердце, почувствовать свое тело, почувствовать каждую клеточку тела. И сказать, я подозреваю, что то, что породило меня, содержит в себе уникальный шаблон красоты и любви. А я хочу узнать, как это. Я обращаюсь к своим клеткам, к каждой клеточке. Внутри вас есть любовь, внутри вас есть красота. Внутри вас есть шаблон исцеления, я прошу вас открыться и проявить это исцеление. Внутри вас есть изначальная доброта и жизнетворность, благожелательность Бога. Я прошу вас открыться и проявить это. По мере того, как я просто позволяю каждой моей клеточке вступить в эту объединяющую сеть света, начать общаться между собой, общаться с сердцем. По мере того, как сердце открывается и потихонечку сливается с этим сознанием в моем теле. Я хочу узнать, есть ли семья. Какова моя история в этом мире. Правда ли то, что я был всегда. Что я часть творящего Бога. Что я здесь не случайно. Что я всегда связан и всегда принят. И что мы пришли в эту плотность материи, неся с собой вот это совершенство и любовь в каждой клеточке. И что вот это мое сознание, которое сейчас есть, которым я думаю, которым я чувствую, оно всегда присутствовало и находилось рядом с Богом и даже сейчас присутствует там. И что буквально мы все вместе творили эту землю, творили эту вселенную, наблюдали, как происходит расширение, как этот красивый танцующий космос, наполненный светом, наполненный летящими частицами света, наполненный дыханием божественности, творит новые миры, творит разнообразие жизни, разнообразие любви. Дорогой дух, я хочу почувствовать эту связанность. Я хочу вернуться в семью. Я хочу почувствовать, как это значит, что я не случайно, значит, что я любим, значит, что я всегда был и всегда буду, значит, что я всегда рядом с тобой. Такое размышление на сегодня. очень эзотерично для трехмерного сознания, потому что ему сложно соединить концепцию несуществующего, многомерного, ну, не существующего, а неплотного, вездесущего, какого-то эфемерного Бога, который как бы по ту сторону чего-то находится, и концепцию плотного человека только по эту сторону. Но нет той и этой стороны, нет того мира и этого мира. Когда мы умираем, мы не уходим по ту сторону чего-то. это интересно, мы остаемся здесь, просто нам открывается все остальное. Эта реальность, она как будто бы раздвигается, она становится, в ней появляются новые пространства, новые измерения, и мы становимся нелокальными, мы начинаем находиться везде. И физика, даже вот такие достаточно поверхностные любительские представления о физике уже дают понять и дают возможность как-то проще свыкнуться с мыслью о том, что возможно, что Бог, он не обязан быть вот этим вот каким-то дядечкой на небесах, что он может оставаться для того, чтобы мы могли с ним почувствовать родство, а он может оставаться вот этой многомерной творческой сущностью, и его связь с нами будет через наше многомерное сознание, которое входит в нашу каждую клеточку. И наступит то время, когда будет плавная эволюция. Это не значит, что мы все перейдем в тело света, вот как это описывают, что вот будет какой-то магический ритуал. Нет, просто со временем человеческая эволюция будет идти примерно таким образом. Со временем наше сознание будет становиться все более и более пятимерным. В каком смысле? У нас будет лучше работать интуиция. То есть, мы действительно будем чувствовать вот эти линии, да, вот эти линии на Акаршевых хрониках, линии вариантов, линии развития событий. Мы будем чувствовать, как мы творим, мы будем более уверенно ехать на этом велосипеде, и у нас не будет страха перед будущим. Со временем из-за этого мы начнем, наше сознание начнет глубже преобразовывать наше тело. Мы станем менее, у нас будет меньше потребности в грубых источниках энергии. Мы начнем более легко питаться. Со временем перейдем на более естественное питание. Мы научимся, когда клеточное сознание раскроется, мы научимся восстанавливать свое тело еще лучше. Мы научимся отращивать те конечности, которые мы теряем. Мы научимся исцелять себя быстрее, мы перестанем стареть. После этого, скорее всего, появятся технические изобретения, они будут появиться уместно, когда человек будет к этому готов. Изобретения, связанные с управлением временем, через управление массой. То есть, мы сможем немножечко менять наши временные параметры, замедлять, ускорять, перемещаться каким-то образом. После этого, скорее всего, появятся различные вещи, связанные с, опять же, научные, скорее всего, связанные с тем, что мы сможем брать части материи, их здесь как бы деорганизовывать, и где-то это будет проявляться. То есть, такая телепортация. Потом мы научимся делать это нашим сознанием. И со временем будет вознесенная цивилизация, она будет такова, что наше сознание сможет легко собирать тело, входить в тело, организовываться в тело и дезорганизовываться из тела в любой момент времени. Но это будет через очень много-много-много тысячелетий. Это не завтра и не послезавтра. И оно так быть не должно, иначе это путешествие получится неполноценным. Но у всего этого есть потенциал для развития многомерности. И рассказывая это, я лишь пытаюсь показать, что дух ближе, чем нам кажется. Что он не находится в каком-то потустороннем пространстве. Он не находится в каком-то вот там, а мы здесь. Нет, он находится здесь, просто в мерностях нам не недоступных пока нашим трехмерным зрением. Но по мере того, как наше сознание раскрывается, и нам эти вещи входят, они входят, потом якорятся в теле, тело меняет свою природу, становится новой опорой, сознание опять берет какую-то высоту, опять это уходит в тело. Посмотрите повышение вибрации семинара, старая лекция, она очень точная по поводу того, как происходит вот этот вот процесс, процесс изменения нашей энергетической организации. И это показывает то, что мы лишь кажется, что оторваны и какие-то вот эти, на самом деле, мы части этой системы и очень глубокие части этой системы, которые просто не до конца и неполноценно осознаем себя. Дорогие, что для человека трехмерного и пятимерного человека, есть, посмотрите, другие занятия, мы каждый день об этом говорим, просто не хочется повторяться, потому что люди уже слышали, мы почти каждый день про это говорим. Все эфиры сохранены в Instagram TV, и GTV это вторая вкладочка в моем профиле с телевизором. Кто-то волновался, что они могут удалиться, нет, они будут всегда, они будут всегда, и все будет хорошо всегда. Для тех, кто вновь подключился, я напоминаю, что мы ведем 44 беседы, мы сейчас уже на какой-то 20 какой-то беседе, то есть мы почти две трети преодолели, уже скоро будет 30 бесед, и мы ведем их за донейшн, если есть возможности, желания, можно поддержать там за одно занятие, за несколько, за все сразу по ссылке в профиле. Еще очень важно, по ссылке в профиле я добавил все ссылки, от которых вы чаще всего обращаетесь, там такая, ну теперь окошко открывается, и там есть много кнопок, там есть и перевести перевод, и узнать о мероприятиях, ближайший семинар в Новосибирске ссылка, к кому обратиться, все есть люди, есть чатик «Настоящесть», где вот наши дорогие участники в первую очередь курса просветления решили мне помочь немножечко с ответами на вопросы и вообще с поддержкой, с какими-то, с распространением информации очень теплое сообщество. Тоже переходите туда, вступайте туда, не обязательно быть участником какой-то нашей программы, чтобы туда вступить, оно открытое. Вот, то есть все-все, есть по ссылке в профиле, приходите туда, смотрите, что вообще происходит в нашей жизни. Я вас очень люблю, хорошей вам субботы, вы большие молодцы. Прошу задавать вопросы в чате к «Настоящести», а не мне в директ, потому что в директе я не могу отвечать физически. Скорее всего, на эти вопросы уже есть ответы, поэтому если вы загуглите просто даже в чатике «Настоящесть» по поиску вашей какой-нибудь там ключевой слова, то что-нибудь найдете. Например, про карты. Уже много раз мы этот вопрос обсуждали. Хорошей вам субботы, вы самые лучшие, вы семья, мы семья. «Наслаждайтесь путешествием», как говорил Стив Роттер. Пока-пока. Доброе утро. Добрый день. Добрый-добрый-добрый. Всем привет. Свейки. Лабас Ритас. Бонджорно. Как там по-болейски? Забыл. Всем доброе утро. Я вчера был в полной верности, что вчера была суббота, а суббота сегодня. Лабдьен. Доброго ранку. Усим привит. Бонджорно. Прекрасно. Все собираемся, просыпаемся. очень радуюсь нашим встречам. внутренне. Привет-привет. Ну что? Наша встреча продолжается. мы постепенно приблизились к двум третям наших встреч. И этот формат мне нравится. Я бы, может быть, вообще бы, ну не то, чтобы не заканчивал этот цикл, мы завершим, потом что-нибудь другое придумаем. Ну, не сразу. Ну, мне понравилось с вами общаться. Может быть, из этого цикла вырастет какой-то хороший курс. Я хочу сделать курс преображения, наполненный. Давно идея была, и я подумал, что это будет здорово, который будет наполнен длинными медитациями, который запускает именно клеточные изменения. Ну, все будет, конечно, в потоке. И хочется вот такое, ну, понятно, что немножко информации подобной той, о которой мы сейчас говорим, и медитации, которую будут запускать процесс эволюционный, мутационный внутри. Такая идея. Ну, и курс духовной психологии тоже будет. Очень было бы здорово все это провести. Будем туда идти потихонечку. Я напоминаю, что у нас есть сообщество «Настоящесть», которым вам могут ответить на все вопросы по всем вопросам. Потому что не всегда успеваю отвечать в директе. И, конечно, еще хочу провести одну сеть света. Потому что есть о чем поговорить. Более о прикладном, о том, что происходит, потому что опять люди встревожены происходящем в мире. И мне есть, что на эту тему сказать. Ну что, мы потихонечку собрались. и следующая карта. Напоминаю, что мы видим цикл бесед, посвященных качеству нового человека по системе краёна Рикарло. И сегодняшняя карта. Сегодняшняя карта у нас вот так вот выглядит. Claim your power. Призови свою силу. Востребуй свою силу. Что пишет автор? Чувствуй душу. Это атрибут, который был запрещен шаманом прошлого. И теперь он наш. Я хочу, чтобы мы почувствовали единство со всем человечеством. Не смотрите на то, что они делают. Смотрите на то, кто они есть. Здесь есть несколько посланий, про которые мне хочется поговорить. Во-первых, я хочу сказать, что у нас у всех есть, но не у всех, понятно, да, многие из них, многие из тех, кто смотрит этот эфир, уже вне этого, но у человечества в базе своей есть страх перед чувствованием своей внутренней сущности, чувствованием своей внутренней силы. До сих пор в таком публичном христианстве, особенно в православии, есть запрет на то, чтобы идти в ощущение, чтобы что-то визуализировать, чтобы что-то внутри себя чувствовать, чтобы какие-то процессы внутри себя наблюдать. Это считается бесовское, что можно разбудить бесов. На полном сервисе так и говорят, ни в коем случае не визуализируйте, иначе бесы могут прийти. Все еще очень странная такая позиция. Это человеческое. Человеческое о чем? Человеческое о том, что мы всегда боимся неведомого, неизведанного, и разумеется, мы наделяем, наш мозг наделяет пространство неведомого сразу потенциальной опасностью. Соответственно, если есть тонкий план, и у человека есть духовный опыт, у некоторых людей есть духовный опыт, то, что делает ум, он сразу говорит, наверняка там есть темные опасные сущности. Это трехмерный ум, у которого все мыслит этими оппозициями. Если есть у кого-то духовный опыт, значит, есть что-то злое. Поэтому рождаются концепции о дьяволе, о негативных сущностях и так далее. Пятимерное сознание, помните, ему свойственно единство, и многие говорят, единство это когда бог и дьявол все вместе. Нет, не обязательно так. Это вот самый такой интересный момент. В единстве может быть добро без антипода, свет без антипода, потому что тьма не является противоречием света. Это разные сущности. Тьмы как таковой не существует, это просто пространство, в котором распространяется свет. Активный свет, думающий свет, чувствующий свет, живой свет. Тьма сама по себе не является живой субстанцией, поэтому это никаким образом не антиподы. Хотя для человеческого трехмерного сознания есть ночь, есть день. Точно так же и с внутренним пространством. Мы, конечно, пространство какими-то потенциальными опасностями, еще и потому, что мы подсознательно знаем, что если мы туда пойдем, то многое из того, что мы делаем, окажется ненужным или несоответствующим этому внутреннему пространству. Поэтому люди себя как-то не любят избегать исследовать и делать все, что угодно, лишь бы не признаться себе честно в том, чего они хотят, потому что тогда окажется, что вся их выживательная жизнь была не сильно соответственна вот этому внутреннему настоящему проявлению. И абсолютно серьезно для многих из нас слияние своим духовным опытом является очень сложным процессом. Мы убегаем в ритуалы, в ментальность, в рационализацию, в какие-то практики, в какие-то хождения вокруг дома вот этого, то есть нам нужно практика благодарности, нам нужно заслужить, нам нужно отработать карму, нам нужно принять рот, лишь бы не столкнуться с собой и со своей правдой. Но правда она не просто освобождает, правда не просто показывает то, что мы хотим на самом деле, правда не просто делает жизнь проще, правда о самих себе открывает дорогу для силы. Пока человек, я всегда рассказываю, что это подобно сцеплению, пока человек вот в автомобиле сцепления не происходит, пока человек сцепление не поднимает, чтобы вот оно сомкнулось в двигателе, педаль не поднимает, то машина не едет, то есть человек делает все что угодно, он толкает, он ее там как-то вот может вокруг нее танцевать, чтобы она поехала, он может ее как-то там вот заклинать, придумывать какие-то отработки, но машина не едет, духовное путешествие не начинается, человек не сдвигается с места, не происходит эволюция, не происходит качественное изменение ситуации, и это свойственно не только человеку, но и социальным процессам, до тех пор, пока мы живем, пока мы не опускаем сцепление, пока сцепление не происходит в коллективных процессах, пока люди не соединяются со своей силой, то ими продолжают крутить всякие диктаторы, всякие корыстные люди, которые раскручивают жизнь по драматическому сценарию, точно так же, как и мы раскручиваем нашу жизнь по драматическому сценарию, потому что мощь вот этого божественного двигателя внутри нас, она просто не востребована, она находится в спящем состоянии, и в этом вся весь интерес, потому что для человека, вот как мы сели, да, вот человек, представим, что сцепление в машине еще не произошло, да, то есть педаль нажата, но не отпущена, да, и человек может сколько угодно нажимать на газ, нажимать на тормоз, крутить руль, но ничего не меняется, но, и ответственность не прибавляется, ну, крутится там внутри двигатель, но ничего не происходит, и многие люди точно так же и в своей духовной практике, вот они сидят, и они вот уже чувствуют эту любовь, вот они чувствуют вот это присутствие духа, вот они чувствуют вот это все, они чувствуют какой-то вот открывается, но готовности вот эту педаль отпустить, и чтобы сцепление началось, и поехать, вот для этого нужна смелость, для этого нужна готовность, для этого нужен выбор взрослый, потому что тогда нам придется самим крутить руль, самим выбирать дорогу, и дорога начнет меняться, то есть на одном месте стоять удобно и понятно, справляясь просто с какой-то драмой, которая к нам приходит. А ехать самим, выбирать самим путь, это очень страшный вопрос, но это единственное, что мы должны сделать. Потому что мы долгое время, цивилизация была, которая сидела в этих автомобилях, и на них всякие невзгоды сваливались, а мы вот крутили руль, думали, что куда-то едем, на самом деле все на одном месте, вот вибрации одинаковые, пейзажи одинаковые, ничего не менялось, мы не ехали, только моторы некоторые разогревали, но не происходило движения. Некоторые, конечно, уезжали и так далее, и думали, это, наверное, мастер, он смог силой своего духа направить машину вперед, да нет, дело не в силе своего духа, дело не в заклинаниях, дело не в чем-то таком, дело в том, что он просто отпустил эту педаль, и машина покатилась. Вот тот же самый процесс и в нашей жизни. Многие люди стоят перед своей силой, перед своим правом выбирать в таком очень боящемся состоянии, потому что им кажется, что они нарушат какой-то божественный закон, или что они пошли до гордыни, или что они там какую-то карму насоздают, или что они грехов наделают, и поэтому они предпочитают не востребовать эту силу, не востребовать свое творческое призвание. У многих людей есть убеждение, что мы вообще не имеем права проявлять свою силу, потому что это гордыня, и мы не должны быть равны Богу, а мы должны вот стоять тихонечко рядом с этим автомобилем и ждать пока божественная энергия, его куда-то ветер какой-нибудь ее куда-нибудь покатит. Но если мы вспоминаем, о чем мы говорили вчера, наши родословные божественные, о том, что мы плоть от плоти, кровь от крови и суть от сути Бога, в том числе и не просто как-то вот там, а мы содержим в себе этот же самый высокоэнергетический шаблон, что и Бог, и мы рождены из этой же клетки, которая является по сути клеткой Бога. И все вот оно, мы по-настоящему засеяны Богом. Вот. И то мы понимаем, что мы способны призвать эту силу, мы способны взять на себя ответственность за то, чтобы жить так, как мы хотим, и за то, чтобы принимать решения. Для Бога нет больше радости, когда мы меняем свою жизнь, когда мы выбираем двигаться в автомобиле. Да, возможно, мы вначале будем учиться, мы, может, даже куда-нибудь там немножечко врежемся, но это не страшно для Бога, потому что эти процессы, они... Это самовосстанавливающийся автомобиль, он создан для того, чтобы мы учились на нем ездить, он создан для того, чтобы мы катались. Эта планета не создана для того, чтобы мы несли эту карму, чтобы мы справлялись с трудностями, больше ничего не... Ну вот, втянули эту лямку приходящую. Мы вот не для этого созданы. Мы созданы для того, чтобы ездить, наслаждаться и испытывать удовольствие от выбора, от права выбирать, от права покрутить руль и двигаться туда, куда мы хотим. Потому что это открывает дорогу для творчества, для нового опыта. И для многих людей выход из кармы, вот когда они находятся в тяжелой ситуации в какой-то, да, вот сейчас мы будем переносить в более практическую плоскость. Многие люди находятся в сложной ситуации той или иной, с родственниками, с друзьями, с отношениями, с работой. И они чувствуют себя жертвой этой ситуации, они чувствуют, что они не способны ничего поменять. И они ударяются в религиозное такое магическое мышление из серии «Наверное, нужно какой-нибудь ритуал сделать, чтобы что-то стало лучше. Наверное, нужно грехи отмолить. Наверное, нужно это какую-то карму отжить. Наверное, нужно тянуть эту лямку до конца». И это кручение руля без опускания своей силы. Они не догадываются, что есть вот этот недостающий компонент, который по их выбору может их вывести из этой ситуации. Конечно, они могут сказать «Ну, наверное, я нарушу какой-нибудь закон» или «Наверное, я нарушу какую-то меру. Если я попал в эту ситуацию, я должен там сидеть». А что, если на самом деле вся эта ситуация дана для того, чтобы мы взяли ответственность за сотворчество? Даже Бог не знает, как разрешить ту или иную ситуацию. Поймите, мы и есть новая мера правильности, любви, уместности. Вот я всегда про это говорю. Мы и есть новая мера этого. Бог не знает этой ситуации, в которую мы попали. Он ее еще не решил. Он ее решает через нас. Вот в этом вся и магия. Многие люди кажутся, что Бог должен все знать, но тогда не было бы этого земного опыта. Зачем он тогда нужен? Чтобы нас испытывать? Ну, это бред. Это процесс творения. И никто не знает. И мы, принимая частицу силы Бога и вот это право выбирать, мы способны разрешать ситуацию, исходя из нашего внутреннего и сердечного готовности. Наверное, это хорошо, что эта возможность была закрыта, потому что человек глупый, неосознанный, не соединенный со своим сердцем, принимая свою силу, принимая свое вот это право выбирать, но не смягченный сердцем может наворотить всякую фигню. Типа вот начать врезаться в деревья, начать сбивать другие автомобили. И такая природа знает, да, вот мы знаем такие примеры, когда человек, не думающий, не соединенный со своим сердцем, идейно накачивал себя вот этим правом что-то делать, и это что-то ни к чему особо хорошему не приводило. Но мы здесь говорим о процессе, когда мы принимаем эту силу через сердце, и это единственный путь. Мы не можем, знаете, избежать этого. Так же, как ребенок не может избежать того, что когда-то ему придется идти на работу, зарабатывать деньги, реализовываться как-то, выстраивать самостоятельные отношения. Это естественный процесс взросления человека. Здесь же естественный процесс взросления Бога. Мы должны решать наши вопросы, исходя из нашего внутреннего ценза, из нашего внутреннего ощущения правильности, из себя, а не из каких-то правил. И поэтому мы, конечно, выходим в новую парадигму духовности. И даже я вот читал, тут есть такой священник, я забыл, как его зовут. Я периодически посмотрю, что там у наших есть товарищей. Он был какой-то... В общем, есть священник православный, и у него хорошую статью давал, писал, интервью давал о том, что... Про депрессию он рассуждал. Он говорит о том, что, разумеется, раньше человека не было никакой ответственности вообще. Соответственно, не было и... Ну, как он считает, не было депрессии, потому что человека все было предопределено. То есть, были все ритуалы на все случаи жизни. Человек не брал ответственности. И это была эпоха безответственности. А сейчас человек... Мир вынуждает человека брать ответственность за все. И, конечно, человек с этим тяжело справляется. Конечно, он тяжело справляется, потому что ему не дают ключей к этому. Он ему не дает ключей к выбору. Он начинает хаотично за все хвататься. А наша с вами задача-то другая. Наша с вами задача идти в свое сердце, приглашать свою жизнь в свое сердце и, наоборот, себя в свое сердце, в свою жизнь. И оттуда смотреть. Это мы вот весь курс просветления, к этому подступаемся. Смотреть на ситуации из сердца и принимать выборы. И это величайшая радость для Бога, когда мы взрослеем. Это не гордыня и это не что-то разрушительное. Это то, когда вот мальчик вырос, девочка выросла. Она начинает выбирать сама. И это хорошо. Сцепление с божественной силой происходит через выбор, через готовность этой педалью пользоваться. Ее на самом деле надо вот это педаль сцепление просто отпустить, чтобы мотор заработал. А дальше потихонечку научиться ехать на первой передаче, смотреть, как это происходит. Вот точно так же и с нашей духовной практикой. Это делается через выбор. Через выбор из сердца, через сострадательное действие, через возможность говорить, думать, поступать в соответствии со своей правдой. Это самое страшное, но самое нужное для того, чтобы ситуация изменилась. Точно так же и в коллективных процессах. Точно так же и в коллективных процессах, когда говорят о том, что есть какой-то вот там вот снаружи вот надо там такое делать, там медитировать за мир. Это все хорошо. Это все тоже надо делать. Но в коллективных процессах у нас тоже есть сила, как у сообщества, как у людей, как у группы людей. Выступать против тех процессов, которые происходят, допустим, против войны, которая нам не нравится. Давить на тех, кто принимает решения, потому что это то, что делает человек соединенный со своей силой. Он берет на себя часть ответственности. Говорить свою правду, защищать тех, кто несправедливо страдает. И это тоже часть, часть взрослости, часть ответственности. Многие люди хотят убежать в какие-то, опять же, ритуальные концепции. Типа, дескать, вот я сегодня получил сообщение про вот многие же волны темы войны. И человек пишет, достаточно справедливо, в принципе, пишет о том, что ну там же все равно есть ненависть между людьми, если несправедливо обвиняет только там правительство, например, одной или другой страны. Ненависть есть в людях, это естественно, да. Но абсолютно точно так же естественно, если у нас есть свои силы влиять на тех людей, от кого сейчас зависит принятие решения. Забирать эту власть, это право распоряжаться своей жизнью, своей страной себе, да. И останавливать тех, ну, мерзавцев, которые пытаются развязать войну ради своего эго, обогащения и прочих вещей. Это тоже часть призыва своей силы, да. Это часть вот этого empowerment, обретения силы. Я хочу, чтобы вы про это задумались, потому что мне кажется, что мы пришли в то время, когда мы способны сами распоряжиться и коллективными вещами, индивидуальными вещами и своей жизнью в целом. Жизнь вообще сама по себе достаточно... Вот пока мы сидим в этом автомобиле, да, он не двигается, и для нас это такой статус-кво, который незыблемо, и мы боимся, что там кто-то поцарапает что-то, да. Но задача автомобиля ездить, да. Задача автомобиля не стоять на месте. И жизнь точно такая же, да. Статус-кво очень важен, но вот это вот... И, конечно, им не хочется рисковать, но он не для этого создан, этот автомобиль. И жизнь не для того создана, чтобы держаться за статус-кво. Жизнь создана для того, чтобы идти в неведомое, чувствовать новые какие-то переживания, открываться новым опытом, расширяться. И вот это вот куда важнее, чем просто сохранить этот автомобиль. И мы вступаем в эпоху, когда многие вещи будут еще более ускоренно рушатся. Как коллективные, там, социальные, политические, так и индивидуальные. Наши, ну, вот то, что мы считали нормой. И одним людям, которые будут хотеть остаться в безответственности, им будет казаться, что рушатся какие-то нормы, правила и ценности. А для других людей это будет повод создать собственные из сердца новые правила и ценности. Потому что, я напоминаю, вы и есть мера, мерила, любви, истины и божественности в этом мире. Вы и есть тот человек, который определяет новую норму. И никого над вами нет. Ни правительств, ни бога какого-то внешнего, специального, ни каких-то мудрых людей. Никто. Вы и ваше сердце являются последней инстанцией для этого мира. Иначе быть не могло, иначе этот жизненный опыт просто не должен был бы состояться. Потому что, если есть предрешенная мера, то это концлагерь, это не жизнь. Это не работает. В этом нет смысла. Поэтому призовите свою силу. И что делает, вот такая сейчас будет точка ближненькая на торте. Что предлагает Корайон для этого? Он предлагает духовную практику. Единственную духовную практику, которая, я считаю, практики правильной. Видеть в каждом бога. Видеть в каждом бога. Для начала, конечно, это кажется не легко для видеть бога в хороших людях, а не видеть бога в плохих людях. Нам нужно видеть бога во всех людях. Наблюдать, просто смотреть на тех или иных людей и говорить, я вижу внутри тебя бога, я вижу внутри тебя исходную сущность. Ту энергию, которая нас с тобой создала, ту энергию, которая нас с тобой наполняет. Я вижу в тебе бога. И эта практика, даже просто если вы будете допускать эту мысль, она позволит вам устранить просто огромное количество мусора и предубеждений по поводу людей. Вы будете понимать, что да, этот бог, он там пока не может достучаться, или этот бог, он пока там стоит в сторонке, или этот бог, он как-то не умел пока действовать, потому что не понимает как. Но это бог, и это идеальная, чистая любовь внутри каждого человека. И потом потихонечку вы научитесь видеть бога в зеркале. Вы научитесь видеть бога в себе, ощущать его. И если вы будете действовать, говорить и думать из этого, из своего сердца, то постепенно вы востребуете вот эту свою силу, призовете свою силу, и ваш автомобиль придет в движение. Вы решитесь отпустить педаль сцепления и поедете. И это будет совершенно другая жизнь. Она будет ответственная, она будет взрослая, но она будет наполнена радостью и силой, потому что вы сможете всегда выбирать, где вам быть, что вам смотреть, что вам переживать. И это будет сильно другая жизнь, чем жизнь, когда вы стоите на месте и просто защищаетесь от приходящих драматичных каких-то вихрей, которые вам либо жизнь какая-то приносит, либо там правительство приносит что-то. Вы можете сами выбирать. Вы являетесь мерилом всего. Что вам нужно сделать? Садитесь спокойненько. Отпускаете, помните, рядом. Ставите все чемоданчики и грузики, которые вы с собой носите каждый день. Они с пола никуда не делаются. Идете вниманием в свое внутреннее пространство. Можете положить руку на грудь. Я есмь то, что я есмь. Я есмь то, что я есмь. Я есмь то, что я есмь. Дорогой дух внутри меня, я знаю, что ты есть и есть сила, есть правда, есть внутреннее руководство. Я знаю, что я здесь не случайный, я не жертва событий. Я знаю, что я здесь пришел сюда с целью. Я знаю, что у меня есть сила. Я знаю, что я твой сын. Я могу присоединиться к этому процессу творения. Я прошу направлять, помогать и подсказывать мне через сердце, что лучше всего делать в каждый момент времени. Я готов взять эту силу и выполнять свое призвание, будучи частью тебя на этой планете, действуя из сердца, распространяя свет и созидая из любви. Помоги мне выровнять все, что я говорю, все, о чем думаю, все, что я делаю, все решения, которые я принимаю с твоей волей и с твоей любовью. И вместо того, чтобы бояться принимать решение, я буду просто возвращаться к этой выровненности, к этой любви, которая же всегда живет в моем сердце. Я признаю Бога в себе и признаю эту силу в себе, которая будет индикатором и мерой всего того, что я делаю. И также я признаю Бога в каждом, кто живет в этом мире и в каждом, кого я встречу. Я буду относиться к нему именно таким образом и смотреть на себя, на других и на все жизненные ситуации своего сердца. И я востребую эту силу, которая раскрыта внутри меня, которая есть здесь для меня, которая моя, для того, чтобы жить в соответствии с этой любовью, потому что я к этому готов. Я хочу научиться ездить на этом божественном автомобиле. Я хочу соединиться с этой источником энергии, с этим двигателем Бога внутри меня. Покажи мне, что я должен знать. Я готов отправиться в путешествие. Такое энергетичное, энергичное послание на сегодня. Вы самые хорошие. Вы большие молодцы. Я очень благодарна, что мы создаем это пространство бесед. Мне очень нравится, как это все происходит. Это хорошее время брать на себя ответственность за нашу жизнь. Это хорошее время создавать новую реальность. Это хорошее время выбирать. Хорошее время становиться тем, кем вы пришли. Кем вы созданы и каким вы должны быть. Завтра в 12. Пока-пока. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Доброе утро. Привет, привет. Вы мои хорошие. В Петербурге такая хорошая погода стоит уже который день. Монжерно. Ну что, мы с вами продолжаем наш цикл бесед, посвященный качеству нового человека. Леся, привет. 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 Это, по-моему, тридцатый выпуск. Может, и не тридцатый. Где-то там. У нас осталось не так много. Четырнадцать выпусков. Хотя не так много, это много. Две недели. И Сегодня Сегодняшняя карта, которую мы каждый день выбираем. Напоминаю, что мы выбираем по одной карте каждый день. Сегодняшняя карта Выглядит так. Хорошая воскресная тема. One with everything. Один или един со всем существующим. Един со всем. Со всеми. Со всем сущим. С миром. Один с всем. Сегодня такой медитативный, тихий эфир. Такое состояние. Спокойненько его вести. Привет вашей маме. Что пишет автор? Он пишет. Дорогие, вы не можете Скрыть Того человека, который един со всем. Он светится. Их Его свет настолько яркий И Они улыбаются, вот эти люди, которые едины со всем В радости и в единстве О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о Качествах мастера Удивительные свойства человеческой природы Удивительные свойства Нашей сущности, в том числе и биологической Реагировать на наше состояние единства или разделенности Маленький парализованный полиомелитом мальчик Мильтон Эриксон Который создал большое психотерапевтическое направление и не одно Заметил, что когда он в школе дышит в венесон с учительницей Его переполняет ощущение счастья Если мы представим себе любого мастера, который ходил по этой планете И представим их состояние, их умиротворение, их внутреннюю улыбку Их внешнюю улыбку То, как природа реагировала на них То, как они были соединены с жизнью То одно из самых важных переживаний по поводу них Одно из самых важных впечатлений Будет то, что они излучают вот это единство И это единство служит на пользу их внутренней биологии Которая расцветает и дает им сверхпродуктивные состояния И на пользу окружающего мира Потому что буквально природа реагирует на них И это удивительно, как те люди, которые чувствуют связанность Какими-то аспектами жизни, как жизнь на них реагирует Вот так же, как Куклачев, например У него есть сердечная связь с котиками И котики на него реагируют абсолютно иначе, чем на других людей То есть они делают то, что с другими людьми не делают Они услышаются удивительным образом Причем почти с самого начала Природа тоже откликается на человека Который в своем сердце соединен со всем И большая часть восточных учений Она нацелена на осознание вот этой связи со всем миром И вот это блаженство, вот эта нирвана Вот эта вот соединенность, которая провозглашается Как конечная цель духовного путешествия Она, конечно, наверное, не конечная цель Но очень важный атрибут Западная религия все-таки идет на пути Индивидуального спасения Индивидуального пути Индивидуального выхода из страданий И так мы, человек так заточен Он Это свойство нашего западного мышления Мы несем свой крест в одиночке И считаем, что это нормально И вот это ощущение отделенности, потерянности Знаете, никому не нужности Оно чуть ли не духовное добродетель Типа, да, я иду один Меня никто не понимает, я никого не понимаю И вот это вот все так плохо, сложно и одиноко Вот это чуть ли не добродетель для духовного человека Как будто бы И это так далеко от природы Бога От природы нашей души От природы нашей сущности И когда мы говорим о переходе из трехмерного в пятимерное То мы говорим в первую очередь О преодолении вот этой вот границы между нами И другими людьми, и миром, и Богом Потому что пятимерное существо Находящееся вне локальности То есть находящееся вне конкретной точки И наше сознание всегда находится Вот в этой всеобщей точке А не в конкретной точке Оно соединено со всем существующим Очень Плотной связью Знаете, как Вот когда мы посмотрим на корни деревьев Мы, наверное, даже под очень мощным микроскопом Не сможем различить, где вот эта вода и почва Переходят в корень На атомном, на молекулярном уровне Это вот этот единый процесс течения Который, ну вот, он может быть, кристаллизуется Таким способом Для нас, для нашего ума понятным Но с точки зрения молекулярном На вибрационном уровне это единый процесс Точно так же и мы на самом деле Неразрывно связаны И интересно, что наш ум это знает И наше тело знает это подсознательно Потому что когда мы отделяем себя На уровне мыслей Буквально наше тело начинает грустить Оно начинает так загибаться Оно начинает Даже гормоны меняются Настроение становится хуже А когда мы возвращаемся к ощущению единства Когда мы начинаем дышать в унисон с миром То у нас все начинает внутри расцветать Это удивительное переживание И многим людям, в том числе и мне, казалось Что Для того, чтобы ощутить единство Нужно встретить очень похожих Таких же, как ты И тогда, только тогда Вот эти вот друзья Которые должны быть такие идеальные В смысле подходящие Твоим загонам умственным Они вот только тогда Дадут ощущение не одиночества Но это тоже такая ловушечка небольшая Потому что Мир, он не должен быть похож на нас Люди не должны быть похожи на нас Люди не должны быть точно такие же На той же самой ступени С точно самыми мыслями Иначе это была бы не жизнь Настоящая семья, вы представляете Да, это бабушки и дедушки Мамы, папы, дети Все разных поколений Все разных мировоззрений И это делает семью Только еще более устойчивой Также и человеческая семья Также и семья природы Семья Бога Она прекрасна своим разнообразием Своими духовными возрастами В том числе своим количеством опыта И мы можем реагировать Почему мы в семье, допустим В реально биологической Принимаем эти различия Ну в базе своей, да Потому что мы понимаем Что мы все как бы родственники Что мы из одной крови И что мы на самом деле Внутри содержим Одну вот эту суть Поэтому мы У нас есть принятие И мы тогда впускаем Человек Впускает в себя то Что на него похоже То, что Одной сути с ним И тут как никогда Кстати Наша самая лучшая Духовная практика Видеть в каждом Бога Видеть в себе Бога Это удивительно Это то, что позволяет Нашему Сознанию выдохнуть И сказать Ладно, можно впустить Все Боги Тогда все хорошо И тогда наше тело Начинает откликаться И расцветать В ответ на это Вроде очень простая карта Но при этом Она содержит В себе колоссальный ресурс Только человек Который открывает Двери своего сознания К ощущению единства Только человек Который открывает Двери Своего сознания К вот этому К этой единой сути Всех со всеми Только он Способен Обрести Истинную силу Человек не может быть Открыт для Бога И закрыт для людей Например Это так не работает Ты либо распахиваешь дверь Либо не распахиваешь И человек Человек не может обрести Свою силу Только черпая Своей физической силы Или своих убеждений Или своих Каких-то вот такой Какой-то своей Воинственной собранности Это порождает Лишь конкуренцию Войны И вот это старое Энергетическое Вибрационное существование В то же время Когда человек Оставляет свои доспехи Открывается навстречу Жизни, миру Другим людям Оказывается, что Оказывается, что Какая-то неведомая сила Приходит к нему Наполняет И успокаивает его И буквально Его сознание Тоже эволюционирует И он понимает Насколько это По-другому И насколько это здорово Эта карта В первую очередь Об обретении силы Об обретении Спокойства Об обретении Радости И это Обязательный компонент Духовного процесса Еще раз говорю Не получится Остаться Таким единичным Закрытым И идти к Богу Единично Нам может казаться Какие-то образы Каких-то мастеров Что вот они там Несли крест Страдали И были одни Но на самом деле Их переполняло Конечно Все были людьми И все были В разных состояниях Но базово Их переполняло Ощущение С настроенности И поэтому Их не возникало Злости На других людей Сила и радость Которая приходит С вот этим соединением Она Она Незаменима Ничем И это буквально Похоже на Включение Своего личного Прибора В розетку Да Электрический же ток Это просто Поток Энергии Световой энергии Которая Бежит через нас Которая В том числе Наше сердце Оно бьется Из-за электричества Да То есть Мы составлены Из-за электричества Из-за потока Света Из-за потока Энергии И человек Который Своим умом Отсоединяется От общей сети Он Он Мало Потенциален Мало ресурсен И вот эти эмоции Которые мы все Испытываем Зловость Обиду Разочарование Они Понятное дело Что уместны Но они Отсекают нас От этой связи От этой глобальной Электрической сети Которая Которая Может дать нам Куда больше энергии Вот Вот Секунду Такие вот Есть Парадоксы Мышления У людей Удивительно Дорогие мои боты Но видите Бывает так Что человеческое сознание Оно Вообще Не может Допустить Что люди Могут Собираться И что-то О чем-то Говорить То есть Сознание Некоторых людей Вообще Закрывает Возможность Для того Что люди Могут Соединяться Между собой Это очень Забавно Но Мы Обнимаем Вас Хотя Я вас И забанил Человечество Не лишено Этих знаний Человечество Инстинктивно Эти знания Отрицает Потому что Это небезопасно Потому что Ум Настроен На индивидуальное Выживание Пока что И Только те Люди Которые Через смелость А смелость Это ключ Открывается Этим вещам Только Такие люди Обучают Коллективное Сознание Вот этим Историям Поэтому Христос Спас всех Потому что Не потому что Он Ну вот Как это Объясняет Православная Теология Умер за наши Грехи А Христос Умер Спас Спас Человечество Как и Другие мастера Тем что Он открыл Новый способ Поведения Для коллективного Сознания Он через смелость Создал вариант Да Создал вариант Мыслить И доказал его Действиями Вариант Возвысить дух Над материей Вариант Не бояться И не выживать Да Потому что Это же Для многих Вообще было Слепой зоной Как же не выживать А он взял И не выживал И вот это Расширило Забанить Это закрыться От определенного Опыта Нет Забанить Это просто Забанить Я вообще Очень Знаете Без Всякого Чувства Вины Баню Всех Кто мне Не нравится Другое дело Что мне Практически Всегда Все нравится Но если я В чатике Где-нибудь В наших Вижу человека Который Как-то просто Неуважительно Ведет себя Или Несоответственно Какому-то Коллективному Намерению Вы тоже Про таких Знаете Таких Замечаете То Мне нисколько Не мучает совесть Я просто Его ограничиваю Доступ Туда писать Или удаляю С чата Не потому что Я защищаюсь От этого человека Просто потому что В этом мире Есть огромное Количество мест Куда человек Может прийти И найти Свою вибрацию Мы ответственны За свою вибрацию И за то пространство Которое мы создаем Вот В этом плане Абсолютно безжалости Это забота О тех Кто есть здесь Я всегда думаю О том что Если какой-то Непонятный чувак Пристает Допустим К моему ребенку На улице То наверное Я его забаню Причем физически Вот то же самое И с вами Если есть Какие-то Непонятные люди То На ней Отправляются В другие места Нужно любовный бан Изобрести Кидаешь Сердечком И панишь Вот Прям Советую вам Вообще Из-за этого Не переживать Многих нас Есть такое Ощущение Что мы должны Принимать всех С одной стороны Это противоречит Теме сегодняшней карты Согласитесь Един со всеми И до тех пор Пока ты не един со всеми Ты мучаешься Вот этим Дескать Ты там Его отрицаешь Не отрицаешь Нет Это человек Все равно Мы все равно С ним едины Это все равно Вот он такой Это капризный ребенок Ничего страшного Это все равно Это все равно Часть Часть нашей жизни Это все равно Часть Бога И ничего с ним страшного Не произойдет Так что все хорошо Когда мы осознаем это У нас появляется ответственность А ответственность дает Избавление от чувства вины Мы просто делаем То, что делаем И берем на себя За это ответственность Вот При этом Сохраняем единство Мы абсолютно Не боимся Этого И не Отрицаем Вообще Сам факт Существования Подумайте Это хорошее Такое растяжение Для ума Как совместить Эти вещи Един со всем Если к вам домой Пройдет человек И будет вести себя странно То игнорировать Не получится Любовный бана Это то, что мы Пропагандируем Вообще На самом деле Вот это Ощущение Единства И Силы Которые С ним приходят И Вот это Ощущение Ответственности Которая Которая идет На смену вине Она очень сильно Упрощает жизнь Трехмерный человек Очень закручен В Огромное количество Правил и предубеждений Как вот Туда пойдешь Что-то совершишь Туда пойдешь Что-то совершишь Когда Ты соединяешься с миром Понимаешь Что все Это твои части И Ты часть Всего существующего Когда ты понимаешь Что ты не можешь ошибиться Потому что Это вот Такой глобальный Творческий опыт В котором абсолютно Нету Нету внешнего оценщика То тогда Ты просто Делаешь Что-то И берешь на себя За эту ответственность Все в порядке Вот Что нужно Что мы можем сделать Что мы можем сделать Чтобы А вернуться К этому источнику сил И к этому единству Как всегда В наших Эфирах Мы Надо Нам сесть Спокойненько Закрыть глаза Или можно Не закрывать глаза Положить все наши То, что мы носим С собой на пол Оставить это Где-нибудь рядом Сделать глубокий вдох И медленный выдох Почувствовать свое тело Почувствовать каждую клеточку И почувствовать Вот этот световой Электрический ток Который бежит По нашему телу Заставляет биться Наше сердце Почувствовать Как эта световая энергия Распространяется Вокруг нас Светится От нашего тела Все живое светится Все живое излучает Этот свет Это электричество Это энергию Это ауру Почувствовать Как это Соединяется С окружающим миром Представить Что наше дыхание Плавно и медленно Соединяется С дыханием Каждого Кто слушает нас Прямо сейчас А мы все дышим Вместе В унисон И каждый Кто смотрит Нас в записи Тоже дышит Вместе с нами И он здесь В этом Многомерном Пространстве И мы можем Позволить Каждой нашей Клеточке Вот этому Электрическому Световому Шаблону Бога Раскрыться И впустить Свет В другие Сущности Которые Здесь Присутствуют Впустить Наш коллективный Свет Наш коллективный Ток Нашу Коллективную Энергию Позволить Нашему Сердцу Раскрыться Навстречу Этому Поток Я Есть То Что Я Есть И Я Един С Миром Я Един То Что Я Един С Миром Я Позволяю Каждой Моей Клеточке Открыться Навстречу Этой Жизни Людям Духовной Энергии Которая Здесь Есть Энергии Моей Души Этой Планете Полю Сознание Которое Здесь Есть Я С каждым Мгновением Все более Точно Ощущаю Это Единство Я Есмь Тов Кто Я Есмь И Я Един С Миром Моё Дыхание Происходит В унисон С Каждым Кто Смотрит Эту Трансляцию Этот Ток Это Электричество Этот Цвет Этот Поток Света Который Мы Представляем Окутывает Нас Наполняет Нас Силой Умиротворением Повторяйте Внутри Себя И Наблюдайте Что Вы Чувствуете Я Есмь То Что Я Есмь И Я Един С Миром Я Есмь Я Есмь Я Един С Миром Я Есмь Что Я Един С Миром Я Открываюсь Навстречу Этой Жизни Каждая Моя Клеточка Как Цветок Раскрывается Навстречу Жизни Навстречу Духовной Энергии Навстречу Любви Хорошая Карта Для Воскресения Хороший Вариант После Трансляции Еще Минутку Побыть В этом Состоянии И Почувствовать Это Единство Впустить Его В себя Почувствовать Эту Соединенность Почувствовать Эту Силу Эту Умертворение Которое Приходит И это Та же Самая Клеточная Эволюция Это Изменение Сознания Качественное Изменение Сознания Когда Наш Выживательный Ум Обучается Новым Способам Когда Он Заходит В свои Слепые Зоны И Видит Что Так Тоже Можно Жить Вы Самые Хорошие Пусть Процесс Будет Запущен До Завтра 12 часов Как Всегда Напоминаю Про нашу встречу В Новосибирске 29 мая Там Есть Онлайн Трансляция И Живое Участие Прилетайте Буду Вам Рад Пока Пока Хорошего Вам Дня Доброе Утро Добрый День Добрый День Прекрасно Добро Пожаловать Доброе Доброе утро Ну что Понедельник Давайте хорошо Начинать Неделю Погода Хорошая В Петербурге Встречаться Каждый День Замечательно Это Очень Многое Мне дает Пробуждает Желание Творить Дальше Как Как всегда У нас Много Из Разных Уголков Земли Эфиры Все Сохраняются В Инстаграм ТВ Вторая 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 Вкладочка В Моем Профиле дневных встреч, посвященных качествам нового пятимерного человека, к некоторым пониманиям, акцентам, которые позволяют нашему уму впустить новые способы, новые опыты и новые способы реагирования на действительность, на реальность. Очень многое из того, чем является духовный процесс, есть не что иное, как просто разрешение естественным вещам происходить, тем вещам, которые до этого момента были скрыты вот этим вот выживательным спазмом. Как бы, с одной стороны, ничего нового не происходит, то есть человек со стороны, не знаю, у него не вырастают крылья, не меняется цвет кожи, хотя это тоже происходит, но они становятся темно-синими, как у аватара, и прочие вещи не происходят. Но внутри качество меняется, уровень здоровья, уровень настроения. Наши базовые реакции смягчаются, когда раскрывается истина духа, когда раскрывается вот это клеточное сознание, сердечное сознание. Мы буквально становимся другим человеком. Сегодняшняя карта. Каждое утро мы вытягиваем по одной карте и общаемся на эту тему. Сегодня карта. Show your light. Покажи свой свет. Show your light. И мы с вами продолжаем беседовать на тему просто быть, просто жить и новых способов менять действительность. Что пишет автор? Автор пишет. Что же вы должны делать? Просто быть старая душа, ходить на работу и показывать свой свет там. Показывать, что у вас есть сострадание к тем, кто вокруг вас. Идти домой к своей семье, которая, возможно, не верит во все эти вещи и не осуждать их. Вместо этого показывать свое сострадание, потому что есть частица Бога внутри вас. Есть частица Бога внутри вас. Это идет в противоречие концепции достижений, да, трехмерная концепция достижений, которая есть у человека, который нас научили, что для того, чтобы прожить жизнь не зря, старая душа уже не хочет ходить на работу. Это правда. Это правда. Смотри, какая работа. Нас учит чему? Нас учит тому, что для того, чтобы прожить жизнь не зря, нам нужно достичь какого-то уровня. Нам нужно сделать что-то большое, важное. Нам нужно, по меньшей мере, изменить чью-то жизнь, а может быть и весь мир. Это только тогда мы сможем себя вот так погладить, сказать, да, вроде все на сегодня хватит. А завтра опять вот это ощущение недостатка, недостоинства, оно опять составит нас искать великие дела. Но дух работает абсолютно не так. Как и все самое важное, работает абсолютно не так. Невротические отношения, например, да, они требуют постоянно доказывать любовь, вот это вот все проявлять. Здоровая, тихая любовь, она действительно в хорошем смысле тиха, она ничего не доказывает, и она не требует вот этих пиков достижений, она требует просто пребывания, чувствования внимательности. Точно так же и любовь к жизни, и любовь к жизни к нам. Да, и наше истинное духовное призвание не требует от нас вот этого вот избыточного достижения или избыточного спасения всех и вся. Это сложно, потому что на чем тогда основывать свою самооценку, свое ощущение нужности, свое ощущение особенности. и здесь нам приходится искать новую опору, да, вот эту внутреннюю, которая нас наполняет, которая нас наполняет. Что значит просто быть? Что значит просто быть вместо того, чтобы делать, да, вместо того, чтобы достигать, вместо того, чтобы становиться кем-то? Что значит просто быть? Просто быть значит довериться тому, что внутри тебя уже есть сущность, уже есть красота, уже есть любовь, уже есть частица Бога, про которую мы постоянно говорим, которая нуждается не в выдавливании из себя, а просто в цветении, просто в выражении, просто в проявлении. Здесь есть очень хорошая фраза, которую я хотел прочитать вам в конце. Just be, да, то есть просто быть. Это It's the coherence of love in the incoherent world. Что это значит? Это выровненность любви в невыровненном мире, несонастроенном мире. То есть просто быть значит потихонечку выравнивать внутри себя свое поле, свое состояние, свое сознание, позволять ему цвести, позволять ему расцветать, позволять выстраиваться вот этому внутреннему космосу в хаотичном мире. И это очень противоречит тому, опять же, как мы трехмерно привыкли думать. Нам кажется, что мы должны идти куда-то и наводить где-то порядок, а внутри нас может быть в этот момент все что угодно. И получается, и многие люди, которые спасают мир или которые выглядят очень достойными, они живут в каком-то постоянном хаосе, да, они постоянно куда-то бегут, которые постоянно... Вот те люди, которые даже являются для нас примерами там в социальной сфере, в культурной сфере, это люди, в которых в жизни внутри полный бардак, и в душе полный бардак, и страдания становятся чем-то романтичным, и они все время бегут ради каких-то высоких целей куда-то вовне себя, да. Потому что только так они могут обеспечить хоть какой-то смысл своего существования. Вот эти люди, которые делают внешние революции, которые делают внешние достижения, которые, наоборот, возгревают в себе вот эту несбалансированность для того, чтобы создавать какие-то творческие произведения. Это время уходит. Приходит время сбалансированных, уравновешенных людей, которые выровнены внутри себя, которые создали маленький космос внутри себя, которые сонастроили вещи внутри себя. И это вот как мы говорим, да, выровнять, исцелить себя в начале и после этого уже начинать что-то делать вовне. Вот это альтернативный путь, и он, вот мы сейчас вступаем во время, когда это меняется. Люди, которые внутри себя не выровнены, не сбалансированы, они не могут создать баланса снаружи. Мы всегда говорим про мать Терезу, но на самом деле это все, все люди, которые есть вокруг нас в политике, в искусстве, почти все. Люди, которые, мы видим их как несбалансированных, мы видим их как не нашедших свою правду, мы видим их, которые не нашли свою красоту и доброту. И они стремятся делать что-то вовне и еще больше запутывают мир, да, и все самые страшные вещи происходили с людьми, которые внутри не выровнены, не хаотичны, и они пытаются создать порядок снаружи. Вот это вот Гитлер, да, условный, да, когда внутри все не выровнено, а снаружи порядок, да, или Сталин. Абсолютно неважно. Эти люди больше не будут получать, постепенно не будут получать поддержки. Человечество устало от вот этого внешнего порядка. Человечество постепенно начнет реагировать на лидеров другого типа, на людей другого типа. Человечество устало от призывов к каким-то структурам, как надо быть, и поэтому для того, чтобы помочь миру, вам не нужно призывать как-то жить. Вы приходите домой к своим близким, и вы не говорите им, что вот у меня есть такая книжечка, я прочитал там все вот это, вот так вот все описано, вот надо так жить, вы не приходите на работу и не говорите, я хочу вот, чтобы все было так, я верю вот в это, вот в это, вот в это. Нет. Это больше не работает. Работает то, когда вы для себя, да, берете ответственность за себя, понимаете, что вы можете распоряжаться своей жизнью, и вы наводите порядок внутри себя, вы говорите да тем вещам, которые вы хотите, и нет, которым вы не хотите, и постепенно выстраиваете внутренний порядок, и тогда ваш свет, который получает возможность сквозь этот выровненный проявившийся канал через этот космос пройти, расцвести, он заставляет людей задавать вопросы, а как так получается, что вы по-другому реагируете, по-другому относитесь, как так получается, что вы терпимы, и эти вещи тоже станут, эти вещи станут новой нормой. Конечно, у нас у человека запутанного любой вариант милосердия и терпимости, это вот состраданием на лице, да, вот это, то есть, типа, я знаю, как в мире все плохо, и поэтому буду тоже вот очень грустно ходить. Это только те люди, которые не выровнены внутри, которые не узнали подлинного сострадания. Тогда же, когда ты настроен на себя, на свою, на частицу Бога в себе, на свое внутреннее пространство, когда ты базово разобрался с собой, то тогда ты понимаешь, что, когда ты выделил себе место и время, то тогда у тебя появляется твое пространство, и ты перестаешь конкурировать с жизнью, с миром, с другими людьми за жизненное пространство, потому что ты себе его выделил, ты себе его позволил, ты за него взял ответственность, ты взял ответственность за то, чтобы говорить «да», за то, чтобы говорить «нет», за то, чтобы проводить свои границы, за то, чтобы выбирать то, что ты хочешь, и тогда количество претензий к миру у тебя уменьшается. А когда у тебя уменьшается количество претензий к миру, ты становишься куда более терпимым. Ты становишься куда более мягким, ты становишься куда более внимательным и сострадательным. Когда у тебя есть своё пространство, то тебе нечего с миром делить. И другие люди будут смотреть и говорить, а почему ты не реагируешь? Вот он же там в интернете кто-то неправ. Или вот этот же человек так себя ведет. А тебя это просто перестает трогать, потому что ты нашел свою правду, ты проявил свою силу, ты взял ответственность за свою жизнь, ты начал распоряжаться тем маленьким кусочком космоса и навел в нем порядок, который тебе дан. И у тебя просто меняется твоя внутренняя структура. Ты буквально берешь свой садик, который запущен, и постепенно его пропалываешь, подвязываешь растения, поливаешь. Вот этот мудрый садовник. Внутри себя. Цветы начинают расцветать, они начинают распространять аромат, они становятся красивыми. Вот точно так же и во внутреннем пространстве. Сделайте свой садик красивым, и вот это и является нашей основной духовной задачей. Выстроить космос, чтобы дух более свободно выражался, и аромат будет сам менять мир. Не нужно выдавливать из цветка аромат, не нужно выдавливать из себя милосердие, или сострадание, или любовь. Это просто не работает таким образом. Свет показывается всегда, когда вы наводите порядок внутри себя с собой. И поэтому покажи свой свет, это не значит приди в организацию или к себе домой и начни получать всех, и показывать какой-то сострадательный, иди запишись в волонтерскую организацию, и путь там. Это хорошо, но это не с этого должно все начинаться. Вещи начинаются с того, что вы наводите порядок, и свет начинает струиться естественно. Потому что когда вам хорошо, когда вы сонастроены с собой, то душа начинает просто проявляться более отчетливо, более явно сквозь вас. И это начинает менять людей. Потому что человека не меняют призывы, человека не меняют наставления, Человек не меняет книжечки, которые вы им подкладываете. Человек не меняет ролики, которые вы им скидываете. Хотя все равно можно продолжать скидывать. Потому что кто-то все-таки приходит, как это самое частое, мне рассказывают, что какая-то подруга прислала в чате твое видео, вот так я с тобой и познакомилась. Где эта подруга, которая всем рассылает видео? Вот кто это? Это какой-то один человек. Вот точно так же, то есть да, это хорошо, но самое главное, это не в этом. Не это меняет мир на самом деле. Меняет мир на самом деле, когда люди вдруг видят, что рядом с ними точно такой же человек, но который не закручен в драму, в страдания, который терпимо относится к происходящему. Не верхоглядно, не игнорируя, не уходя в какие-то там обоснования сериала, вот это все не так. А спокойно, внимательно и с пониманием. Когда человек сохраняет свою радость, когда человек сохраняет внимательность к ближним, при этом не теряя себя. И тогда возникает ощущение, это что-то другое. В этом хаосе это островок космоса, это островок безопасности. Как это происходит? Почему? Как это работает? Это подсознательно происходит. И люди могут, значит, задавать вопросы. Почему ты спокоен? Почему ты в хорошем настроении? Почему ты по поводу этих вещей не реагируешь? А все, что вы можете сказать, это то, что я узнал свое внутреннее пространство, я там обосновался. Я нашел свою правду, я выделил себе место. Я научился говорить «да» и говорить «нет» тем опытом, которые я хочу или не хочу. И с моей душой все хорошо. Да, в моей жизни не все просто, как и у всех. Есть вещи, на которые я реагирую. Но я знаю, что у меня есть мое внутреннее пространство, и там есть сила. Я знаю, что у меня есть частица Бога. Я могу себя... Что я могу туда пойти и согреть свою, это частица. Я могу чувствовать себя. Я могу вернуться в себя в каждый момент времени, когда мне нужна поддержка. И это меняет сильнее всего. Мир вокруг нас. И, как я уже говорил, постепенно вещи, основанные на хаосе, на деструктивности, на страдании, на непорядке внутреннем, они будут терять свою популярность. Мы будем видеть людей, которые не сбалансированы внутри, как глупых, а не как каких-то загадочных и каких-то глубоких. Мы будем просто видеть, что человек еще не в себе. А наоборот, мы будем искать таких людей в своем окружении, в политике, в общественной деятельности, звезд, которые нашли свою правду и которые в мире с самими собой живут. И это будет помогать свету распространяться. Станьте выровненной частичкой в хаотичном мире. Станьте вот этой coherence of love. Выстроенность, выровненность любви, когерентность любви в incoherent world. Да, и в невыровненном пока мире. И хватит с тебя, да, и больше ничего не надо делать. То есть, если кто-то спрашивает, а что я еще могу сделать, да, выровняйте себя настолько, чтобы вам было хорошо в тех местах, в которых вы находитесь, и чтобы у вас была сила и позволение себе не быть в тех местах, которые вам не нравятся. Да. И чтобы у вас была мудрость отличить одно от другого, что называется. Это изменит мир сильнее. Я всегда говорю о том, что, ну, как бы хорошо, там, те люди, которые распространяют информацию, вот это все, они выглядят какими-то особенными. Но на самом деле мир меняют не эти люди. Вот так и помогают. А мир меняют те, кто кусочек своего хаоса превратили в космос, у которых цветут цветы внутри. Цветут сады в душе у нас. И мы вступаем в непростое время, уже всегда вступаем в непростое время, когда, ну, мы понимаем, да, что вокруг нас в последние годы, где бы мы ни жили, ускоряется вот это изменение, ускоряется, повышается запрос на другой тип вообще общественного, общественной жизни, работы, отношений, всего. Мы больше не хотим, мы устали от этой драмы. И эти вещи ускоряются, и мы будем видеть еще больше кризиса вот этой старой системы. Поэтому я прошу вас в первую очередь выровнять себя. А как выровнять себя, можно смотреть другие наши трансляции, другие наши встречи, курс просветления, все наши ролики. Вот. Что мы можем сделать сегодня? Мы можем сесть спокойненько. Подышать немножечко, почувствовать свои клеточки, свое сердце, почувствовать, как каждая клеточка открывается навстречу этому пространству, которое мы создаем своим вниманием, своим сознанием. Эту безопасность, эту благоприятную энергию для нас. я есмь то, что я есмь. Дорогой дух внутри меня. Я хочу стать островком безопасности в этом мире. я хочу выровнять каждую свою клеточку, свое сердце с этой любящей энергией, которая есть ты. Я позволяю каждой своей клеточке открыться и вдохнуть и наполниться, и измениться под действием этой любви. Я позволяю тебе наполнить меня, расширить мое пространство, дать мне силы. Дорогой дух внутри меня, покажи, какой мой свет. Я выбираю быть мирным, любящим и радостным в любой момент своей жизни, в любой ситуации. И я знаю, что когда я нахожу Бога в себе и позволяю Ему расцвести, все вокруг приходит в движение. И все, что мне нужно делать, это просто быть в этом состоянии для того, чтобы менять мир, для того, чтобы жить в радости и знать, что я здесь не случайно и я делаю свое важное дело. Я готов принять свой свет. Я есмь то, что я есмь. Я есмь то, что я есмь. Я есмь то, что я есмь. Я есмь Бог. Вот такие вот вопросы сегодняшние. Хорошая настройка на неделю. Потихонечку идем по нашим эфирам. Я благодарен, что нас сегодня много. Снова мы возвращаемся к нашему нормальному количеству. Вы прекрасны. Вы самые-самые лучшие. Спасибо, что вы с нами. Как всегда, завтра в 12. Поблагодарить по ссылке в профиле. Все необходимые контакты тоже есть по ссылке в профиле. Регистрация на семинар в Новосибирске по ссылке в профиле. Вообще все по ссылке в профиле. До завтра. Пока-пока. Добрый день. Добрый-добрый день. Лесе привет. Настя. Горося. Добрый день. Добрый день. Доброе утро. Может у кого-то добрый вечер. Привет, Уля. Привет, Уля. Ха-ха-ха. Ну что, мы продолжаем. Полина, привет. Мы продолжаем наш цикл встреч. А посвященных качествам нового человека, пятимерного человека, мы используем карты краёна для того, чтобы каждый день выбирать одну карту и обсуждать те или иные установки, которые есть у пятимерного человека. ну, не установки, а акценты внимания, что ли, то, как работают вещи внутри. Чем это отличается от такой линейной трёхмерной логики. сегодняшняя карта выглядит так. Higher self. Очень красивая карта. Как всегда для скриншотов. Higher self. Выше я. И вот что пишет автор. Установление контакта со своим Высшим Я создаст баланс внутри тебя и это поможет другим. Высшее Я – это ключ, это благожелательная система, которая любит тебя и видит тебя так же, как ты видишь своих собственных детей. Эта карта в первую очередь об устранении предубеждений по поводу общения с источником. Будем называть это источником. Трёхмерная такая линейная религия, она упаковывает Бога, и вообще всё то, что нематериально с нашей вот этой трёхмерной точки зрения, осязательной, упаковывает в коробку, да. Бог в коробке. Guard in the box. И это о том, как человек вообще воспринимает вещи, да. Наш ум постоянно всё пытается вот упаковать как-то, чтобы понять. И, соответственно, те или иные религии, системы верования на основе своих суверий, опыта какого-то человеческого предубеждений и страхов наделяют вот этого Бога в коробке какими-то атрибутами. То он добрый, то он карающий, то он милосердный, то он судящий, то он благожелательный, то он неблагожелательный, то он слышит нас, то ему нет, то нас тело. И вот это вот постоянно идёт догадки о том, какой же он есть. Другие догадки – это также как его обратить внимание на себя, как же купить его любовь, да. Какими ритуалами, какими шествиями, действиями нужно эту любовь к себе заполучить, да. Я, конечно, немножко утрирую, но фактически это же всё про это. Здесь есть очень важное размышление, да. Трёхмерный человек в нашем таком материальном мире, для него всё отделено одно от другого, да, то есть люди отделены друг от друга, источник отделён от него, он воспринимает себя только как трёхмерное тело, и, соответственно, источник любви, источник божественного, источник духовного находится где-то вовне, и, соответственно, с ним нужно вступать в некоторые такие социальные отношения, да, потому что, на самом деле, церковь, как религия, как социальные такие конструкции, они полностью состоят из из набора ритуалов, да, каким образом мы можем заполучить немножечко благожелательной энергии к себе во владение и в себе для того, чтобы свою жизнь сделать немножечко лучше. При этом, когда, опять же, в трёхмерной религии есть публичный разговор о душе, да, о том, что у нас есть частица Бога, этот вопрос как-то опускается, потому что на это акценты не делается. Считается, что это некоторая такая вот священная конструкция, священная такая, священная корова, которой вообще прикасаться нельзя и которую напрямую идти к ней тоже нельзя, да, до сих пор в христианстве есть запрет на то, чтобы идти в свой чувственный опыт, потому что иначе могут прийти демоны. Я такое читал. Значит, странные убеждения. То есть, подразумевается, что человек, он, во-первых, отделён от Бога, если он попытается с ним соединиться без вот этого огромного количества ритуалов, то что-то плохое произойдёт. На самом деле это напоминает человеческое отношение к царям в древности, да, типа нельзя подходить к царю слишком быстро, слишком как-то самоуверенно, иначе что-то плохое произойдёт. На некотором смысле источник становится как какой-то дикий зверь, к которому нужно подходить медленно, не смотреть ему в глаза и так далее. Это иронично, но это то, как люди видят Бога и как люди видят вообще источник силы. Им кажется, что если есть где-то источник силы, то нужно быть прямо безумно боящимся. И из-за этого люди не идут и в свой внутренний источник тоже. Конечно, есть много убеждений по поводу каких-то вот злых сил, которые, если ты откроешься, туда придут, и даже в эзотерике есть люди, которые считают, что если ты открываешь свое сердце, то туда могут налететь астральные сущности, что довольно забавно, и что является просто перерождением вот этого религиозного сознания, да, магического мышления, которое не имеет никакого отношения к источнику творения. За пределами нашей черепной коробки есть только любовь, а вот в нашей черепной коробке есть много всякой разной ерунды. То есть, внутри нашей черепной коробки есть много всякой ерунды, а за пределами есть только Бог. И о чем эта карта? Эта карта, в первую очередь, о личном отношении. Да, вот я хочу, чтобы вы именно это вынесли в сегодняшней встрече. В прошлом лишь мастера могли позволить себе роскошь личного отношения с Богом. И вот это личное отношение воспринималось как высшая благодать, которая снисходит, если ты делаешь огромное количество всяких аскез, ритуалов. Только тогда любовь Бога заходит в твою душу и переполняет твое сердце. Это похоже, опять же, на то, как мы можем ходить вокруг дома своих родителей и думать о том, что мы должны стать совсем достойными, чтобы они нас впустили и нас полюбили. Но это абсолютно не имеет никакого отношения к сути любви, к сути отношения. Карен пишет о том, что Бог смотрит на нас, как мы смотрим на наших собственных детей. Причем, если такая любовь существует, а если существует глубокая любовь человека к своим детям, то любовь Бога, она может быть такой, она может быть даже более интенсивной, более насыщенной, более глубокой, потому что она не ограничена человеческими ограничениями. и что если, что если человек, что Бог смотрит на нас, как на своих детей, что если мы имеем право от рождения на это личное, интимное, прямое общение с духом. Не как, не обязательно как с родителем, да, но как с членом семьи. Тот, кому как удобно, кто-то видит Бога как родителя и, соответственно, отдает ему часть силы и часть управления своей жизнью. И это нормально, потому что мы, ну, пока мы взрослеем духовно и берем больше ответственности. Кто-то видит Бога как брата, как сестру, как сотворца, который плоть от плоти и который, и с которым мы вместе участвуем в сотворении миров. Кто-то еще каким-то образом, да, все эти вещи, они очень индивидуальные, но ключ здесь одно, это личное отношение с духом. И это не требует религии, не требует ритуала, не требует списка правил и не требует, главное самое, готовности, готовности, какой-то специальной подготовленности к тому, чтобы общаться с Богом. Раньше мы, опять же, да, мы когда воспринимали Бога как царя, как какого-то внешнего правителя, то, конечно, самая выгодная позиция была быть рабом и делать кучу поклонов для того, чтобы не навлечь на себя гнев и что-то хорошее получить. Это, конечно, абсолютно человеческое поведение и страх, это не личные отношения. Эта карта говорит о том, что у нас есть у всех право, врожденное право быть частью этой семьи Бога, и это личное отношение, это личное общение, оно не идет через расстояние. То есть, Бог не находится в коробочке, буквально Бог входит в каждую нашу клеточку, и есть та часть нас, которая одновременно одной ногой касается нашей биологии, то есть, каждой нашей клеточке физической, и второй ногой касается вот этого многомерного квантового источника творения. Именно эту часть мы называем наше высшее Я или частица Бога в нас, частица источника в нас. Именно эта часть сознания, она одновременно присутствует и в земном опыте, и одновременно всегда присутствует вместе с Богом. И в этом есть прекрасная расширяющая концепция о том, что нету расстояния и нету Бога в коробочке, что это отношение с Богом, оно личное, оно не требует специального согласования времени общения, направления, да, на восток или куда-то, не требует правильных заученных слов, и оно не требует гарантии, что тебя услышат, оно не требует необходимости быть духовно развитым или каким-то подготовленным. То есть, здесь подразумевается, что есть частица, которая одновременно касается твоей биологии, и которая передает это напрямую к источнику творения. Буквально Бог всегда находится рядом с тобой, внутри тебя. Он всегда обнимает тебя, куда бы ты ни шел, и всегда слышит каждую твою мысль, каждое твое слово. В этом-то, собственно говоря, и пятимерная концепция. Вообще, если мы возьмем физические характеристики, то в пятимерности у нас нет расстояния как такового. То есть, вещи находятся не локально. Они находятся и здесь, и там, в состоянии квантовой запутанности. И в некотором смысле мы находимся в состоянии квантовой запутанности с источником творения. То есть, Бог и мы находимся в нелокальной мгновенной связи, и эта скорость, она превышает скорость света, она моментальная. То есть, буквально многомерно мы находимся в одной точке в каждое время. И наша каждая клеточка имеет потенциал для общения с этим источником, и имеет, более того, духовное, моральное, нравственное право на это личное общение в любой момент времени, точно так же, как мы, наши дети, например, имеют право на общение с нами, а мы имеем право на общение со своими родителями. Это семья, это так работает. И эта карта приглашает нас выйти из вот этих вот ритуализированных представлений о том, что нам нужно сделать с Богом. И, конечно, эта карта, она рушит всю догматику основных публичных религий, потому что все публичные религии выстроены на том, чтобы заставить человека делать определенные действия, пообещав ему когда-нибудь Божью благодать, если он будет себя хорошо вести. И если мы приходим и говорим человеку, что Бог находится всегда рядом с ним, он всегда слышит, и не нужно какой-то специальной готовности, не нужно ничего делать, чтобы эту любовь востребовать, чтобы она смягчила его сердце, чтобы эта благожелательная энергия окутала его и сопровождала всю жизнь, то получается, что все эти здания, и все эти люди, и все те чины, и все те книги, которые написаны о том, как нужно себя вести, все те религии, они просто отпадают. И мы получаем не трехмерного человека, который следует за ритуалами, а пятимерного человека, который следует за любовью и следует за этим личным, интимным, внутренним отношением с Богом. И в этом получается радикальная вот эта революция внутреннего состояния. Вот это вот качественное изменение, вот этот качественный переход. И связующим звеном, связующей концепцией является высшее я. То есть в некотором смысле мы просто развиваем ту же идею о том, что Царствие Бога Божье внутри нас есть, и о том, что у нас просто есть душа. И то, что эта душа, она, разумеется, обладает связью и с нашим биологическим телом, и с источнением творения одновременно. И получается, что мы всегда упускали этот ключевой компонент, и мы всегда боялись пойти в него напрямую, как человечество, но сейчас приходит время, когда мы можем этим пользоваться. Что это значит практически? Это практически значит общение. Не ритуалы, а именно настоящее живое общение. Практически это значит получение ответов. Практически это значит изменение наших реакций, изменение нашей биологии, исцеление, изменение нашего поведения, спокойствие, отсутствие тревоги перед будущим и потенциал для эволюции. В этом есть... В этом есть... Я периодически отвлекаюсь на вопросы, которые пишут. И у меня сразу появляется мысль, что я могу ответить, но так дело не пойдет, если я буду постоянно реагировать на вопросы. Так что я их вот так немножко подскрою. О чем это мы? О вот этом компоненте. И фактически это является условием для нашей человеческой эволюции. Потому что только в том случае, если есть часть, которая касается высшего и касается биологического, может измениться наше сознание, наше тело и сдвинуться вообще вибрация материального мира. Если Бог находится где-то в коробочке и где-то в отдалении, то мы обречены на линейный мир. Мир, в котором вещи происходят циклично, вот это колесо сансары, которое крутится до тех пор, пока человек не сделает все правильно, и тогда Бог его заберет в какое-то неведомое пространство, вот это магическое мышление, что придет что-то и по ту сторону меня заберет, если я все сделаю правильно. И как бы из этого линейного мира, из этого постоянного замкнутого цикла как бы нет выхода, потому что человек, он, это замкнутая система с точки зрения трехмерного мышления, с точки зрения публичных религий. И тут оказывается, что внутри нас есть механизм, который касается и биологии, и самого Творца, и он обеспечивает возможность для нашей эволюции. И когда мы получаем новое состояние, когда мы получаем новую реакцию, когда мы получаем умиротворение, отсутствие страха перед будущим, когда мы получаем исцеление, даже когда эффект плацеба срабатывает, то мы видим, как вот это внутреннее сознание, оно вмешивается в нашу биологию и дает нам другие опоры, другие шаблоны, другие ответы. То есть внутри нас есть вот этот рычаг эволюции. И в этом плане выход из страдания, это действительно задействовать этот механизм. Вот такое послание на сегодня. Что вы можете сделать? Это ключевая карта с точки зрения начала и конца духовного пути. Потому что на пути в духовность, духовный путь начинается, а вот путь в духовность, или путь познания, он на самом деле на этой карте начинается, на этой карте заканчивается. И она символизируется классической фразой, которую Крайон использует, которую я постоянно рассказываю. Она звучит так. «Дорогой Дух внутри меня, покажи мне, что я должен знать. Я готов измениться». И вы слышите, как эти слова отзываются в каждой клеточке в теле, в сердце. «Дорогой Дух внутри меня, покажи мне, что я должен знать. Я готов измениться». «Дорогой Дух внутри меня, покажи мне, что я должен знать. Я готов измениться». «Внутри». Да, мы добавляем это слово «внутри», чтобы сознание более корректно открывало дверь для опыта. Не где-то там, а внутри. Наше тело — это то, что мы способны почувствовать максимально глубоко, потому что туда приходит наша нервная система, и туда приходит... Здесь собирается все в нашем сердце. И Бог собирается в нашем сердце точно так же, как и во всем остальном мире. И мы способны его почувствовать. Буквально наше сознание через нервную систему, через вот эти вот нервы, которые проходят в нашу материю, мы щупаем Бога, и Бог познает сам себя. Поэтому «Дорогой Дух внутри меня». «Покажи мне, что я должен знать, я готов измениться». Намерение и доверие. Вопрос и открытие. Фокус внимания и открытие дверей — это те две вещи, которыми мы способны управлять. Внимание и открытость для опыта или закрытость к опыту. «Дорогой Дух внутри меня». «Дорогой Дух внутри меня». «Покажи мне, что я должен знать, я готов измениться». Это приглашение открыть эту дверь и войти в это общение. И с него начинаются все процессы. И заканчивается трехмерный путь, трехмерный процесс, когда мы просто идем от опыта к опыту и пытаемся с ним справляться. Право на общение, дать себе право на общение, дать себе право на эту прямую коммуникацию — это лучшее, что может сделать человек. И Бог очень рад, когда человек вступается в это общение. Как любой родитель рад, когда его дети звонят ему. Любой любящий родитель. Также и Дух радуется, когда мы наконец-то открываем дверь для этого общения. Такое послание на сегодня. Я рад, что вы здесь. Я рад, что вы присоединяетесь к нашим эфирам. Я рад, что нас много. Я рад, что мы так долго продолжаем общаться по утрам и делаем себе такие настройки на день. Вы самые лучшие. Завтра, как всегда, в 12. Донейшн, как всегда, по ссылке в профиле. Вся информация там же. У нас еще есть много интересных карт. А потом, дай Бог, снимут границы, и мы начнем общаться вживую. Я для тех, кто живет в России, ну, не только в России, для тех, кто следит за тем, что происходит, я думаю о том, как лучше помочь сложившейся ситуации. я думаю, может быть, мы завтра с вами каким-нибудь образом помедитируем. Ну, утром возьмем карту, поговорим по поводу нее, а потом, может быть, еще помедитируем, чтобы стало чуть больше света и чуть более безопасно для людей, потому что завтра у нас протесты. И хочется... хочется как-то разумно в этом поучаствовать. Пока не знаю, как. Но... Так, что-то здесь у нас тут... Любовный банк происходил. Нас становится больше, это прекрасно. Хочется как-то разумно в этом поучаствовать. Как? Не знаю. Утром помедитируем, а потом подумаем, что делать дальше. Потому что явно, что нам нужен свет и явно, что мы вступаем в очень сложную, сложный исторический этап, сопоставимый, наверное, с 90-ми годами. И гармонизировать гармонизируем. Но, возможно, пришло время для новой сети света. Вот. Ну что, до завтра, 12 часов. Спасибо вам. Вы самые замечательные. Добрый день. Добрый день. Всем привет. Настя, привет. Сашенька. Вижу тебя. Инта. Привет. Добрый день. Привет. Привет. Как ты пережил вчерашний день, а что вчера было? Вчера ночью ходил на вечером, сделали ремастеринг, немножко заново оцифровали пленку «Властелина колец» и выпустили в кинотеатре. Кстати, кто не смотрел или кто хочет вспомнить детство, сходите. Сейчас опять он идет. Тот же фильм, просто немножечко подкрашенный, ну такой, как бы его чуть-чуть обработали пленку. Лена, привет. И понимаете идею современных сказок, современной мифологии? Начиная от «Гарри Поттера и Властелина колец», заканчивая «Марвелом». Только вот в старом времени героем считался тот, кто силен, тот, кто могущественен, тот, кто жесток. И это вот такое мифологическое мышление, оно в нас еще живет. Толкинг и Рулинг немножко предвосхитили время и предвосхитили эпоху. И сейчас героем становится... Хотя нет, ну по сути, мы же... Это все же переделка христианского мифа, на самом деле. Ну не христианского мифа, а христианского архетипа, да? Вот этой образа Христа. Герой — это тот, кто не поддается злу, тот, кто настолько чист, что зло к нему не может влипнуть, оно не может его совратить, что ли. И поэтому только вот Фродо, да, самый слабый персонаж, может, с точки зрения вот этой выживательной логики, может пронести кольцо и остаться незамеченным, и противостоять целой армии темных сил. Мы понимаем, что это мифология, мы понимаем, что темнот темных сил не существует. Мы понимаем, что это развертка наших внутренних процессов, но это показывает нам очень многое о силе доверия и о вот этой новой пятимерной реальности, когда человек идет не защищаясь, он не является самым сильным и самым подкованным, и его хранит вот этот benevolent energy, с чего мы начали. И то же самое с Гарри Поттером, да, то же самое даже с комиксами Марвел, да, где главным героем всей саги становится не бог Тор, не суперсолдат, а становится простой изобретатель, у которого, ну, есть, ну, не простой, конечно, но он человек, он человек без сверхспособностей. Конечно, он один не смог бы, у него была поддержка, но идея здесь ключевая именно в чистоте сердца. И чистота сердца позволяет всегда быть на связи, видимо, с этой благожелательной энергией, и это новый тип человека. Наша трехмерная логика пытается, да, сказать, что для того, чтобы выжить, нам нужно стать самыми сильными. Логика Бога показывает нам, что сила не является ключевым компонентом. И только тот, кто не защищается, ему доступна вот эта энергия с верхней полки. Помните, мы говорили о том, что спазмированный человек, он просто не видит синхронистичности, она не показывается ему. Именно поэтому мы всегда учим сдаваться. Сдаваться не внешнему, а сдаваться в плане отказа от сопротивления внутреннего. Это такая небольшая предыстория, пока все собрались. Так, к вопросу, как я провел вчерашний день. А сегодня сейчас поговорим о карте, а потом сделаем короткую медитацию, минут на пять, для помощи миру. Сегодняшняя карта. Напоминаю, что мы ведем цикл лекций, посвященный качеству нового человека, пятимерного человека. И, думаю, мы сделаем потом эфир, на котором еще ответим на вопросы. Запомните все ваши вопросы. Если эти вопросы не будут отвечены, то тогда сделаю отдельную утреннюю такую встречу, где поотвечаю на ваши вопросы. Потому что мне очень сложно смотреть на, как это называется, одновременно мысль держать и смотреть на то, что вы пишете. Потому что мой мозг сразу начинает реагировать. Вот. Так. Сегодняшняя карта Выглядит так. Дивайн Уиздом Божественная мудрость Божественная мудрость Что пишет автор? Что пишет автор? Нет, включать комментарии тоже нельзя, потому что вы должны общаться. Это же хорошо, когда люди общаются и чувствуют, что они не одни. Это же самое то. Это отдельная, отдельная вообще Аттракция. Что если вы... Вам не нужно было бы рождаться заново и еще раз заново, но вместо этого вы просто пробуждаться к мудрости прошлого. Это будет мудрость, которую вы не заработали в этой жизни. Не ту, которую вы освоили в этой жизни. Но, напротив, это мудрость, которая пришла к вам через многие-многие прошлые жизни. Здесь мы обсуждаем еще одно качество, которое открывает в себе пятимерный человек. Интересно что? Интересно то, что даже биологически человек это очень странное существо. И оно действительно буквально-таки создано, видимо, не только природой как таковой, потому что человек, в принципе, противовыживательный. Когда рождается любое животное, оно готово жить самостоятельно и выживать буквально час, день, ну, в лучшем случае, в худшем случае месяц, да. Как-то шутка, что дети жирафов при рождении падают с трех метров, вот, и готовы выживать. Конечно же, не так. Человек очень не приспособлен к выживанию. Буквально-таки он ничего не помнит и вообще ничего инстинктивно не умеет. Ну, почти ничего. По сравнению с живыми животными на этой планете. И получается, что он нуждается в постоянной заботе и в постоянном уходе. С духовной точки зрения все то же самое. То есть, и для многих людей это, для многих старых душ, это прям такое желание есть не возвращаться на эту планету, потому что они вот работали, учили, обретали опыт, а потом опять все заново, да. Опять вот это вот проходить через эти муки, страдания, там что-то себе вот это вот находить. Нормально же за эту жизнь, все поняли? Хватит. И здесь краен говорит о том, что это меняется и что люди будущего будут рождаться с уже предустановленными способностями, возможностями. Как биологическими, то есть, ну, как физическими, то есть, они будут быстрее учиться читать, быстрее начинать ходить, быстрее начинать говорить, быстрее понимать те или иные концепции. И это мы на самом деле видим, да. То есть, время, когда ребенок начинает читать и говорить. С одной стороны, да, иногда это дольше, но очень часто дети очень рано начинают понимать количество. То, что раньше считалось вундеркиндом, сейчас это практически новая норма, да. Дети настолько разумные, что они многие вещи умеют делать, как будто бы просто с пеленок. И, что самое главное, это ощущение духовной мудрости, духовного опыта. Действительно, современные дети многие вещи понимают просто интуитивно. То есть, если их спрашиваешь в каких-то вещах, то у них есть ясность по этому поводу, у них есть вот эта уже врожденная мудрость. Конечно, эта мудрость, она должна проходить через уже подготовленный ум, который знает какие-то концепции, но в целом это уже как будто бы присутствует. Надо признать, что это было всегда, а не то, что что-то прединсталируется в новых детей, нет. Просто, как мы всегда говорим, с верхней полки может черпать человек, который не спазмирован, да. Интуитивный голос открывается для человека, который к нему открыт. И новые дети, рождаясь в этой новой энергии, они просто могут больше черпать, да. Надо понимать, что ничего не дается свыше, ничего не зарабатывается. Наоборот, человек просто расслабляется и повышает организованность, да, если хотите, это вот это слово, вибрацию своего сознания, да. Повышает тонкость, изящество, деликатность и космичность своего сознания, и ему открываются более тонкие вещи, да. Человек не может находиться на нижнем стеллаже, взять с верхнего, ему нужно самому подняться. И этот сдвиг более очевиден всего в поколениях, потому что, когда рождается ребенок, и астрология про это знает, и она про это говорит, о том, что человек в момент рождения, в момент первого духа берет ту энергию, которая от Земли и от космоса, которую человечество наработало. На самом деле, от Земли берет энергию, не от космоса. Ту энергию планеты, которую человечество наработало на данный момент, в том числе и духовную энергию, и духовную вибрацию. Именно поэтому сдвиг более очевиден в поколениях. И даже социологи, хоть на самом деле теория поколений это не научная вещь, но даже профессиональные социологи так или иначе вынуждены на нее опираться, потому что она репрезентативна, она подтверждается в практике, хоть и нету никакой научного доказательства, что поколения вообще должны быть разные. С чего бы то? Но вот так происходит. И каждое поколение, рождаясь, оно берет на себя вот эту новую норму, новая норма. То, что планета заработала как норму. И именно поэтому в детях этот сдвиг более очевиден. Но он на самом деле очевиден и в нас. Но у нас это происходит плавненько. И у нас иногда тянут старые грузики, а ребенок, когда рождается, это великий дар, что он чего-то не помнит, и он может взять с чистого листа, не подвергая вот этим нашим предубеждениям. В некотором смысле вот эта новая вибрация, она позволяет ребенку черпать с более высоких стеллажей, и многие вещи для него становятся как бы базово понятны, в отличие от того, что у нас не происходит. Это для того, что как мы, да, вот в своем достаточно таком уже разношерстном сознании начинаем все осмысливать это с точки зрения старых убеждений, с точки зрения новых убеждений. Там все чуть-чуть проще происходит, поэтому более очевидно. Есть видео, где маленькие дети демонстрируют навыки игры на фортепиано такие, которые доступны только профессиональным пианистам, при том, что их никто этому не учил. Там перекрещивают руки, когда играют какие-то еще такие вот вещи, которые редко можно заметить у профессионала. С точки зрения, опять же, этого подхода, да, надо понимать, что талант не является чем-то данным Богом, а талант является открытым каналом к нашим собственным наработкам, нашей собственной памяти, нашей собственной гениальности. И очень часто действительно талант проявляется сквозь поколения, а не конкретно в жизни человека, да, вот человек работал всю жизнь, а потом, вот, дескать, он достиг успеха. Нет, иногда это происходит через поколение. Почему? Потому что, опять же, одно дело, когда человек посвятил всю жизнь наработке, да, таланта, наработке мастерства, а другое дело, когда он взял эту энергию и с чистым сознанием ее использовал. И тогда все видят, что это талант, что это гениальность. Когда человек всю жизнь работал над этим, то мало кто это видит, потому что и сам человек не может себе позволить принять это. Когда это приходит как врожденное, то, конечно же, это все происходит более естественно. Именно поэтому многие из тех художников, поэтов, писателей, музыкантов, кто ушли в безвестности, они получат свою долю славы и долю признания, родясь изначально талантливыми и, соответственно, реализовавшись уже в более чистом сознании. В этом плане очищение сознания для человечества — это дар, а не проклятие, потому что носить на себе весь груз кармы — это непросто. И наша продолжительность жизни, она тоже ровно такова, да, изначально это был, ну как не изначально, в самом низком сознании это один цикл Сатурна, то есть где-то 30 лет средняя продолжительность жизни была в Средневековье. Ну и в пещерное время тоже, ну не в пещерное, но вот в первобытное, там где-то 100 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад, пока не появилась Лемурия. Потому что это ровно тот объем человеческого опыта, который человек способен выдержать, его психика способна переварить. Постепенно у нас появляется вторая жизнь, да, и мы знаем, что жизни многих из нас, даже наших родителей, они буквально делятся на две жизни, да, то есть есть, они могут там после 30, после 40 открывать новые способности, новые какие-то интересы, новые таланты открываются, то есть как будто бы открывается вторая жизнь, это второе возвращение Сатурна. Мы сейчас живем в эпоху трех обращений Сатурна, да, то есть примерно там 87-90 лет человек живет. И это, ну, если все в порядке с медициной, с климатом, со всеми другими вещами, и это время для еще большего, это время для еще большего опыта, который человек может вместить. И буквально продолжительность жизни зависит, на самом деле, от того, насколько мы можем справляться, насколько мы можем интегрировать жизненный опыт. Если мы спазмируемся в 14 лет, то логично, что мы умираем в 28, да, как это было в среднем вековье. Если мы спазмируемся уже в 47, да, то мы живем дольше. Если мы не спазмируемся, мы и не умираем, потому что наши клетки просто получают команду, когда хватит. Когда хватит, когда нужно взять вот этот весь опыт, отряхнуть от предубеждений, которые ум настроил, взять этот чистый опыт, перенести его в следующее воплощение, как таланты уже, как врожденное, и с ним сделать что-то новое. И в этом плане нет никакого злого умысла, чтобы мы забывали, чтобы мы жили коротко. Это просто то, как человечество работает с этой энергией. Когда человек новичок, ему нужно больше передышек в каком-то конкретном деле, больше перезагрузок. Когда художник начинает рисовать, он может выкидывать кучу бумаги, потому что он не уверен в своих движениях. Когда художник профессионал, он может на одном холсте рисовать много картин, все править, все переделывать, и все получается. В монолизе сколько слоев, сотни слоев, десятки, ну очень много. И получается шедевр. Здесь есть, скажем так, благожелательный план, который подобен всему тому, что есть в нашем мире. Нам всем нужна передышка. Вопрос в том, что в новой энергии эти передышки становятся не такими глубокими и перезагружающими, они становятся более легкими, и мы более тонко, и более тонко, и более связно чувствуем нашу историю, личную историю. Многие люди вспоминают свои прошлые воплощения, но не как конкретно, не кто-то образами, но когда мы видим образы и конкретную историю жизни, это либо сверхдар, либо это все-таки мозг немножко по мотивам что-то сочиняет, потому что энергия прошлых жизней лежит в виде субстрата такого, в виде эссенции, в виде эфирного масла. Это сбор энергий, сбор эмоций, это сбор ощущений, которые мы приносим для того, чтобы с ними работать. Это буквально эфирное масло прошлой жизни, выжатый аромат, вкус и цвет прошлого воплощения. И что мы с этим сделаем, и будет ли это восприниматься либо как карма, либо как дар, это зависит от человека, от его выбора, от его, собственно говоря, способности с этим что-то сделать. О чем эта карта? Почему она нас призывает? Она говорит нам о том, что у нас в наших клетках, на верхней полке наших клеток, то есть в более тонком их измерении, лежит мудрость и таланты прошлых воплощений. В данной карте в основном делается акцент на мудрости, но и про таланты я тоже говорю. Есть вещи, которые мы делали жизнь за жизнью, и не мы только как мы индивидуальны, потому что неизвестно, что являлось нашим прошлым воплощением. Наше ли воплощение или воплощение, где мы были с другой душой в одном теле. Есть некий коллективный опыт. Но для простоты мы считаем, что в нашем ДНК есть коллективный и индивидуальный вот этот линейный опыт кристалла души, над которым мы работаем именно на этой планете. И это все там есть. И многие люди всю жизнь живут, не зная об этом Даре, не зная о том, что там находится. И многие люди ждут какого-то таланта или подарка свыше, чтобы им что-то открылось. Но одновременно с этим мы знаем, что есть многие люди, которые, оставив драму в своей жизни, вдруг обнаруживали, что их начинает тянуть к другим вещам. В них открываются новые склонности, способности, таланты, проявляется новая мудрость, проявляются новые знания о том, как стоит поступать, как стоит жить. Буквально что-то открывается внутри них, когда они оставляют привычную драму, привычный спазм. Иногда это происходит через болезнь, то есть когда мир настолько учит людей отказаться от этого, настолько как-то ставит их в такие условия, что человек просто вынужден переключить свое внимание от сопротивления жизни. Иногда человек по своей воле, да, через духовную практику или через, ну, вся наша жизнь духовная практика, через осознанную духовную практику идет туда и спрашивает, а что есть там для меня? Возможно, я куда большая сущность, куда более объемная, чем я привык о себе считать. Нам кажется, что прошлая жизнь это где-то там, и духовный мир это где-то там, и Бог где-то там, по ту сторону. На самом деле нет никакой по той стороны. Это все присутствует здесь. Я всегда привожу в пример, знаете, как вот, если ты очень сильно выпил, и не помнишь, что было вечером, а потом утром берешь свой телефон, смотришь видео, и не узнаешь этого человека, который там был, но понимаешь, что это тоже был ты. Это тоже ты. Вот то же самое и с прошлыми жизнями. Это тоже ты. И на самом деле вы это тоже мы. Да, то есть вы это тоже я, и когда мы все уходим с этого мира, мы понимаем, что это везде был тоже я. Просто больше я, более широкий я. Моя индивидуальность не стирается, она наоборот расширяется и становится более специфичной, более объемной. И в этом плане у нас у всех в новом времени, в этой новой базовой энергии, да, вот мы говорим о том, что постепенно выстраивается новая базовая энергия, которая более предрасположена к тому, чтобы мы вспоминали мудрость прошлых жизней. Это значит, что придет то время, когда мы будем уходить из этого мира куда позже и жить куда дольше, потому что наша психика будет легче интегрироваться. Будем уходить легче, потому что мы будем уходить не по болезни, а просто по мудрому какому-то внутреннему ощущению готовности. И мы будем возвращаться практически сразу, вспоминая, даже не теряя этого, вот этого ощущения, а потом уже и каких-то образов, вспоминая, кем мы были, что мы делали, на чем мы остановились. Это не быстро, это не одно поколение, не два и не десять. Скорее всего, к такому воспоминанию мы придем через, может быть, тысячу лет, такому четкому, да, но уже сейчас и с каждым поколением нам будет становиться легче. Хорошая новость о нашем времени, именно поэтому вы все здесь сюда пришли, что дальше будет легче. Шар покатился с горы, его уже ничего не остановит. Знаете, когда ты идешь уже домой, то каждый шаг дается легче, чем когда ты идешь от дома, потому что ты знаешь, что каждый шаг приближает к тебе к дому. И поэтому, какие бы ни испытания не выпали на долю наших детей, и детей наших детей, жизнь и их способности будут становиться более обширными, и их жизнь будет становиться дольше, их здоровье будет становиться лучше, и им будет идти по жизни проще. Какой здесь процесс нам нужно освоить? Нам нужно сесть спокойненько. Помните, направить свое внимание на клеточки. Клеточки, каждая клеточка тела, это как лотос. Я, кстати, публиковал в чат настоящий, есть вот эту фотографию большую клетки, рентгенография, я не знаю, как это сделано. Это прям целый мир, он огромный, сложный, и при этом он мудрый. И каждая клеточка, она как лотос, она может либо быть закрытой, работать по своему индивидуальному шаблону, и тогда мы получим в нашем организме все то же самое, что получаем в мире конфликты, недопонимания. А можем сонастроить их с нашим сердцем, сонастроить вот этой benevolent energy, которая напитывает каждую клеточку, с этой любовью, с этим божественным присутствием, и тогда это будет космос, а не хаос. И мы создадим из нашей сущности космос, который будет идти по планете и преобразовывать материю, организовывать ее в соответствии с любовью. Поэтому мы начинаем нашу медитацию с того, что чувствуем наше тело, чувствуем дыхание, чувствуем каждую клеточку. И просто внимание направляется вовнутрь. Мы проводим осмотр этих клеточек и смотрим на них. Мы как солнышко, их все согреваем нашим вниманием, и они открываются навстречу нашему вниманию, как цветочки распускаются. И наше сердце в этом безопасном пространстве тоже немножко открывается, как цветок, как подсолнух. И мы приглашаем эту благожелательную энергию, которая есть внутри нас, открыться, объединить и напитать каждую нашу клеточку, прийти к нам сквозь наше сердце. И пусть эта связь, любовная связь между сердцем и каждой клеточкой, между нашим умом, сердцем и каждой клеточкой, будет простраиваться, усиливаться, и эта коммуникация станет прямой внутри нашего тела, без предубеждений, без каких-то передатчиков. Все будет напрямую общаться, и все будет сотрудничать. Чувствуете, как вот это объединение происходит? Это то, что делает внимание и позволение в безопасности. Улучшать связь внутри нас, точно так же, как интернет делает наш мир более безопасным и более дружным местом, медленно оно делает, точно так же и духовная связь делает наше тело более здоровым и высокоорганизованной структурой. Дорогой дух внутри меня, дорогой бог внутри меня, дорогой источник, я знаю, что есть мудрость, есть опыт, есть таланты, есть способности, есть то, чему я посвятил многие годы жизни, многие жизни, что я делал хорошо, и есть та любовь, которая была у меня в жизни. Во всех моих жизнях было много любви, внимательности, сострадания, помимо кармы, которую я больше не хочу черпать, и в которой я закрываю дверь, есть так много хорошего, есть так много любви, есть так много способностей, которые были, есть так много понимания и осознаний. Пусть эти дары, которые принадлежат мне, проявятся в моей жизни. Я буду внимательно и аккуратно наблюдать, как меняются мои способности, мои интересы, и буду давать себе возможность пробовать рисовать, петь, говорить, читать, двигаться, танцевать, искать отголоски этих моих даров. Я буду создавать возможности для того, чтобы они проявились. Я прошу тебя, пусть проявится то, что должно проявиться в моей жизни. Пусть проявится та любовь, которая есть внутри меня и заработана вновь. Дорогой дух внутри меня, покажи мне, что я должен знать о том, кто я есть, какой я есть. Я готов измениться. Я готов узнать большего себя. Я есть то, что я есть. Я есть то, что я есть. Я есть то, что я есть. Я есть Бог. И вот в этом прекрасном раскрытом состоянии я хочу рассказать вам о том, что ребята, вот помните, я рассказывал про фильм «Единое поле», который сняли при участии Ли Кэрролла, Роберта Коксона, по-моему, там Диспенза тоже к этому каким-то образом причастен. То есть, ну вот, вот эта команда Крайона, они сняли фильм «Единое поле», в котором, помимо рассказа о том, что мы все связаны, шла также речь о том, что они ставили эксперимент, в котором они медитировали, пропевали песню и и фиксировали, как это влияет на снижение преступности в старом городе Иерусалиме в конкретный вечер, потому что там все равно фиксируются какие-то нарушения. В течение дня, в течение месяца, в течение года есть какая-то статистика, и вот они смотрели, и насколько направленная медитация помогает исцелению вот таких хаотичных процессов. Мы знаем, что коллективное сознание влияет даже на генератор случайных чисел в компьютере, не говоря уж о всевозможных социальных событиях. И мы знаем, что коллективное сознание способно влиять. И мы, как старые души, не каждый из нас, когда происходит что-то социальное, не каждый из нас чувствует уместность на то, чтобы не знаю, выходить на улицу или протестовать или что-то. Многие чувствуют эту уместность, и это нормально, но мы ни к чему не призываем. Мы действуем в соответствии с своей душой и в соответствии со своим благом внутри нас. Мы не будем говорить о политике как на этой трансляции, потому что она сейчас не хочет, чтобы предубеждения какие-то выходили. Мы говорим о том, что есть способ, который базовый, для которого приходят сюда старые души. Это якорить благожелательность, якорить свет. Многим из нас кажется, что мы должны вовлечься, мы должны как хорошие люди испытывать праведный гнев. Но наша работа здесь первая якорить свет. это высшая работа, а практическая работа каждый решает для себя. Здесь нету правильного и неправильного. Мы все это уже не так важно. и здесь нет противопоставления участия в сети света или в митинге. Это вещи просто разноуровневые. Часть из них участие в сети света это, скажем так, мастхед, участие в социальных изменениях. Это нормально для ограждения на любой стране, но это следствие. поэтому мы сделаем основное действие. Я потом сделаю еще и побольше трансляцию на эту тему, но хочется сейчас с вами из-за того, что сегодня у нас будут протесты, и наша задача, да, я такую короткую вещь скажу. Вы помните, видеть в каждом Бога. Многие старые души, они поляризуются. Они думают, что вот есть добро и зло. Добро и зло действительно есть, но оно творится людьми, которые способны меняться из-за того, пока они живы. И в отличие от неосознанного человека, который мыслит мифами и образами, наделяя одного человека абсолютным злом, а второго абсолютным добром, и наоборот. Человек духовный видит в каждом Бога, видит его способность измениться, и видит, что все всего лишь люди. Нету какого-то абсолютного зла, тайного, скрытого, и нет никакого абсолютного добра. Все люди, которые просто не понимают, что они делают, и занимаются какой-то ерундой. И в такой ситуации духовного человека волнует только одно, чтобы люди были живы. И поэтому в ситуации, когда есть тот, кто страдает, духовный человек молится за прекращение страдания, за безопасность для каждого человека, за здоровье, за жизнь, за то, чтобы не проливалось ни одной капли крови. И мы, конечно, будем говорить и про Украину, и про Беларусь, и про Россию, и про все эти страны, в которых сейчас происходят изменения. Эти изменения будут происходить еще быстрее. Мьян, вчера Чад, постепенно мир будет сбрасывать с себя автократии, тоталитарные режимы, и это от нас будет зависеть, в том числе, насколько это будет происходить мирно, или насколько это будет происходить немирно. мир шар покатился, ни один из диктаторов не усидит. Но наша задача, чтобы не проливалось ни одной капли крови. Что мы можем сделать с вами? Нас сейчас 770 человек в эфире, и каждый из нас представляет различные точки земли, различные 777 человек в эфире, посмотрите, прекрасно. И каждый из нас представляет различные частицы на земле, представляет различные социальные группы, различные убеждения, различные верования. Мы все разные, и мы тем, что мы соединяемся вокруг внутреннего процесса, а не вокруг меня, я здесь просто организую этот внутренний процесс, который у каждого свой, мы представляем собой прообраз будущего земли. Мы разные, но мы все вместе. И это коллективное действие, это уже маленький космос внутри большого хаоса. На самом деле это не маленький космос, это большой и структурированный космос из почти тысяч человек, плюс те, кто смотрит нас в записи, которые тоже присоединяются к нашему сейчас, и мы даже сейчас можем почувствовать этих людей, которые смотрят в записи, это буквально большая, большой круг людей, большая что мы можем сделать? Мы можем позволить цветку своего сердца раскрыться и вот этому пространству дать место, чтобы оно прикоснулось к пространству других людей, которые здесь, в нашем круге. Пусть этот аромат прикоснется и соединится с ароматом сердец других людей, пусть этот свет постепенно начинает распространяться. С каждым расслабленным выдохом уходят вниз наши убеждения, наши страхи, наши тревоги, мы их просто ставим на пол и позволяем нашему пространству сердечному расширяться, чтобы обнять всех тех, кто сейчас здесь есть в круге. каждое наше клеточка открывается и буквально мы соединяемся с этим единым полем энергии, которое окутывает планету прямо сейчас. И те, кто смотрит на запись, они тоже здесь. Присоединяйтесь. этот круг света это сфера света. Это большая коммуникационная сеть сердец. И по мере того, как наше внутреннее пространство становится все шире и расслабленнее, него может начать по нашему намерению, по нашей просьбе пребывать энергия Творца, любовь нашей Душе в нас может начать раскрываться источник. И внутри нас может рождаться намерение. Мы создаем много света, объединяясь. Мы создаем стабильность и безопасность. для нашего круга и для всей планеты. Пусть эта сеть света окутает этот мир и продлится намного дольше, чем мы, чем то время, когда мы закончим эту медитацию. Пусть она установится как коммуникационная сеть, как новый интернет, обнимет всю планету и будет работать всегда. И пусть это будет основано на божественной энергии из бесконечного источника. И пусть она даст каждому из нас больше стабильности, устойчивости и радости в жизни, потому что мы будем соединены, мы будем подключены, мы будем выстраивать новый мир на земле. И по мере того, как энергия пребывает, мы можем начать посылать любовь, ощущение безопасности, исцеления тем душам, которые сейчас страдают в каждом уголке земного мира, земного шара. Пусть наша сеть света, пусть поле любви, безопасности и исцеления обнимет души политических заключенных. Людей в регионах, где идет война, детей солдат, матерей жен, жителей сложных регионов, где происходят важные изменения. Пусть этот свет обнимет тех политиков, которые сейчас принимают решения, даже если они выглядят недостойными этого. Внутри них есть душа, и они способны пока они живы принять другое решение. Любовь способна это сделать. Пусть эта энергия направится ко всем лицам в нашем государстве, в наших государствах, которые принимают решения, каждому полицейскому, каждому военному, президенту. Пусть эта энергия сообщит что-то его душе и его сердце, что-то о безопасности, что-то о том, что мы все спасены, что-то о том, что смягчит его сердце, что-то о том, что больше не нужно бороться, что не нужно ничего доказывать, что-то о том, что он любим безусловно и принят Богом. Пусть эта любовь обнимет каждого. Пусть она даст мудрость тем, кто принимает решения, тем, кто выходит на улицу. Пусть она создаст поле безопасности для всех процессов, которые будут происходить на этой земле. И пусть наша любовь смягчит сердца, даст исцеление, окутает любовью каждого, кому сейчас это очень нужно. Дорогой дух внутри меня, пусть свет моей бесконечной души, любовь, теплота соединиться с этим кругом людей с чистыми сердцами и направиться в те уголки земли тем людям, которым это важнее всего прямо сейчас. И пусть страдания в этом мире станет меньше. я есть на то, что я есть, я есть, я есть, я есть, я есть, Бог, и я один с миром. на что вы все самые-самые лучшие. Кто-то мне написал, а не будет ли это гордыней, что мы самые лучшие? Нет. Все земляне самые лучшие. Точка. Не какие-то там рептилоиды. Спасибо вам, что вы присоединяетесь. Спасибо за то, что вы не думаете, что это какая-то сумасшедшая эзотерика. Это то, как мы распоряжаемся силой Бога внутри, через наше внимание и наше позволение. Спасибо, что принимаете участие в коллективных процессах. Пусть сегодня будет и в ближайшие годы все будет безопасно в жизни каждого из нас и в жизни планеты. Духовная мудрость говорит нам о том, что мы проживали такие события много раз за всю нашу историю, историю нашей души. И сейчас у нас есть больше устойчивости, больше центрированности, больше мудрости для того, чтобы найти другие решения, для того, чтобы смотреть на людей более чисто, без предупреждений, для того, чтобы сохранить любовь в своем сердце и держать свой баланс. Вы умницы, вы это способны, как и мы все. До завтра 12 часов. Как всегда. пока.